Продолжаем изучать протоколы динамической маршрутизации группы IGP, то есть те протоколы, которые работают внутри нашей организации. Как я вам ранее обещал, мы должны поговорить про еще одну классификацию протоколов, про дистанционно-векторные протоколы и протоколы состояния каналов связи. Вот протоколы EIGRP, которые мы уже изучили, относятся к группе дистанционно-векторных протоколов. Что такое дистанционно-векторный протокол и почему EIGRP относятся к этой группе? Запускаем наш старый проект по EIGRP. Смотрите, как работают протоколы класса DistanceVector, то есть дистанционно-векторные протоколы. Работают они следующим образом. Вот этот роутер видит свою Connected-сетку 4.0 и рассказывает вот этому роутеру, что ты можешь добраться через меня до сети Estudios 2068 4.0 за такую-то метрику. Это говорит хорошо и рассказывает следующему роутеру, например, вот этому. Мне рассказали про сетку 4.0, ты тоже можешь добраться через меня до вот этой сети 4.0. Это говорит хорошо. Дальше смотрит на свои Connected-сетки и другому своему соседу тоже рассказывает, что ты можешь добраться через меня. Во-первых, до моих connected сетей Во-вторых, ты можешь добраться через меня До тех сетей, про которые мне уже другие рассказали До третьей сети и до четвертой сети При этом, например, вот этот роутер Он как бы слепой Он не знает, как устроена сеть Он не может с уверенностью сказать, что маршрут не образует петель Он проверяет, он считает метрику Чтобы метрика, которую ему прислали Не была больше, чем он ее сам посчитал Но тем не менее, он не знает, как устроена сеть И он с уверенностью не может сказать, что маршрут не образует петель Если мы говорим про протоколы Класса LinkState, то такие протоколы Работают по другой логике Они работают следующим образом Например, просыпается вот этот роутер И вот этот роутер смотрит, какие у него есть connected сетки И об этих connected сетках Он рассказывает вообще всем вокруг То есть каждому роутеру он рассказывает Какие у него есть connected сетки Затем другие роутеры точно так же Вообще всем вокруг рассказывают о том Какие у них есть connected сетки В результате каждый роутер в нашей сети Даже если он находится в самом удаленном Участке нашей сети Знает у кого какие connected сетки Например, вот этот роутер Знает, какие connected сетки у вот этого роутера То есть как в деревне Каждый про всех все знает Каждый роутер знает, какие connected сетки У всех других участников У всех других роутеров После того, как они узнали О connected сетках друг друга Они строят в своей голове карту топологии То есть каждый роутер Независимо друг от друга Строит карту топологии В результате получается, что Каждый роутер, независимо от других роутеров Полностью представляет себе Как устроена сеть Каждый роутер видит сеть Точно так же, как ее сейчас Мы видим с вами И получается вот эта вот карта Он знает, где у кого какие сетки Кто с кем как Соединен и так далее После этого каждый роутер Опять же, независимо друг от друга Начинает просчет Кратчайшего пути до всех сетей То есть вот этот вот роутер берет И начинает просчитывать Как добраться до вот этой сети Как добраться до вот этой До вот этой и до вот этой И каждый роутер в нашей сети Считает самый короткий путь Самый короткий маршрут Как добраться до всех сетей Из-за того, что каждый роутер Просчитывает кратчайший маршрут До каждой сети Маршрут, который каждый роутер просчитывает Заведомо не могут содержать петлей Просто так работает этот алгоритм просчета Вот этих маршрутов, что когда маршрут просчитывается Поскольку он кратчайший, петель быть не может Давайте еще раз попробуем понять, в чем отличие протоколов класса Distance Vector Например, EGRP, ERIP И протоколов класса LinkState Состояние связей, таких как OSPF Смотрите, протокол класса Distance Vector, EGRP Каждый роутер ничего не знает о том, как устроена сеть Он не может гарантировать, что маршрут, по которому он будет отправлять, не содержит петель Он просто как слепой котенок Ему кто-то там сказал, что до вот этой сети вроде как-то может добраться через меня И он просто посылает пакет, и все А протоколы класса LinkState Каждый роутер, он уже не как слепой котенок А прекрасно понимает, как устроена сеть Он вот эту всю карту сети в голове держит Он ее видит И благодаря тому, что каждый роутер видит, как устроена вся сеть Он, во-первых, гарантирует то, что пакет, который он отправит по каком-то пути 100% Не будет содержать петель Это раз А во-вторых, такой протокол класса LinkState, например, OSPF Будет намного быстрее реагировать на изменения в сети Как раз за счет того, что каждый роутер полностью знает, как устроена сеть Если, например, какая-то сетка у нас падает Например, вот эта сеть падает И JRP что начинает делать? Он начинает посылать вот эти queries-пакеты Спрашивает, а не знаете ли, как добраться до этой сети? Ждет какое-то время, прежде чем начать построение топологии Если когда упала сетка, у него было несколько маршрутов Если запасной маршрут не был feasible с аксессором, а был хуже Он начинает сомневаться Вроде бы маршрут есть, но он какой-то странный Может быть он ходит через меня, может быть он формирует петлю И в результате получается, что когда падает какая-то сеть То процесс поиска другого маршрута до этой сети происходит достаточно долго Это distance vector А у протокола класса LinkState, состояние связей За счет того, что каждый роутер в голове у себя имеет полную картину сети Полную карту сетей Из-за того, что он знает о всех connected сетях, всех своих соседей То если у нас вдруг падает какая-то сетка То вот этот роутер, он уже не начинает судорожно Пытаться посылать какие-то queries-пакеты Пытаться какой-то найти альтернативный путь Как только сетка у него упала То он изначально знает, сможет ли он как-либо еще Добраться до этой сети или нет И быстрее происходит пересчет маршрутов до этой сети у других роутеров Он просто посылает пакет, что вот я знал такую сеть И больше я ее не знаю И все другие роутеры, они из-за того, что у них есть полная картина сети Они быстрее могут пересчитать этот маршрут Давайте еще раз посмотрим, как работают протоколы класса LinkState Состояние связей Изучаем мы OSPF, поэтому говорим про OSPF Как только мы включаем роутер Роутер сразу смотрит на то, как устроен мир вокруг Он смотрит, какие у него есть connected сетки Все роутеры смотрят, какие у них есть connected сетки После чего они начинают обмениваться этими connected сетями С помощью служебных сообщений, которые называются LSA И вот все роутеры вот так вот обмениваются этими LSA пакетами В которых содержится информация о тех connected сетях, о которых они знают После того, как все роутеры получили вот эти вот LSA Каждый роутер узнал, какие connected сети у всех своих соседей Начинается следующий процесс И каждый роутер создает карту сети Таблица топологии Он строит топологию сети Ну или по-другому карту сети Вот это что за кружочки? Кружочки это роутеры А вот это вот, это connected сети И вот этот роутер Точно так же, как мы сейчас видим Видит все эти роутеры Других, как они друг с другом соединены И какие у них connected сетки После того, как каждый роутер построил вот эту карту сети Запускается алгоритм, который называется Алгоритм Дейкстера Каждый роутер с помощью вот этого вот алгоритма Дейкстера До каждой подсети, до каждой сети Считает кратчайший маршрут И строит вот такое вот маршрутное дерево Такое дерево маршрутов называется SPF Shortest Path First В первую очередь, самый короткий маршрут И у нас протокол называется OSPF После того, как каждый роутер, независимо от другого Прочитал самый короткий маршрут По алгоритму Дейкстера Выбирается лучший маршрут И он попадает в таблицу маршрутизации роутера И еще раз повторюсь Вот это вот протокол состояния каналов связи Очень быстро реагирует на изменения в сети Благодаря тому, что каждый роутер прекрасно представляет, как устроена сеть В отличие от протоколов Distance Vector Который ничего не знает, как устроена сеть И ориентируется только на показания своих соседей Протокол Distance Vector ориентируется Только на показания своих соседей Что они сказали А протоколы класса RingState Ориентируются на показания не только своего соседа Но и на показания вообще всех соседей На основании которых они строят в своей голове Полную картину сети Так что протоколов класса LinkState Сходимость сети быстрее, чем протоколов класса DistanceVector Что такое сходимость сети? Сходимость сети определяет Насколько быстро сеть вернется в рабочее состояние После сбоя Вот как раз Если мы поудаляем какие-то маршруты Насколько быстро все роутеры смогут пересчитать топологию Переопределить маршруты И снова заработать В случае, если есть какие-то дополнительные маршруты Обходные пути То есть сходимость сети Это то, насколько быстро все роутеры построят маршруты До удаленных сетей И сеть придет в рабочее состояние Так вот У протоколов DistanceVector Сходимость ниже То есть они будут дольше определять Как добраться до сети Дольше строить вот эту таблицу маршрутизации А протоколы класса LinkState Будут делать намного быстрее это Так, с этим разобрались Разобрались С тем, что у нас протокол SPF Относится к классу протоколов LinkState Какое еще одно очень важное отличие От протокола EJRP От протокола OSPF Протокол EJRP Это пропретарный протокол Компании Cisco Который ранее Был закрытым стандартом И другим вендорам Его реализовать было нельзя Впоследствии Стандарт протокола Ну что такое стандарт? Как конкретно делать этот протокол? Можно сказать Подробное пошаговое руководство По тому, как делать этот протокол Стандарт этот был открыт Но, насколько мне известно В настоящее время Такие вендоры Пока еще не реализовали Протокол EJRP На своем сетевом оборудовании Поэтому в настоящий момент Протокол EJRP Остается протоколом Который поддерживает только Cisco Так что протокол EJRP Мы можем использовать В нашей сети Только если в нашей сети Используется только оборудование Cisco То есть вот мы взяли Если с нуля построили сети Полностью оборудование Cisco На роутерах Cisco То мы там можем использовать EJRP У других вендоров нет поддержки данного протокола И мы не сможем Поэтому роутер Cisco С протоколом EJRP Подружить с роутером не Cisco По протоколу EJRP А вот протокол SPF Наоборот Он сделан по открытому стандарту И он поддерживается Всеми вендорами В том числе и Cisco То есть он мультивендорный протокол Об этом нам намекает Вот эта буква O Поэтому и opened Потому что открытый стандарт А дальше уже главный механизм Работы данного протокола Shortest Path First То есть построение Кратчайшего маршрута До всех сетей OSPF Открытый Открытый SPF в общем получается Так вот Протокол OSPF Наиболее вероятнее всего Будет использован В обычной корпоративной среде Потому что он очень гибкий Настройка его не сложная Базовая настройка Мы с вами будем рассматривать Глубокую настройку Но включить и заставить его работать Можно буквально за 10 минут И он мультивендорный Поэтому вероятнее всего Протокол OSPF Это главный протокол Который будет использоваться В реальной организации И в наших дальнейших проектах Когда мы будем строить Большую корпоративную сеть Там у нас тоже будет бегать Маршрутизация С использованием протокола OSPF У нас этот OSPF Будет бегать Не только в пределах Какой-то одной организации А и по VPN Он будет бегать Между филиалами Так что будет интересно Вот мы сказали Что протокол EJRP Такой плохой Сходимость медленнее Чем у OSPF Что он слепой как котенок Что LinkState У OSPF намного более хороший Но у протоколов Класса LinkState Есть и свои Недостатки Они намного более Требовательны к оборудованию В плане процессорной мощности И в плане памяти Потому что для того Чтобы рассчитать Вот эту всю топологию То есть составить карту сети Затем запустить Алгоритм просчетом Крочайшего пути Дейкстра На это требуется Большое процессорное время Большая нагрузка На оперативную память Но опять же Для решения данной проблемы Существуют другие механизмы Которые мы сейчас С вами посмотрим Протокол класса DistanceVector Уже не так требовательны К ресурсам Потому что алгоритм их работы Алгоритм выбора маршрута У них намного проще Но тем не менее Протокол OSPF Вполне может быть использован В пределах Реальной организации Он хоть и требовательный К ресурсам Но не настолько Чтобы от него Можно было бы отказываться Еще хотелось бы Последнее сказать В этой теме Немножко углубиться В названии вот этих вот Почему дистанционно-векторный И почему протоколы Состояние каналов связи Дистанционно-векторные протоколы Потому что Когда роутер выбирает путь По которому ему Пустить пакет В случае если это DistanceVector То он смотрит на метрику И определяет дистанцию И векторный Потому что он выбирает Направление Куда Вот когда у нас была схема Балансировки Вот он выбирает Куда ему послать сюда Или сюда Он смотрит на метрику То есть на расстояние Distance Дистанция И направление Туда или туда То есть вектор Поэтому дистанционно-векторный канал связи почему они так называются link state потому что он когда просыпается смотрит на свое состояние вот этих вот connected сетей канала своих связей поэтому link state я ни слова не сказал про path vector потому что пока нам это не надо мы к этому слайду еще раз вернемся вернемся уже в третий последний раз для того чтобы узнать что такое path vector пока нас это не интересует мы знаем что есть distance vector есть link state protocols когда мы работали с EGRP для нас не существовало понятия никаких регионов в OSPF появляется понятие регионов то есть определенную группу роутеров мы можем назначить в один регион другую группу роутеров назначить другой регион а третью группу роутеров третий регион и так далее вот на картинке мы видим что у нас есть регион 0 регион 1 и регион 2 таких регионов может быть множество вот area в переводе с английского регион зачем OSPF разделяется на регионы это сделано для крупных сетей для того чтобы решить как раз вот эту проблему большой нагрузки на роутер. Когда у нас роутер начинает рассчитывать вот эту всю топологию, строить карту в сети, рассчитывать короткий маршрут, то идет очень большая нагрузка на само сетевое оборудование, на котором запущено SPF. В результате, если у нас роутер не как тут, 5 штук, а когда их намного больше, допустим 100 штук, то такая нагрузка уже становится ощутимой. И для того, чтобы снизить вот эту нагрузку, используется разделение на регионы. Внутри региона, ну вот, например, здесь, внутри региона вот эта вся топология просчитывается по-честному, то есть роутеры, которые относятся к одному и тому же региону, они по-честному строят вот эту карту сети, рассчитывают эти кратчайшие маршруты, а в другой регион они отдают уже просчитанную информацию. То есть вот за первый регион все по-честному просчитали, в этом регионе все по-честному просчитали, в этом также и отдали на этот пограничный АБР роутер. И вот этот пограничный роутер у нас как бы связующее звено. Здесь все по-честному просчитали, Здесь каждый роутер знает все connected сети, всех соседей, но зато каждый роутер в нулевом регионе ничего не знает о connected сетях и о том вообще, как устроена сеть в первом регионе. Вместо вот этого, если ему нужно обратиться к сети, которая находится здесь, он просто отдаст, кинет на вот этот роутер, вот этот пакет, а дальше уже тут разберутся. То есть, если бы не было вот этого разделения на регионы, был бы один здоровый большой регион, то нагрузка была бы для того, чтобы знать вообще о всей сети, очень высокая на процессор и оперативную память сетевого оборудования. Вместо этого мы делим вот эту всю здоровую сеть на маленькие региончики внутри конкретного региона. Все по-честному просчитывается, но внутри конкретного региона никто не знает, как устроена конкретная сеть в другом регионе. Просто на пограничный роутер кидается пакет, а пограничный роутер уже там разберется. Так вот, смотрите, есть регион 0, и это сделано не случайно. Регион 1, если хочет кинуть какой-то пакет на роутер, находящийся во втором регионе, обязательно должен кинуть пакет сначала в нулевой регион, и тогда этот пакет пройдет через нулевой регион и попадет во второй регион. И также наоборот. То есть, первое правило гласит о том, что если есть несколько регионов, обязательно должен быть нулевой регион, и обязательно все регионы должны смотреть в 0, для того, чтобы друг с другом обмениваться информацией. Это сделано для защиты от петель Потому что представим, если бы два региона будут общаться между собой Что бы произошло? Вот этот бы роутер кинул пакет на вот этот роутер А потом этот пакет бы попал опять в нулевой регион И попал на роутер первый И получилась бы петля маршрутизации Поэтому, соответственно, общение между регионами может происходить только через ноль Еще что хотел сказать про вот эти пограничные роутеры Они у нас будут работать не как link state, а просто как distance vector Потому что когда вот здесь, например, полностью просчитается топология И вот этот роутер будет сюда анонсировать Просто вот эти сетки, которые здесь Вот этот роутер скажет вот этому роутеру Ты знаешь, я уже вот тут вот все посчитал Я тебе отдам метрику, например, 25 тысяч А если тебе нужно будет поставить какой-то пакет в мою сеть, в мой регион Ты там прибавь метрику, то, что ты насчитал, до меня И прибавь ту метрику, которую я тебе насчитал И, соответственно, ты получишь стоимость маршрута до сети, которая в моем регионе Еще раз в последний раз скажу Возможно, кому-то было непонятно Зачем сеть делится на несколько регионов Для того, чтобы снизить нагрузку при вычислении Всей вот этой топологии и кратчайшего пути Взяли мы, например, допустим, сто роутеров И вот у нас, допустим, сто роутеров Если был бы один большой регион, каждый бы роутер Просчитывал бы маршрут до всех сетей, о которых знают все другие роутеры По-честному строил бы эту карту топологии Рассчитывал кратчайший маршрут В результате была бы очень большая нагрузка на процессоры и оперативную память Всех вот этих вот сто роутеров Вместо вот этого мы делим всю вот эту сеть на несколько регионов И в пределах одного конкретного региона По-честному все это считается Вот эти все карты топологии Строятся, просчитываются кратчайшие маршруты В каждом регионе А между регионами передается просто пережеванная информация С помощью вот этих вот пограничных АБР роутеров Первый регион знает, как устроена сеть внутри него Но он ничего не знает о том, как конкретно устроена сеть в других регионах Он просто, если ему нужно обратиться к сети, которая находится в другом регионе Он это понимает и кидает вот этот пакет на пограничный вот этот вот АБР роутер Итак, какие типы роутеров у нас есть? У нас есть пограничные роутеры Пограничные роутеры, либо АБР Это такие роутеры, у которых один интерфейс смотрит в ноль А другой интерфейс смотрит в свой регион В данном случае здесь, например, FastEthernet 00 смотрит в ноль А FastEthernet 01 смотрит в первый регион Здесь то же самое FastEthernet 00 смотрит в ноль А FastEthernet 01 смотрит во второй регион Также существуют вот эти роутеры, которые никак здесь на картинке не обозначены Роутеры, которые находятся внутри одного региона Такие роутеры называются Internal роутеры То есть внутренние роутеры У них оба интерфейса смотрят в один и тот же регион Есть магистральные роутеры, либо они еще называются Backbone роутеры Backbone переводится как позвоночник Это такие роутеры, у которых все интерфейсы смотрят в ноль В нулевой регион И последнее это ASBR роутеры Это такие роутеры, которые сидят на границе двух автономных систем Вот видите, одну часть он смотрит в наш нулевой регион А другим интерфейсом он смотрит в какой-то внешний домен маршетизации Что это может быть за внешний домен такой? Это может быть, например, интернет В котором бегает, например, BGP Протокол динамической маршетизации Вот этот роутер, который сидит на границе двух автономных систем Одна автономная система – это наша организация А вторая автономная система, условно говоря, это интернет И вот сидит он на границе И с помощью механизма, который называется Редистрибьюция маршрутов Он может какие-то маршруты, пришедшие по BGP Перекидывать в нашу SPF, в нашу сеть Либо, например, внешним доменом может быть какая-то дочерняя организация В которой будет бегать протоколы EGRP То есть другая какая-то дочерняя организация Будет другая автономная система Она находится под другим административным контролем И роутер, который сидит на границе Он может из маршрута, которые зародились в дочерней организации В протоколе EGRP Перекидывать в нашу автономную систему В нашу SPF Или наоборот Все вот эти вот типы роутеров мы будем с вами рассматривать От теории переходим к практике Сделаем новый проект Сделаем несколько роутеров Давайте сразу делать пустые роутеры Чтобы, если что, мы могли бы какие-то интерфейсы добавить Добавляем по два интерфейса на каждый из роутеров Соединяем Здесь они у нас все будут сидеть в одной канальной среде Вот эти все роутеры, видите, они у нас объединяются через свитч 10.0.1.1 Здесь 10.0.1.2 Раз они в одной канальной среде Значит они и в одной подсети тоже 10.0.1.3 Так, здесь все вот эти компьютеры будут находиться в разных подсетях 10.0.2.168.1.1.2 Допустим Вот это вот будет 2.2 Вот это вот будет 3.2 Вот это у нас будут IP-адреса самих компьютеров А найти интерфейсы Я здесь уже загромождать не буду Будет IP-адрес 10.0.2.168.1.1 Тут будет .2.1 А здесь будет .3.1 То есть это у нас будет IP-адрес основного шлюза Сейчас мне осталось повесить все IP-шники на все интерфейсы Ускорю данный процесс, так как вы уже с ним знакомы Не буду тратить ваше время Еще для того, чтобы не выкидывал из консоли Каждый раз я уже это ранее показывал Применим команду exec timeout И выставим 0 секунд 0 минут То есть время работы в консоли у нас будет не ограничено Применима Сохраним конфигурацию Пятый проект Динамическая муштизация OSPF Все, теперь мы с вами все настроили И готовы к настройке протокола динамической муштизации OSPF Open shortest path first Для начала, опять же, нужно убедиться в том Что если мы с этого компьютера попытаемся пропинговать Например, вот этот компьютер Вот получаем все то же самое Что destination host unreachable Нет маршрута Вот этот роутер не знает, как добраться до вот этой сети Через какой next hop Все то же самое, что и в предыдущем уроке Нам нужно, чтобы каждый роутер знал, как добраться до всех этих сетей Для этого нам и нужно включить эту муштизацию Как ее включать? Заходим, допустим, на вот этот первый роутер Confter Мы могли бы сейчас сделать роутер EGRP1 Зайти туда и анонсировать вот эту сеть И анонсировать вот эту сеть То же самое сделать на всех роутерах И оно бы у нас точно так же все бы заработало То есть ничего, абсолютно ничего нам сейчас не мешает здесь включить EGRP Но поскольку мы начинаем изучать OSPF Мы здесь вместо слова EGRP пишем OSPF В отличие от EGRP, этот номер не обязан совпадать на обоих роутерах Переходим в тот же самый контекст настройки роутера И точно так же анонсируем маршрут Network Пишем, что мы хотим, какую сеть мы хотим анонсировать В данном случае мы хотим анонсировать только вот эту вот нашу коннект-сетку По 000255 То есть по 24-й маске И в случае с EGRP нам этого было бы достаточно Нажав на Enter мы бы сделали анонс Но для OSPF этого недостаточно Мы должны указать регион За какой регион мы анонсируем вот эту подсеть Видите, спрашивает Сейчас мы с вами, пока не смотрим на то, что есть другие регионы Пока мы с вами будем работать с первым нулевым регионом Все наши роутеры обоими интерфейсами будут смотреть в ноль Вот это у нас все будет нулевой регион Я даже подпишу, что это будет нулевой регион Вот это все у нас нулевой регион И пишем тут RA0 И вот теперь данный анонс был принят И сейчас мы должны анонсировать вот эту вот служебную сеть Как вы помните, правило анонсирования гласит Что для того, чтобы динамическая маршрутизация работала Нужно анонсировать не только вот эти вот connected сетки За спинами роутеров Но и нужно анонсировать и сети По которым эти роутеры соединены В этом случае все три роутера у нас соединены По одной и той же сети Так на всякий случай Сейчас открою проект с EGRP Здесь у нас два роутера Тоже были соединены По одной и той же сети Просто здесь появился просто еще один роутер Поэтому мы добавили свитч А так все то же самое Так вторую сеть тоже анонсируем Это у нас будет 10.0 1.0 Тоже в нулевом регионе У нас здесь это называется Internal роутеры Они обоими интерфейсами смотрят в нулевой регион Здесь сделали, теперь здесь Enable Confter Роутер OSPF1 Network 10.2.168.2.0 По 0.0.0.2.5.5 Тоже RA 0 И вторую анонсируем служебную сетку Сейчас мы это сделаем В ней два роутера Сразу подружатся Через некоторое время Если этого не произойдет То нужно будет разъяснять А почему Но произошло Вот мы получили сообщение Что такой-то сосед По такому-то интерфейсу Был обнаружен И видите, написано Загрузка завершена Это он загружал вот эти вот LSA-ки Один загружал другому Другой загружал первому То есть информация о том Каким они видят мир Какие у них коннекты сетки А потом уже начала Происходить процедура Просчета всей вот этой топологии Построение карты Топологии И просчет кратчайшего маршрута Так остался нам Последний роутер Анонсировать Роутер OSPF1 Network 168.3.0 Маска И служебная сетка 10.0.1.0 Кстати, аутентификация По ключевым цепочкам У OSPF нет Это фишка У EGRP только Здесь тоже есть аутентификация Но цепочки ключей нету Можно только один ключ задать Он автоматически меняться не будет Так как это можно сделать Было в EGRP Но ничего, переживем Так Теперь нужно посмотреть На таблицу муштизации Вот, например, мы отсюда Не могли пропинговать Вот этот компьютер Посмотрим, что у нас С таблицей муштизации DUSHO IPROOT Ну вот, пожалуйста Вот у нас connected сетки И вот они Маршруты Которые к нам прибежали По OSPF Если помните У нас в случае с EGRP Стояла буковка D Рядом с маршрутом А здесь стоит буковка O Значит, маршрут прибежал По OSPF И вот все абсолютно то же самое Чтобы добраться до третьей сети Добраться до вот этой подсети Мы можем через нашего соседа А добраться до первой сети Мы можем через вот этого соседа Все работает И, конечно же, мы можем Теперь пропинговать нашего соседа Не соседа, а конечный узел Мы можем пропинговать То есть по такой базовой настройке Кроме указания региона Никаких отличий нету Вот что EGRP мы настраивали Что OSPF мы настраивали Все абсолютно то же самое Разница кроется в том, как Протокол работает внутри И как сетевой инженер Вам нужно это понимать И вы сможете решать Когда использовать EGRP А когда использовать OSPF В каких случаях какой Об этом еще чуть позже поговорим В общем, базово мы сделали Нулевой регион Вот это все Вот этот вот нулевой регион Теперь наша задача Сделать еще два региона И посмотреть, как они будут Между собой дружить и общаться Во-первых, нам нужен Вот этот вот пограничный роутер Сделаем его Он будет находиться здесь Покажем, что это у нас АБР роутер И сделаем для него Три интерфейса Раз, два, три Сразу соединим его С нулевым регионом И сделаем первый регион Это был нулевой Делаем первый Тоже у нас, допустим Здесь будет три роутера Находиться Будут они объединены Свечом Первый регион Будет соединяться С пограничным АБР роутером Также будут Конечные узлы Теперь самый главный вопрос Что же с подсетями Вот этот роутер Вот этим своим интерфейсом Должен находиться В той же самой Канальной среде А значит и в той же самой Подсети Что и вот эти роутеры Из нулевого региона Получается как Вот эта вот часть роутера Половина будет относиться К нулевому региону А вот эта часть роутера Второй интерфейс Будет относиться К первому региону А третий интерфейс Будет относиться К второму региону Так что у нас С подсетями В той же канальной среде Поэтому у нас последний был Третий Будет четвертый Здесь будет уже Другая канальная среда Здесь мы сделаем подсеть 10, 0, 2, 1 То есть делаем вторую подсеть И также вот эти роутеры тоже с этим интерфейсом Должны относиться тоже к той же самой канальной среде 2, 2, 2, 3 И 2, 4 То есть как вы видите Нулевой регион это одна канальная среда И вот этот интерфейс находится в той же канальной среде В той же подсети, что и нулевой регион А здесь то же самое Здесь по отношению вот к этой канальной среде Уже другая канальная среда Но все роутеры входящие в один регион Находят с этим роутером тоже в одной канальной среде Во второй подсети И эти у нас первые подсети Эти у нас во второй подсети Это что касается служебных сеток Что у нас под сетями компьютеров Ну если у нас здесь был 1, 2, 2, 2, 3, 2 То давайте здесь сделаем Ну для наглядности можно сделать 172, 20, допустим 1, 2 Здесь 172, 20, 2, 2 Чтобы прямо было видно, что это совершенно другая подсеть Соответственно вот эти мои IP-адреса На вот этих интерфейсах Эти интерфейсы будут являться основным шлюзом Для вот этих компьютеров Здесь будет 172, 20, 1, 1 Здесь 2, 1 Здесь 3, 1 Сейчас я перехожу к настройке интерфейсов Задача известная Поэтому я ускорю это видео Чтобы не тратить ваше время К слову сказать Если мы попытаемся Два разных интерфейса роутера Сделать в одной и той же подсети То это у нас не получится Нам роутер это сделать не даст Вот, например, я вот этот интерфейс Сделал во второй подсети И сейчас попробую сделать второй интерфейс В той же подсети 10, 0, 2, ну скажем 2 И маска Он говорит, что вот эта подсеть Пересекается с подсетью Которая установлена на этом интерфейсе Поэтому всегда правило гласит, что Два интерфейса у роутера Должны смотреть две разных подсети В две разных канальных среды Иначе это противоречило бы Всей сути роутера Потому что у роутера задача перекладывать Пакеты из одной канальной среды в другую Из одной подсети в другую Если бы два интерфейса роутера Имели бы одинаковую подсеть Одинаковую канальную среду С двух сторон То это был бы свитч, а не роутер Вся бы суть роутера потерялась Кстати говоря Так, здесь нету А если мы возьмем обычный роутер У него тут, видите, тоже есть модули Мы можем в роутер Вот, а швик как раз Должен быть модуль Видите порты, да? Мы можем их взять и поставить И что вы думаете? У нас теперь все У нас роутер с четырьмя портами Ничего подобного Это свитчевые порты Вот этот модуль, который мы поставили Этот модуль со свитчевыми портами Это все равно, что вот этот вот D-Link DR300 У него четыре порта свитчевых И только один роутерный порт То есть в оборудовании Cisco Тоже можно так сделать Сделать несколько роутерных портов Которые будут работать в роутерной логике Будут перекладывать пакеты Из одной канальной среды в другую И можно поставить свитчевый порт И тогда роутер будет Еще не только роутером, но и свитчем Мы можем как бы объединить функцию свитча И функцию роутера Мы могли бы вот этот вот свитч отсюда выкинуть Поставить сюда в этот роутер Вот такой вот свитчевый модуль И повключать в этот свитчевый модуль Вот эти вот все соединения И тогда бы у нас роутер выступал Не только в роли роутера, но и в роли свитча Это как D-Link DR300 У него тоже четыре порта свитчевых Он как свитч работает То есть и как роутер работает Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Конфигурирование последнего устройства завершено Сохраняем Понятно, что регионы не настраивали Динамическую муштизацию мы не включали Отсюда до сюда мы доберемся Отсюда до сюда мы не доберемся Посмотрим на таблицу муштизации Увидим, что роутер ничего не знает о сетях 172.20 Ничего про них не знает Переходим к конфигурированному сначала Вот этого вот АБР роутера Роутер УСПФ1 Нетворк Вот эту сеть мы анонсируем Для того, чтобы он подружился с другими роутерами В нулевом регионе 1.4 по маске перевернутой И куда вот эта сеть смотрит, которая мы анонсируем Она смотрит в нулевой регион Вот мы указываем Ставим вот так вот тут Вот эта сеть Когда мы анонсируем какую-то сеть То какой айпишник попадает под эту сеть Вот этот вот айпишник А на каком интерфейсе находится этот айпишник На вот этом интерфейсе Значит, когда мы анонсируем сеть То вот этот интерфейс Он попадает в анонс Так, теперь анонсируем вторую сеть И теперь мы указываем, что вот эта сеть У нас будет относиться к региону первому Все, настройка АБР на этом завершена То есть, как помните, у нас вот эти роутеры, которые находятся в одном и том же регионе Называются Internal роутеры У них все интерфейсы смотрели в один и тот же регион В нулевой А вот этот вот пограничный роутер У него один интерфейс смотрит в один регион А второй интерфейс смотрит в другой регион Проделываем то же самое Вот это у нас тоже будут Internal роутеры Все интерфейсы вот этих роутеров Они все будут смотреть в один и тот же первый регион Здесь все интерфейсы смотрят в один и тот же нулевой регион Здесь он находится на границе, он смотрит в два региона А вот эти вот тоже смотрят все в один свой регион Анонсировали Смотрим, что происходит с таблицей машетизации Опять же на вот этом роутере Вообще на любом из этих роутеров Вот раньше он ничего не знал о вот этих вот 172-х сетях А на десятки внимания не обращаем Это служебные сети, они нас не интересуют Они сделаны для того, чтобы роутеры могли соединяться друг с другом Нас интересует, как из одной пользовательской сети Добраться до другой пользовательской сети В которой другие пользователи сидят На это мы и обращаем наше внимание Show IP root Так, и пока почему-то никаких сетей мы тут не наблюдаем Странно Возможно, что это было сделано неправильно Так, что у нас с таблицей машетизации вот этого роутера? Так, до show IP root Они у нас получаются Друг с другом все дружат И каждый роутер знает про своих соседей в своем регионе Но почему-то не знает ничего про нулевой регион А нулевой регион не знает ничего про первый регион А bear роутер свою роль почему-то не выполняет Давайте разбираться почему Давайте смотреть здесь, что у нас Посмотрим, что у нас в running конфиге Do show run running config Какая у нас там конфигурация, касающаяся анонса сетей Может быть, неправильно анонсировали эти сети? Вот, раздел, отвечающий за анонс Первая сеть анонсирована по нулевому региону Вторая сеть анонсирована по первому региону Смотрим два региона Все совершенно верно Что у нас по поводу соседей? Ну, show IP Neighbor Так, три соседа вот этих вот И три соседа вот этих вот Интересно, по какой же причине не получается Соединить вот эту сеть с этой сетью? Почему один регион не видит сети из другого региона? Мы с вами анонсировали все правильно Вся IPDSA указали правильно Дело в том, что у нас здесь выстроено неправильное взаимодействие Между вот этими всеми роутерами Вспоминаем, что когда все роутеры только просыпаются Они друг с другом начинают процесс обмена LSA-сообщениями В LSA-сообщениях содержится информация о том, какие connected-сетки они знают Проснулся вот этот роутер Посмотрел, какие у него connected-сетки Сформировал LSA-сообщения И послал другому роутеру Этот тоже сформировал И тоже послал другому роутеру И вот на картинке видим, что они все между собой обмениваются LSA-сообщениями Все дело в том, что это не совсем так Для экономии трафика в сети сделана система взаимодействия На самом деле, они вот эти вот LSA-сообщения посылают не каждый на каждого То есть, по идее, чисто логически осуждая Посмотря на эту схему, становится понятно Что вот этот вот посылает вот этому Этот посылает вот этому Этот вот этому Этот вот этому Все они друг другу посылают И получается как бы логическая схема full mesh Каждый на каждого Но на самом деле это не совсем так Они обмениваются вот этими LSA-сообщениями Через один главный роутер Такой главный роутер называется DR-роутер Как только все роутеры просыпаются Прежде чем начать обмен вот этими LSA Они проводят выборы Election В результате которых выбираются главный DR-роутер Например, они посчитали и выбрали вот этот роутер Посчитали, что вот этот роутер будет главным После того, как они выбрали главного DR-роутера Каждый из роутеров в пределах одной канальной среды Посылает LSA-сообщения Не друг другу, не каждый на каждого Посылает эти LSA-сообщения К главному роутеру А уже главный роутер Вот эти вот LSA-сообщения Всем раскидывает Эта схема сделана для экономии трафика в сети Опять же, представьте У нас не 4 роутера, а 100 И получается, что каждый раз Когда будет происходить какое-то изменение в топологии Какая-то сетка будет падать Либо какая-то сетка будет подниматься Будет генерироваться Огромное количество трафика Состоящего из вот этих вот LSA-сообщений Каждый на каждого Посылал бы вот эти вот LSA-сообщения И чтобы этого избежать Все роутеры LSA-сообщения направляют на главный роутер А главный роутер уже Раскидывает Все вот эти LSA своим соседям Такое происходит только Когда, как в нашем случае Несколько роутеров В данном случае 4 штуки Находятся в одной канальной среде Вот они у нас объединены свечом Они у нас все в одной и той же подсети И все в одной канальной среде Если, например, у нас будет такая схема Что роутеры смотрят друг на друга То в этом случае уже им Нет необходимости выбирать Какой-то главный роутер Потому что их здесь только два Они могут просто друг с другом Обмениваться этими LSA и все Когда такая схема В одной канале среди нескольких роутеров Им приходится выбирать главный роутер В чем наша проблема здесь заключается Что здесь был автоматически выбран Неправильный DR Не тот DR В такой сети, когда есть пограничный роутер DR должен выбираться Именно пограничный роутер Пограничный роутер, который смотрит Сразу на два региона Должен являться DR главным Все роутеры должны вот этому роутеру Кидать вот эти сообщения LSA Он их должен раскидывать И то же самое по отношению к первому региону Все роутеры должны кидать LSA ему А он уже должен эту информацию переваривать И раскидывать во-первых Вот этим всем А во-вторых И вот в эту сторону Если у нас, например, DR выбран Вот этот вот роутер Что у нас получается? У нас все другие роутеры Эти LSA сообщения Кинули ему И он уже Поскольку это internal роутер Он смотрит только в один регион Он не может вот эти LSA сообщения Раскидать вот этим роутером Поэтому так и получается Что LSA, содержащий информацию Об этих сетях Не доходит до вот этих всех роутеров А если DR будет выбран Пограничный роутер Находящийся на границе двух регионов То тогда все LSA будут кинуты ему Но это только в Cisco Packet Tracer При использовании реального оборудования DR может становиться любой роутер Как же нам заставить Вот этот роутер Стать главным Стать DR Для начала посмотрим Кто у нас сейчас DR Сделать это можно по таблице соседей Show IP OSPF Neighbors И вот мы видим Кто у нас DR А кто у нас не DR В данном случае DR У нас является роутер с IP 10.0.1.3 Вот он То есть у нас сейчас DR Вот этот роутер Поэтому у нас ничего и не работает А DR должен стать вот этот роутер Для того, чтобы этот роутер стал DR Нужно изменить его приоритет Если приоритет этот роутер станет больше Чем приоритет других роутеров То тогда он станет DR Вот он приоритет соседей По умолчанию приоритета равен единице Все роутеры просыпаются Которые с коробки С приоритетом равным единице Сейчас, когда мы у этого роутера Сделаем приоритет 100 Все другие роутеры Поймут, что у этого роутера Приоритет больше И выберут его DR Приоритет назначается за регион Не за роутер, а за регион Для того, чтобы приоритет назначить за регион Приоритет нужно назначить за интерфейс Смотреть, чем нужен нам регион Enable Confter Fast Ethernet 9.0 И даем команду IP OSPF Priority Поставим приоритет 100 Сделали То же самое нам нужно сделать И по отношению к этому региону Чтобы вот эти роутеры Тоже считали вот этот роутер DR Для этого нужно перейти к редактированию Вот этого интерфейса Смотрящего в первый регион И сделать ровным счетом то же самое За этот регион должен назначить приоритет 100 Но это еще не все После этого нам нужно перезагрузить процесс OSPF Движок OSPF на роутере На всех причем роутерах Для того, чтобы они произвели перевыборы Как перезагрузить? Даем команду Не в конфиге, а просто Clear IP OSPF Process Нажимаем Enter И подтверждаем У нас сейчас, как вы видите Произошла перезагрузка Посмотрим, что стало с соседями Как только мы перезагрузили вот этот роутер Все другие роутеры Произвели перевыборы И как видите У нас теперь роутер с IPшником 1.4 Стал DR И приоритет у него 100 То был приоритет такой же, как и у всех Один То теперь DR стал тот, который нам нужен И приоритет показывается уже 100 То же самое можно сделать И посмотреть с этой стороны Касательно региона первого Тоже видим, что DR стал роутер с приоритетом 100 И IP адресом 10.0.2.1 То есть тот роутер, который нам нужен И вот эти роутеры Внутри первого региона Находящиеся считают его главным И вот эти тоже его считают главным DR Подпишем, что это у нас не просто АБР, находящийся на границе двух регионов Но еще и самый главный DR Теперь можно посмотреть, что случилось С таблицей маршрутизации Show IP Road И вот мы видим, что по OSPF нам прибежали Вот этот роутер теперь видит Вот эти все в сети Чего ранее не происходило Также прошу вас обратить внимание На пометку IA Она означает, что маршруты, которые были получены по OSPF Зародились в другом регионе То есть те маршруты, которые зародились в том же регионе В котором находится сам роутер Помечаются просто буквой O А те маршруты, которые зародились в другом регионе И пришли через пограничный роутер Помечаются как InterArea А вот эти его маршруты Которые зародились в том же самом регионе Где он сам находится Называются InterArea маршруты Здесь это не обозначено В результате теперь мы можем с этого компьютера Достучаться до сети В которой находится вот этот компьютер 172.21.2 Все работает и как видите Если вот этому роутеру нужно кинуть пакет вот в эту сеть То он ее кинет кому? Правильно, на свой АБР На пограничный роутер Как я уже ранее говорил Здесь в первом регионе каждый роутер по-честному просчитывает топологию Строит карту топологии, просчитывает кратчайший маршрут Каждый роутер знает, какие коннекты от сетки у всех своих соседей В этом регионе абсолютно то же самое Но вот эти вот роутеры ничего не знают о коннектах сетях Не знают никаких кратчайших маршрутов о роутерах, которые в первом регионе Делается для экономии ресурсов и для ускорения работы сети Это у нас здесь 3 роутера, а у нас их может быть 200 Вот мы 100 роутеров посадили в один регион, где честно просчитывается топология Посадили других 100 роутеров в другой регион, где по-честному просчитывается топология А между ними работает АБР Если вот этому роутеру надо достучаться до вот этой сети Он ничего не знает о том, как устроен этот регион Какие там коннекции сетки То он просто кидает пакет на пограничный роутер А пограничный роутер уже этот пакет маршрутизирует Пограничный роутер он сам по себе Он все это знает Знает как устроена эта сеть Но внутренний роутер конкретно в регион Не знает о том, как устроена соседняя сеть Он знает только как устроена его своя Собственная сеть Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание Вот таблица соседей, которую мы вызывали Здесь показываются ip-адреса Здесь показывается В течение какого времени мы не получали hello пакет от соседа. Получается, каждые 39 секунд HelloPacket приходит. Ну да ладно. Показывает, что такой сосед. DR или не DR. И показывается Neighbor ID. То есть, показывается некий ID. Что это за ID такой? На самом деле, ID это никакой не IP-адрес, как здесь указывается. А это просто 32-битовое число. Это просто идентификатор роутера. Когда роутер только просыпается, загружается, он автоматически придумывает себе вот это вот Neighbor ID. И вот это вот Neighbor ID, он берет с интерфейс, у которого самый большой IP-адрес. Например, просыпается вот этот роутер и думает, какой же мне ID для себя придумать? Какой у меня будет идентификатор? И берет самый большой IP-адрес, который у него только есть. В данном случае, самый большой IP-адрес будет у него на этом интерфейсе и будет 172.21.1. Если мы дадим команду show ipo.spf просто без параметров, то мы можем посмотреть, какой ID конкретный роутер себе придумал. Он его взял с этого интерфейса. Это просто число. Это никакой не IP-адрес. Это просто идентификатор. И вот когда смотришь на такую таблицу соседей, непонятно, кто есть кто. Для того, чтобы это было более понятно, нужно задать вручную вот эти вот neighbor ID. Ну, не neighbor ID, а просто ID для каждого роутера. Нужно задать вручную. Делать это с помощью команды router ID. Заходим в confter, заходим в роутеру spf1 и даем команду router ID и придумываем любое 32-битное число. Любое. Хорошим тоном считается для DR, для самого главного, делать самый большой ID. Давайте для нашего DR сделаем 20-20. 20-20. Это, повторяю еще раз, не IP-адрес, а просто число. И для того, чтобы теперь новый вот этот ID вступил в силу, нам опять нужно выполнить clear IP OSPF процесс. Подпишем, что это у нас ID 20-20-20-20. Теперь поступим аналогично со всеми другими роутерами. Для вот этого роутера сделаем ID 1.1.1. Для этого роутера сделаем ID 2.2.2.2.2. Для этого роутера сделаем ID 3.3.3.3.3. После того, как мы для всех роутеров в этом регионе поменяли ID-шники, посмотрим, что стало с таблицей соседей. Напоминаю, что было вот так вот, что там, кто есть кто, было непонятно. И как видите, теперь вот эти цифры привели вполне понятный вид. Теперь мы можем не обращать внимания ни на какие IP-адреса, и стало все намного более удобно. Мы смотрим, что кто у нас DR. DR у нас 20-20-20-20. Вот у нас подписано, что у нас 20-20-20-20. То же самое сделаем мы для второго региона. Здесь придумаем, у нас последнее было 3.3.3. Пускай будет 4.4.4.4. Это будет 5.5.5. Это будет 6.6.6. В отличие от приоритета, ID 1 означается не за регион, а за сам роутер. Также прошу обратить ваше внимание, что теперь, когда устанавливается взаимодействие, соседство между роутерами, и появляется такое сообщение, благодаря нормальному адекватному neighbor ID, мы сразу видим, с кем это с таким было установлено это соседство. 5.5.5 значит вот с этим. Он у нас подписан. Кстати, та же самая команда есть в EGRP тоже. EGRP тоже можно установить роутер ID. Но в случае с EGRP там это не имеет никакого смысла. Поэтому в теме про EGRP я не рассказывал про этот момент. Мы можем сделать роутер EGRP1. Вот, тут чуть-чуть по-другому. Здесь в SPF мы прям сразу пишем роутер ID после того, как в контекст вошли. А в EGRP, после того, как мы вошли в контекст, нужно еще написать EGRP сначала, а потом уже устанавливать роутер ID. На что еще влияет этот роутер ID? Когда неустановлены приоритеты, как мы здесь сделали, выставили приоритет 100, то ID влияет на то, кто будет выбран DR-ом, кто будет выбран главным роутером. Тот, у кого больше будет ID, тот и станет DR-ом. По умолчанию, как я уже сказал, ID роутер придумывают все сами и берут его с самого большого IP-адреса. Вот если на интерфейсе, например, стоит IP, адрес 172.20.1.2, из всех интерфейсов, которые он видит, вот этот IP-адрес самый большой, он его просто копирует, и роутер ID делает точно таким же, как вот этот IP-адрес. При этом роутер ID не является IP-адресом, а просто 32-битное число похоже на IP-адрес. Поскольку в EGRP нету понятий DR и не DR, то там мы механизм с роутера ID не рассматривали. Мы с вами посмотрели, что есть DR, но кроме DR-ов есть еще BDR, есть еще DR-азер. Что такое BDR? BDR – это запасной DR. То есть BDR – это тот, кто сразу же станет DR-ом, если основной DR по каким-то причинам станет недоступен. Например, если мы сейчас вот этот роутер выключим, отсюда уберем, DR-ом станет BDR. Есть еще также DR-азер. DR-азер – это такой роутер, который не является ни DR-ом, ни BDR, никакой, к которому не направляются никакие LSA-ки. Значит, если вдруг случится такое, что и DR станет недоступным, и BDR станет недоступным, а останутся только DR-азеры, то тогда роутеры произведут выборы, и на основании того, у кого вот этот ID больше, тот станет DR-ом. Но когда DR и BDR живы, вот эти вот не участвуют. Кроме того, что показываются DR и DR-азер, есть еще состояние взаимодействия. Состояние взаимодействия full и состояние взаимодействия two-way. Мы еще вернемся к этой теме, будем рассматривать другие состояния. Но такие состояния происходят, когда уже сеть настроена и все работает. Вот этот вот роутер, на котором мы смотрим, имеет полное full взаимодействие с DR-ом. То есть вот с этим. Полное взаимодействие с ним. Что означает полное взаимодействие? Это означает то, что ему посылаются LSA. Для BDR тоже указано взаимодействие full, и ему тоже роутер посылает все LSA. DR после того, как от этих всех получат вот эти LSA, он их начнет другим расхидывать. По BDR, поскольку он запасной, он их будет просто накапливать, но раскидывать он их не будет другим. Что касается взаимодействия типа two-way. Это тип взаимодействия two-way, который показывает, что два роутера просто находятся друг с другом в соседских отношениях. Например, наш вот этот роутер с этим роутером, вот он, имеет отношение two-way. То есть они просто в соседских отношениях, они друг друга видят, но LSA-ками они не обмениваются. Они обмениваются только с DR-ом и с BDR-ом. И если мы посмотрим с другой стороны, вот с этой стороны, то мы увидим душу IP OSPF Neighbors. Мы увидим, что для вот этого роутера DR по-прежнему вот этот роутер. BDR здесь не показывается, потому что он сам является BDR. А с двумя другими, вот с этим и вот с этим, вот эти два роутера просто в соседские отношения. Свои LSA-ки он посылает только DR-у. Вот это свои LSA-ки посылают DR-у и BDR-у. BDR их просто накапливает, что если бы вот этот роутер сдохнет, то быстро перехватить его функции. А вот это не просто накапливает, но и когда от всех роутеров получают вот эти LSA-ки, он их потом всем раскидывает. Чтобы вот этот роутер знал, какие коннекции сети у этого роутера. Если мы посмотрим на ABR, который на границе, то здесь мы увидим, что у нас два BDR-а. Почему два BDR-а? Потому что один BDR у нас за один регион, вот он 3-3-3. А второй BDR, вот он 6-6-6, вот он, кто стал у нас BDR-ом. Это за второй регион. И как видите, у DR-а здесь DR не показывается, потому что он сам DR, причем за два региона. У DR-а со всеми, даже с DR-азером, у него взаимоотношение Full. Потому что он DR, он всем раскидывает эти LSA-ки. BDR-ом выбирается роутер с чуть меньшим приоритетом, чем у DR-а. Например, если мы хотим переназначить роль BDR-а с этого роутера на вот этот, например, то здесь мы можем, например, сделать приоритет 90. У этих вот 100, у этого будет 90. Значит, это будет DR, а это станет BDR-ом. Если мы вдруг вообще не хотим, чтобы роутер участвовал в выборах ни DR-а, ни BDR-а, это может быть нужно, например, Frame Relay. Там может быть такая ситуация, когда один роутер на другого смотрит, первый на третьего смотрит, третий на второго смотрит, а второй на первого не смотрит. И в таких ситуациях иногда бывает нужно, чтобы какой-то определенный роутер никогда не выбирался ни DR-ом, ни BDR-ом. В этом случае мы установим приоритет для этого роутера 0. С нулевым приоритетом он не будет выбираться ни DR-ом, ни BDR-ом. Нам нужно сделать последний второй регион, но по счету он будет третьим. А так он будет вторым, потому что это нулевое, это первое, а это будет второй. Именно для этой цели мы здесь сделали три интерфейса. Этот заняли, этот заняли и займем еще один. Забыл подписать, что это у нас BDR. Так, все абсолютно то же самое. Так, тут тоже три роутера, так же. Это у нас будет ARA2. Как я и BDR-сану, все очень просто. Была вторая сетка, делаем третью сетку. Для второго региона, здесь было 172.20, сделаем 172.16. Продолжение следует... Продолжение следует... Настроили все интерфейсы. Кстати, вот этот вот ABR-роутер, можно его переименовать. Who's name? ABR назвать его. И вот он у нас стал ABR. Так, нужно анонсировать вот эту сеть. Подружиться со вторым регионом. Network 10.0.3.1, 3.0.2.5.5, ARA2. То есть три интерфейса у пограничного роутера. Один с нулевого региона, второй с первого региона. И третий интерфейс сможет на третий регион. И вот эту сеть анонсируем за второй регион. Здесь сейчас покажу, например, одного роутера. Это у нас такой же internal роутер. Все интерфейсы будут смотреть во второй регион. Для того, чтобы не заморачиваться, может делать проще. Роутер USPF1. Network. 0, 0, 0, 0. По маске 2, 5, 5, 2, 5, 5. 2, 5, 5. То есть анонсировать вообще все сети. Второй регион. В принципе, анонсировалось. То есть мы вот этой командой и вот эту служебную сетку анонсировали. И вот эту служебную сетку тоже анонсировали. Во второй регион. Здесь так делать нельзя. Потому что здесь нужно указать, какую сеть в первой. Какую сеть в нулевой. Какую сеть во второй. Так, на втором роутере то же самое. И на третьем роутере то же самое. Так, посмотрим, кого они выбрали DRM. Душу IP, USPF, NAIP. Ну, конечно же, вот этого. Потому что он по приоритету. Так, а мы у этого приоритета за этот интерфейс еще не меняли. Но зато у него ID-шник большой. Может быть, он по ID-шнику находится. Да, тогда действительно DRM стал вот этот вот роутер. BDRM стал, видимо, вот этот вот роутер, который мы смотрим. Потому что не показывается. Да, и у BDR, так же, как и у DR. Со всеми взаимодействия FULL. Так, все-таки для надежности мы укажем приоритет. Интерфейс FAS Ethernet 7.0. IP, USPF, Priority. Поменяем всем тоже Neighbor ID. Пускай это будет ID 7777. Здесь ID будет 888. А здесь ID будет 9999. Надо было сначала поменять ID, а потом уже анонсировать сети. Но для этого пришлось бы делать перезагрузку. Посмотрим, что теперь знает вот этот роутер про второй регион. Show IP root так. Как мы видим, этот роутер знает про сети, зародившиеся во втором регионе. Знает про сети, зародившиеся в первом регионе. И, конечно же, знает про сети обычные, которые зародились в его регионе. Как еще можно работать вот с этой таблицей? Как видите, здесь есть сети, которые пришли по OSPF. А есть Connected сети. Мы можем вывести таблицу маршрутов, указав тип сетей, которые мы хотим посмотреть. Для этого Show IP root. Не просто IP root. А указать, что, например, мы хотим посмотреть только статические маршруты. Мы пишем статик. Статических маршрутов у нас нету, поэтому в таблице не выводится. Или же хотим посмотреть только Connected сети. Мы пишем Show IP root Connected. И вот она выводится, точно такая же таблица. Но тут показываются только Connected сетки. И также мы можем посмотреть только за OSPF. У нас без других типов маршрутов можно вывести информацию за OSPF. А если у нас запущено несколько экземпляров OSPF на одном роутере. То есть один роутер OSPF, два роутера OSPF, три роутера OSPF. Все они работают в каких-то разных логиках. Мы можем указать, за какой именно процесс мы хотим вывести. Вот за первый процесс выводится все то же самое. Второго процесса нету, ничего не выводится. Так, что знает, например, вот этот роутер о сетях Show IP root? Так, знает он про сети, которые зародились в его регионе. С буковкой O, видите, пришли. Знает про сети, которые в первом регионе остаются. Они для него с пометкой EA, потому что для него эти сети уже InterArea. И знает про сети 172.20. Они для него тоже InterArea. Но здесь то же самое, абсолютно то же самое. Ну, его сети для него InterArea, то есть зародившиеся в его регионе. А все другие сети для него InterArea. Так, где же я тут накосячился IP-адресами-то? Сейчас посмотрим. DoShow IP Int Brief. Вот оно. Поменяем. Int FastEthernet 0.0. IP-адрес. Эта команда заменит старый IP-адрес. Так, заменила. Давайте попробуем достучаться, например, с этого компьютера на этот компьютер. Пинк 192.168.2.2. Сразу ответики пошли. Все работает. А можно посмотреть, как пакеты бегают. Вот он пошел, пошел. Передан на роутер. И дошел сюда. Это был ICMP Echo Request. И отправляется ICMP Echo Reply. Как только Reply доходит до компьютера этого, мы получаем вот эту строчку. Даже TTL указывается. Все. Базовую настройку мы выполнили. И познакомились с регионами. Познакомились с понятием DR и BDR. Посмотрели, как работают протоколы класса LinkState. Чем они отличаются от Distance Vector. Это мы с вами посмотрели. Теперь идем дальше. Как мы уже знаем, роутеры для того, чтобы рассказать о своих connected сетях, формируют служебные сообщения, которые называются LSA. Они все кидают на BDR и DR, а уже DR. Их дублируют на другие роутеры. LSA бывает нескольких типов. Начнем с первого и второго типа. Здесь у нас на картинке представлен регион первый и регион нулевой. Сообщения LSA первого и второго типа распространяются только в пределах своего региона. От одного роутера до другого. Вот здесь бегают LSA первого и второго типа. И здесь они тоже бегают. Они не могут от этого роутера через пограничный роутер попасть на другой роутер в другом регионе. То есть они только в пределах своего региона. Вот первый тип это как раз тот тип, в котором и содержится информация о Connected в сетях, которую знает роутер. С помощью них каждый роутер внутри региона детально знает, как устроена его сеть. В первом они формируются и точно так же во втором они формируются. Кроме первого типа существует второй тип, LSA второго типа, точно так же живет, только в пределах какого-то одного региона, и она используется как вспомогательная для первого типа. Дело в том, что LSA второго типа используется в случаях, когда в одной канальной среде присутствует больше, чем два роутера. Это как раз наш случай, когда в одной канальной среде у нас сразу четыре роутера. И вот LSA второго типа помогает строить карту сети. LSA второго типа формирует DR, главный роутер. Тот роутер, который был выбран в качестве DR, только он формирует. И вот эта LSA второго типа, она помогает всем остальным роутерам построить карту сети. Потому что когда в одной канальной среде только два роутера, они обменялись LSA первого типа, и им сразу становится понятно, кто как на кого смотрит. Когда же их не только два, а большее количество, им становится не совсем понятно, кто на кого смотрит. И тогда на помощь приходит DR, которого они выбрали, и он формирует LSA-ку второго типа, который тоже работает только в пределах одного региона. LSA-ка первого типа называется роутер LSA, а второго типа называется network LSA. LSA-ка третьего типа. Это как раз та LSA-ка, которая может уже передаваться между двумя регионами. И она несет информацию о маршрутах, в которые, например, зародились регион 0, она информацию об этих маршрутах несет в регион 1 и наоборот. То есть у нас вот этот LSA-ка первого и второго типа обменялась информацией с другими роутерами в этом регионе и построил карту сети. И с помощью LSA-ка третьего типа LSA-ка присылает сети, которые зародились в первом регионе, в нулевой регион. Несмотря на то, что LSA-ка третьего типа называется summary, то есть суммарка по-русски, никакого отношения к суммализации маршрутов данное название не имеет. Просто так называется. Грубо говоря, как бы пограничный роутер берет как бы суммарную информацию о всех сетях, которые зародились здесь, и передает сюда. Я уже неоднократно говорил, что когда мы делим сеть на регионы, в первом регионе все роутеры полноценно считают кратчайшие пути и строят топологию. Во втором регионе происходит то же самое, но первый регион ничего не знает о том, как устроена сеть во втором регионе. А топология просчитывается вот так вот детально, только в пределах какого-то одного региона. И чтобы первый регион все-таки знал о существовании каких-то сетей, не как они конкретно устроены, а просто о их существовании, вот этот TBR формирует LSA-ку третьего типа и рассказывает ему про это. Кстати говоря, вот TBR, он, в отличие от внутренних роутеров, он детально знает о том, как устроена сеть за каждый регион. В нашем случае наш TBR знает детально и просчитывает топологию, как устроена вот эта сеть, он знает, как устроена вот эта сеть и даже как вот эта сеть. Поэтому TBR должны быть роутеры с повышенной производительностью, потому что вот эти все роутеры считают топологию только за свой регион, а вот эти тоже только за свой, и эти за свой. А это считает топологию за все регионы. На пограничный роутер всегда повышенная нагрузка, так что учитывайте это. Особенно если вы разделили сеть на регионы, не потому что это прикольно, а потому что действительно у вас начала тормозить сеть, из-за того, что был один большой регион, и роутеру приходилось выполнять слишком много математических операций, когда он выполнял просчет. Если вы разделили сеть на регионы по этой причине, то тогда обращайте внимание на то, что BR роутер должен быть мощнее, чем внутренние роутеры, internal роутера. Есть LSE-ки пятого типа. LSE-ки пятого типа формируются ASBR роутерами, и они живут только в пределах своего региона. Напомню вам, что такое ASBR роутер. Это такой роутер, который сидит на границе двух автономных систем. Нашей автономной системы и каким-то внешним доменом маршрутизации. То есть, это тот роутер, на котором происходит редистрибьюция. Например, здесь какая-то сеть, и в ней есть какие-то маршруты, полученные по протоколу EGRP. Вот роутер может выполнить редистрибьюцию, то есть проброс маршрутов, то есть брос маршрутов, полученных по EGRP в OSPF. И тогда информация о таком маршруте будет распространяться с помощью LSE-ки пятого типа. Поскольку LSE-ки пятого типа не передается между регионами, то для того, чтобы все-таки передать вот эту маршрутную информацию, полученную от другого внешнего источника между регионами, приходит на помощь LSE-ки четвертого типа. Получается, что ASBR сформировал вот эту LSE-ку пятого типа, и он знает, как добраться до АБРа по LSE-кам первого и второго типа. По маршрутной информации, полученной в LSE-ках первого и второго типа. И он направляет вот эту вот LSE-ку пятого типа на пограничный роутер. А пограничный роутер формирует LSE-ку четвертого типа, который рассказывает всем другим роутерам о существовании вот этой вот сети отсюда. И так оно и работает. Есть специальная команда showip.ospf.database. И вам здесь показывается, что вот здесь у нас в этом регионе бегают LSE-ки первого и второго типа. Первого типа это основные. Они рассказывают о Connected-сетях. Второго типа формирует DR. Он формирует LSE-ку второго типа и для нулевого региона, и для первого, и для второго. Между регионами бегают LSE-ки третьего типа. LSE-ки четвертого и пятого типов мы с вами тоже будем создавать, когда будем делать редистрибьюцию маршрутов в этом уроке. Если мы посмотрим на таблицу маршрутизации, вот они маршруты, которые мы получили в пределах нашего региона. Они помечены просто буквой O. Это как раз те маршруты, которые мы получили по LSE-кам первого типа. А вот маршруты Inter-Area это те маршруты, которые мы как раз и получили от TBR по LSE-ке третьего типа. LSE-ка четвертого и пятого типа не показываются у нас, потому что нет у нас редистрибьюченных маршрутов. Но если такие будут, то к букве O будет добавлен либо E1, либо E2. Это внешний маршрут типа 1 и внешний маршрут типа 2. К отличию мы еще вернемся, когда будем заниматься редистрибьюченными маршрутами. Что касается LSE-ек других типов, которые здесь на картинке не представлены. Мы рассмотрели вот эти вот все основные пять типов. Если вы будете сдавать экзамен, то вас будут спрашивать все вот эти вот пять типов. Вы должны будете хорошо понимать, как они работают и для чего какой тип предназначается. Что касается других типов, например, LSE-ка шестого типа, предполагалось, что это будет служебная LSE-ка, работающая с мультикастом. Но вендоры не реализовали эту возможность, поэтому нет такого приложения на роутерах, которое могло бы сформировать LSE-ку шестого типа. Оно не используется. LSE-ка седьмого типа используется при работе со стаба регионами. Когда мы будем работать со стаба регионами, мы вернемся к LSE-ке седьмого типа. Дальше у нас идут уже служебные LSE-ки, которые несут в себе маршрутную информацию. Вот, например, первый, второй, третий, четвертый, пятый и седьмой. Они несут в себе какую-то маршрутную информацию. Первый тип несет информацию о connected сетях каждого роутера. Третий тип несет список сетей, доступных за другой регион. А вот мультикастовый SPF, служебные сообщения, которые вообще не используются. Восьмой тип – это тоже служебный LSE, которые не несут в себе никакую маршрутную информацию, а просто передают link local address, который используется в протоколе IPv6. Девятый, десятый и одиннадцатый – тоже служебные типы. Они ставят в соответствии список префиксов IPv6, и работают они только в пределах своего региона. Ну, то есть, вот эти вот восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый относятся к IPv6-ым сетям. И, в принципе, нам, как системным администраторам, достаточно понимать вот эти все основные типы. Ну, еще и седьмой, который мы потом будем рассматривать. Они нам позволяют понимать, как работает OSPF и грамотно его настраивать. Остальные все служебные. Давайте посмотрим на эти LSE, как они выглядят. И вам здесь показывается список всех LSE, которые получил вот этот роутер, на который мы смотрим. Вот это роутер LinkStates, это LSE-ки первого типа, NetLinkStates, это LSE-ки второго типа, которые DR формирует. И вот это вот, суммарки, это LSE-ки третьего типа. Вот, начнем с LSE-ки первого типа. Здесь название LSE-ки совпадает с роутером ID, который ее нам прислал. И вот мы видим, что LSE-ка первого типа с названием 111 пришла от роутера с ID 111. И вот он. То есть, это наша собственная LSE-ка, которую мы сформировали. Дальше вот вторая LSE-ка 2020-20, она пришла вот от этого роутера. Также мы получили LSE-ку от вот этого роутера и от вот этого роутера. То есть, у нас есть LSE-ки от всех наших соседей в нашем регионе. На самом деле, здесь вот так показывается, что якобы роутер такой нам ее прислал. На самом деле, сначала она была перекинута на DR, а потом DR уже всем разослал. Здесь это не отображается, здесь показывается, что как бы изначально ее сформировали. Вот LSE-ка второго типа, она всегда только одна, которая вот эта вспомогательная помогает роутерам строить карту топологии. И вот ее всегда присылает DR. И вот мы видим, что этот DR ее нам прислал. Называется она вот так вот. То есть, здесь уже название не совпадает с тем роутером, который ее нам прислал. И LSE-ка третьего типа, который передается между регионами, которые вот в этот регион рассказывают о сетях, которые есть в этом регионе. И вот как раз мы это и наблюдаем. Мы сейчас смотрим на вот этот роутер. И мы видим, что ABR роутер, вот этот вот, прислал нам вот эти все сети. Он нам прислал 20-е сети, видите, 16-е. И служебные тоже прислал. То есть, за каждую сеть формируется суммарная LSE-ка с названием той сети, которую она содержит. В данном случае, вот эта, например, LSE-ка называется 172.20.1.0. При этом она содержит в себе маршрут сети 172.20.1.0. Вот эти все сети в каждой LSE-ке через пограничный роутер рассказываются в наш регион. Мы можем заказать отдельный вывод по каждой LSE-ке и посмотреть, что она в себе содержит. Для этого даем точно такую же команду, database, указываем роутер и пишем название LSE-ки. Например, будет 2222. Такая команда сработает на реальном роутере Cisco. В Packet Tracer, к сожалению, она не сработает. За конкретную LSE-ку мы не можем вывести информацию. Но зато в Packet Tracer мы можем вывести информацию о содержании всех LSE-ек. Итак, вот эта первая LSE-ка, нажимаем на Enter, вот она. Вот вся информация по LSE-ке, которую нам прислал вот этот вот роутер. И вот мы можем посмотреть, какое количество линков видит роутер, который прислал вот эту LSE-ку. Он видит два. Вот он линк и вот он линк. Показывается интерфейс роутера, через который вот этот роутер узнал эту LSE-ку. Дальше рассказывается о сети, которая находится за спиной у этого роутера, который прислал вот эту LSE-ку. В данном случае, что у него с 2.168.2.0. Да, действительно, так оно и есть. То есть в этой LSE-ке рассказано как раз все, какие сети, все вот эти вот connected-сети. С помощью LSE-ки рассказывают. И вот можно посмотреть 3.3.3, LSE-ку и так далее. Также можно посмотреть вот на этом роутере, что здесь творится с LSE-ками. Их тут будет значительно больше. ShowIP, OSPF, Database. Почему их значительно больше? Потому что он сидит на границе регионов и он знает все LSE-ки за каждый регион. За нулевой регион. Он знает LSE-ку. Он знает LSE-ку второго типа. И суммарную знает, которую сам и формирует в итоге. Дальше. То же самое и за первый регион. То же самое и за второй регион. Было бы 10, он бы знал бы их за 10. Но если бы регионов, например, было бы 10 и в каждом было бы по 100 роутеров, то он задымился бы и бомбанул. Так много регионов на один роутер вешать не надо. Если у вас много регионов, то тогда используйте несколько BR роутеров. Например, два региона с нулем соединили одним роутером, а регион, скажем там, третий и четвертый с нулем соединили вторым роутером для уменьшения нагрузки. Все, с LSE-ками мы с вами разобрались. ShowIP, OSPF, Database. Тут еще есть дополнительное. Вот мы с вами писали команду роутер, чтобы заглянуть в самые недра вот этой LSE-ки, как она устроена. Также можно посмотреть отдельный тип LSE-ек. Например, мы не хотим вот эту всю таблицу, а мы хотим только суммарки посмотреть. То есть только LSE-ки третьего типа. Мы говорим summary, суммарки. И вот показывает все суммарки. Но он их показывает нам не таблицей, а видите детально. Такая-то LSE-ка, такие-то сети содержат и так далее. Разобрались с понятием LSE. Хорошо. Но LSE- это не пакет. LSE- это лишь информация о сети, которая затем помещается в соответствующий пакет. Пакет называется не LSE, а по-другому. Сейчас мы с вами рассмотрим схему обмена пакетами в протоколе OSPF и детально рассмотрим механизм установления соседства между двумя роутерами. Вспоминаем, как это было в EGRP. У нас первый роутер второму роутеру посылал hello-пакет. Тот роутер ему отвечал. Говорит, я роутер 2. Все. И на этом они подружились. Дальше. Роутер второй. Роутер первому посылает апдейт пакет, в котором находится информация о всех сетях, которые он знает. По-другому сказать, он посылает свою таблицу муштизации. То, как он видит мир. Тема шуты, которая у него есть. Роутер один получает, подтверждает получение этого пакета с помощью. И, соответственно, теперь наоборот. Вот этот роутер тоже посылает свою таблицу муштизации роутеру второму. Это то, как это было в EGRP. У OSPF в два раза сложнее все. Происходит оно следующим образом. Смотрите, у нас здесь IP-шник 192.6801. Здесь 0.2. Они соединены одной канальной средой. У этого ID-шник 1.1.1. А здесь 2.2.2.2. Есть некоторые фазы или состояния, в которых роутер находится на каждом этапе. Attempt, 2-way, уже вам знакомое. И X-start. В зависимости от того, на какой фазе коммуникации находится роутер друг с другом, будет зависеть вот это состояние. Вот это состояние в Cisco Packet Racer, точнее в Cisco AS. Мы можем видеть в таблице соседей. Вот видите, здесь состояние 2-way, а здесь состояние full. В зависимости от настройки, в зависимости от некоторых факторов, роутеры приходят в то или иное состояние. Ну так вот, первым делом в самом начале два роутера проснулись. Один из них переходит в состояние attempt. Попытка. Что это за попытка? Попытка найти соседа. Роутер формирует hello-пакет, в котором пишет. Привет, я роутер. Один мой ID. Такой-то я никого не вижу. Есть ли кто-нибудь? И посылает вот это сообщение на мультикастовый IP адрес 224.05. 0-0-0-0-5. Этот мультикастовый адрес слушает все роутеры, на которых запущен OSPF. Если помните EGRP, там hello-пакет посылался на мультикастовый адрес 224.0010. Его слушают все роутеры, на которых запущен EGRP. Здесь 224.005. Пятерка на конце. IP адрес, который слушают все роутеры с OSPF. После того, как роутер второй получил вот этот пакет, то вот этот роутер переходит в состояние init. Инициализация. После того, как он перешел в это состояние, он первому роутеру посылает ответный пакет. Говорит, что я роутер второй, у меня такой-то ID, и я тебя вижу. И посылает уже не мультикастом, а на его юникастовый адрес, на конкретно его адрес. Как только вот этот роутер получит вот этот пакет, сформированный вторым роутером, он перейдет в состояние two-way. После этого он тоже сформирует еще один hello-пакет, и в нем напишет, и теперь я тебя тоже увидел. И на его IP адрес пришлет этот hello-пакет. Как только роутер два его получит, он перейдет в состояние two-way. Если два вот этих роутера не являются ни DR, ни BDR, то между ними так и останется взаимодействие two-way. То, что как раз мы и наблюдаем. Вот оно, two-way. Между вот этим роутером, ни DR и ни BDR. И с кем он? Вот с этим вот. Это тоже ни DR, ни BDR. Вот они обменялись этими hello-пакетами и установили соседство. Все, и у них полностью рабочее взаимодействие two-way. Если же нет, если же один из них DR, они переходят в следующую фазу, которая называется X-start. Роутер первый формирует dbd-пакет dbd-database-description. В котором пишут, что я начну обмен, потому что у меня ID, такой это ID. Второй роутер тоже получает вот этот вот dbd-пакет. Тоже переходит в состояние X-start и тоже посылает dbd-пакет. Но пишут, что нет, обмен начну я, потому что у меня ID больше, чем у тебя. То есть на вот этой фазе X-start они определяют, кто первый начнет обмен LSA сообщениями. Для чего это сделано? Предполагается, что роутеры могут работать в топологии с общей шиной. И для того, чтобы не случилась коллизия, для того, чтобы данные не наложились друг на друга, они определяют, кто первый начнет этот обмен. Если мы говорим про обычную формальную топологию типа звезда, либо расширенная звезда, то тогда у нас уже это не интересует, кто первый начнет обмен. Кто первый это начнет делать, но тем не менее первым начинает обмен роутер с большим ID. В данном случае вот этот вот. Итак, они сначала обменялись hello-пакетами, потом решили, кто первый начнет обмен и начинают обмен. Они переходят в фазу, которая называется exchange, обмен. И вот этот роутер, поскольку он решил первым начать обмен, формирует dbd-пакет, такой же, как в предыдущем случае. И посылает на первый роутер список всех LSA, которые у него есть. Грубо сказать, список всех сетей, которые у него есть. Такой список всех LSA называется база данных. Пакет, который несет эту базу данных, называется database description. Сама база данных называется linkstate database. Почему LSA? Потому что linkstate. И так он вот этому роутеру послал вот этот пакет. Вот эту всю базу данных. Вот этот роутер подтверждает получение этого пакета. После этого вот этот роутер, он формирует тоже такой же dbd. Здесь это не показано. И посылает роутеру. Когда роутер получает, он тоже формирует lsacknowledge. То есть пакет подтверждения того, что соседний роутер получил вот эту базу данных. После того, как два роутера обменялись своей базой данных, из состояния exchange они переходят в состояние loading, загрузки. Вот этот роутер говорит. Я посмотрел вот эту базу данных, которую ты мне прислал. Из нее мне нужна LSA, конкретно LSA, с информацией о том, как добраться до сети 172.21.0. А вот эта сеть, допустим, находится за спиной у этого роутера. Соответственно, для того, чтобы послать такое сообщение, роутер первый формирует пакет с названием linkstate.request. То есть запрос конкретной LSA и отправляет второму роутеру. После этого, когда роутер второй получает запрос, формируется пакет с названием linkstate.update, которому посылается вот эта самая LSA. И она доходит до роутера первого. Как только роутер первый получил информацию от той сети, о которой он спрашивал, то есть вот эту самую LSA, он переходит в состояние full и формирует lsacknowledge, который предназначен для того, чтобы подтвердить получение вот этой LSA. И роутер переходит в состояние full и полностью готов к работе. Это мы с вами уже неоднократно видели, когда происходила дружба. Если мы сейчас найдем... Да, вот, например. Вот мы видим сообщение. Он говорит, что в отношении с соседом 333 перешли состояние loading, загрузки, в состояние full. Загрузка завершена. Это означает, что первый роутер, вот этот вот, получил своего соседа в CLSA, который он запрашивал и знает, как добраться до всех сетей. Вот этот роутер пока еще не находится в состоянии full. Он продолжает находиться в состоянии loading. И теперь вот этот роутер у первого роутера уже начинает запрашивать какие-то LSA. Когда же он их получит и подтвердит их получение acknowledge, то он тоже перейдет в состояние full. Еще раз. Вначале роутеры с помощью пакетов пытаются друг с другом подружиться. Сначала посылается на multicast, а затем уже ответный на unicast. Затем они решают с помощью вот этих database description пакетов, кто же будет первым выгружать информацию о сетях. Затем один из роутеров выгружает список всех LSA, список всех сетей, которые он знает. Затем второй из роутеров, который получил этот список, смотрит его и сравнивается с своим списком. Если каких-то сетей у него нету, из той баз данных, которую прислал сосед, то с помощью LSA, link state request, он их запрашивает. Он запрашивает LSA, в которых уже будет указано, как добраться до той или иной сети. После этого запроса соседний роутер формирует link state update, которым уже отправляет вот эту самую LSA. После чего роутер первый подтверждает это все, acknowledge, и приходит в состояние full. Конечно, процесс обмена в протоколе USPF более сложный, чем в EGRP. Бывают такие ситуации, при которых два роутера могут зависнуть на фазе xstart. Если они виснут на фазе xstart, значит им что-то не нравится. Какие-то параметры у них не совпадают. Например, значение mtu. Либо, может быть, по какой-то причине один из роутеров не смог себе придумать айдишник, и они никак не могут решить, кто будет начинать обмен. Причин может быть много, по которым они виснут в состоянии xstart, и для того, чтобы выяснить эту причину, нужно просто включить дебаг и посмотреть. Давайте включим. Давайте здесь, что будет происходить. Дебаг IP в SPF. Посмотрим, какие параметры. Вот параметр. Adjustancy как раз покажет вот эти пакеты. В EGRP, если вы помните, мы писали дебаг IP EGRP packets, а тут вместо слова packets используется слово Adjustancy. Вот мы включили дебаг. Пока ничего не видим. Не видим, потому что сейчас у нас уже устоявшееся состояние. Нам нужно перезагрузить, чтобы процесс прошел заново. Clear IP в SPF процесс. Вот они, пакетики побежали. Выборы DR и BDR происходят сейчас. Сейчас мы с вами разберем. Кстати говоря, хотел еще сказать, в Hello пакетах не только Hello пакеты, но еще передаются определенные настройки. Вот этот роутер, вот этому роутеру рассказывает, как он настроен. В частности, тут передается, например, ID-шник. А вот в DBD пакетах на фазе xstart может передаваться, например, значение MTU. Если MTU не совпадает у двух роутеров, то они могут зависнуть в фазе xstart. Ну так вот. Вот данный дебаг показывает некоторые моменты обмена пакетами вот этого взаимодействия. Этот дебаг показывает, кто когда переходит в какую фазу. Здесь указаны выборы DR и BDR. Так что, если что-то не работает, то вполне возможно, что в дебаге, прямо на английском языке, будет написано, почему оно не работает. Например, мы можем сделать ситуацию, при которой будет Area Mismatch. Несовпадение регионов. Здесь мы сделаем регион первый. Сеть вот эту анонсируем в первый регион. А здесь мы эту сеть анонсируем в нулевой регион. И будет несовпадение регионов. И роутеры подружиться не смогут. Это будет отображено в дебаге. Можно посмотреть структуру пакета OSPF. Вот это был как раз HelloPacket. Это содержание этого HelloPacket. И, соответственно, здесь OSPF пакет, точно так же, как и EGRP пакет, является вложением в IP и работает на сетевом уровне модели OSI. Если мы возьмем какой-то роутер и дадим команду Show IP OSPF, то здесь мы увидим следующую строчку, которая показывает, сколько раз был произведен пересчет топологии. Что такое пересчет топологии? Это если какой-то роутер знал какую-то сеть и перестал ее знать, например, она отвалилась, то всем роутерам нужно найти какой-то альтернативный маршрут до вот этой сети. Поэтому они запускают пересчет топологии. В нашем случае, если какая-то вот эта вот сетка упадет, вот этого роутера, этот роутер пошлет LSS-сообщение, в котором скажут, что я знал вот эту сеть, и я больше ее не знаю. И все роутеры в пределах вот этого региона начнут пересчет топологии в поисках альтернативного маршрута той сети, которую потерял вот этот роутер. В нашей ситуации они, конечно же, не найдут такого маршрута, потому что его просто нету. Единственное, до этой сети вот эта связь. Но если есть, например, другой маршрут, то они произведут пересчет топологии, и все начнут ходить через новый маршрут. Из-за того, что SPF – это LinkState протокол, то вот этот вот пересчет топологии проходит намного быстрее, чем это происходит в EGRP, где каждый роутер не знает, как устроена сеть. Из-за того, что SPF – LinkState, из-за того, что каждый роутер знает, как устроена полностью сеть, у него есть полная карта топологии. Если падает маршрут до какой-то сети, они очень быстро пересчитывают, не находят новый маршрут. В отличие от EGRP. И вот здесь, как раз-таки, в выводе этой команды будет показано, сколько раз топология была пересчитана. Почему у нас так много раз? Потому что мы сколько раз перезагружали, сколько раз дергали конфигурацию, поэтому столько-то раз. Смотри, сейчас было 161. Давайте положим, положили вот эту сеть, все. Вот этот роутер он сейчас послал всем другим LSA первого типа, которым указал, что не знал эту сеть, я ее не знаю. И все роутеры пересчитали топологию. У нас было 161 раз. Еще раз запустим эту команду. И вот стало 164. То есть после того, как у нас наступала вот эта connected сетка, топология была пересчитана 3 раза. Вот эту топологию пересчитал, вот эту топологию пересчитал, эту топологию тоже пересчитал. То есть 3 раза она была пересчитана. Cisco Packet Tracer не отображает еще одну строчку, должна быть еще одна строка, которая будет написана, сколько минут, секунд, часов произошло с момента пересчета топологии. Чем данная информация будет полезна для системного администратора? Если вы знаете, что у вас все в порядке с сетями, сеть работает нормально, и вдруг вы видите, что часто пересчитывается топология, то что-то не так. Может быть какой-то роутер глючит. Может быть кабель опять же поврежденный где-то. Почему в сети, в которой не производится никаких изменений, постоянно идет пересчет топологии? То есть если вы видите, что очень часто у вас происходит пересчет топологии, то что-то не так, и надо устранить эту неисправность. Какие типы LSA приводят к пересчету топологии? К пересчету топологии приводят только LSA первого типа. То есть к пересчету топологии Приводят только те изменения, которые происходят При изменении одного конкретного региона Если изменение топологии, например, произойдет здесь Какая-то сетка, например, отвалится То здесь пересчет топологии не будет На то, собственно, и существует разделение на регионы Самое главное, DR он будет топологию пересчитывать Но другие регионы топологию пересчитывать не будут Потому что все, что произойдет Вот этот роутер перестанет посылать В эти регионы LSE третьего типа В которой содержалась информация о той сети Которую потерял вот этот регион Но это не приведет к пересчету топологии Вернем обратно Вот вернулись, сейчас новый пересчет топологии У нас было 164 раза, стало 168 раз Так, следующее Следующие таймеры, так же как и в EJRP У OSPF есть таймеры Есть hello-интервал, который указывает, как часто посылать hello-пакеты И dead-интервал, который показывает, через сколько признавать соседа недееспособным Если мы не получили от него hello-пакеты По умолчанию в OSPF hello-интервал равен 10 секундам Dead-интервал равен 40 секундам Это если мы работаем по локальной сети Если мы работаем по какому-то ван-каналу Например, в фрейм рилей Например, вдруг подключаем serial link Сейчас это, конечно, не так актуально, но ранее было актуально Если мы, например, работаем по ван-каналу У нас, например, serial link То OSPF это сразу определяет и автоматически меняет таймеры Hello-интервал при работе по ван-каналу будет 30 секунд А dead-таймер будет 120 секунд То есть 3 раза больше, чем при работе в лан-сетях Сделано это для экономии трафика Потому что ранее ван-каналы были дорогие, были медленные Большая генерация hello-пакетов в OSPF была нежелательна Потому что за трафик нужно было платить Ради экономии трафика автоматически вот включается механизм Который делает интервал 30 секунд вместо 10 И 120 секунд dead-таймер вместо 40 Кстати говоря, в EJRP точно такой же механизм Если EJRP определяет, что он работает по ван-каналу То же самое автоматически повышает вот эти таймеры Так же, как и в EJRP мы можем поменять эти таймеры Таймеры меняются для интерфейса Однако, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что у всех роутеров В пределах одной канальной среды Таймеры должны быть настроены одинаково Потому что если таймеры будут настроены неодинаково То в hello-пакетах при обмене Они это увидят, то что таймеры не совпадают И откажутся работать вовсе Просто не будет установлено соседство Таймеры у всех роутеров в одной канальной среде должны быть одинаковы Для изменения таймера надо зайти на интерфейс Скажем 9.0 И указываем количество секунд К примеру, мы хотим посылать hello-пакет раз в 5 секунд Также можно задать и dead-таймер OSPF Dead-интервал Dead-интервал должен быть больше, чем hello-интервал Например, 10 Такими таймерами мы повысим сходимость сетей Но, тем не менее, трафик будет генерироваться больше Как видите, как только мы поменяли hello-интервал У нас все соседи поотваливались Из состояния full перешли в состояние down Но на самом деле он не понимает, что это из-за таймеров Здесь надо дебаг включать, чтобы увидеть Здесь он думает, что не включен интерфейс Но вернем hello-интервал в значение по умолчанию И dead-таймер тоже в значение по умолчанию Через некоторое время соседство должно быть установлено Да, так оно и есть Что касается размера МТУ Дело в том, что OSPF будет плохо дружить с соседями Точнее, совсем не будет дружить с соседями То есть один роутер не будет дружить с другим роутером Если значения maximum transmission unit будут отличаться Вспоминаем, что такое размер МТУ У нас есть Ethernet-кадр Вот он В котором есть поле данные И размер МТУ Это размер вот этого вот поля данных По умолчанию МТУ равен 1,5 килобайта 1500 байт Но мы можем изменить этот размер МТУ Сделать его больше И тогда это будет уже называться jumbo-кадр Jumbo-frame Когда в один кадр влезет больше полезных данных Чем для стандартного значения МТУ Данными для Ethernet-кадра является IP-пакет В данном случае, если мы говорим про OSPF То данные для IP-пакета Будет пакет OSPF А данными для IP-пакета OSPF Уже будут вот эти вот параметры И сообщения Я такой-то роутер, у меня такой-то ID и так далее Так вот, размер МТУ на обоих роутерах должен совпадать Мы его можем поменять на интерфейсе Сейчас мы находимся в интерфейсе Intfa8.0 И мы в это значение МТУ можем прописать IP-МТУ Но видите, мы не можем его сделать больше Мы можем его сделать только меньше Потому что Cisco Packet Tracer не поддерживает джамп-фреймы Он будет работать только со стандартным МТУ Либо с МТУ меньшего размера Мы можем делать, например, 1400 Если мы это сделаем Потеряем соседство с другими роутерами Потому что у других роутеров Имеется значение МТУ по умолчанию в 1500 Якобы оно может делать меньшее значение Но на самом деле, если мы так сделаем Ничего не меняется Все равно оно не работает В реальной конфигурации Если мы поменяем размер МТУ на интерфейсе Скажем, например, 2000 Если на другом роутере не произвести Вот эту вот настройку То вот этот роутер пошлет HelloPacket в Ethernet-кадре Равном 2000 байт 2 килобайта Когда такой кадр с вложенным в него IP-пакетом Придет на вот этот роутер Он увидит, что вот этот вот здоровый Ethernet-кадр Не пролазит в него Так как у него другой размер МТУ И просто его отбросит Поэтому соседство установлено не будет А если мы здесь тоже поставим значение 2000 То они будут работать в единой логике И соседство будет установлено Точно так же есть технология пассивных интерфейсов Когда мы не будем в какой-то интерфейс посылать HelloPacket и не будем получать HelloPacket Делается точно так же Заходим в контекст настройки Экземпляра OSPF Роутера OSPF1 И пишем команду PassiveInterface Опять же, мы можем сделать дефолт Если мы эту команду применим То все интерфейсы станут пассивными И их придется вручную отключать Те интерфейсы, которые не должны быть пассивными Либо мы можем конкретно указать Какой интерфейс будет пассивным В нашем случае это будет Fa Ethernet 9.0 Так, а что у нас все подвалилось-то? Так, это тот интерфейс, который смотрит на соседе Вот мы его сделали пассивным И видите, у нас все подвалилось Ошибся с интерфейсом Тогда отменим И пассивным сделаем 8.0 Который действительно смотрит на конечного абонента Если интерфейс у нас пассивный Злой мышленник не сможет подключиться Вместо вот этого компьютера Послать нам какой-то HelloPacket И заставить наш регион пересчитать топологию Он этого сделать не сможет Потому что если он сюда поставит роутер И пошлет HelloPacket С попыткой подружиться Этот пакет будет просто отброшен Так, все основные моменты проговорил Вот еще один момент, забыл про него сказать Когда мы смотрели с вами базу данных LSA Душу IP OSPF Database Здесь, видите, есть возраст Вот возраст LSA Когда у нас сеть уже сошлась Все устаканилось То есть мы прочитали топологию Все работает Польза телегоняет трафик Все нормально Несмотря на то, что в сети ничего не происходит Каждый роутер Раз в 30 минут Не секунд, а минут Снова посылает LSA То же самое абсолютно Просто он ее еще раз посылает DR И BDR А DR уже всем другим ее рассылает Это сделано для того, чтобы Вдруг какой-то роутер сдох Сдох и как-то не заметили, что сдох И поэтому постепенно идет Обновление вот этих LSA Так, все основное Мы с вами проговорили Вот эти базисные моменты Посмотрели, как ходят пакеты Теперь давайте посмотрим, что у нас с метрикой Как метрика высчитывается По какой формуле она высчитывается Как происходит поиск оптимального пути Грубо говоря, как же работает вот этот SPF Алгоритм Алгоритм просчет кратчайшего маршрута Двигаемся дальше Сейчас сюда я поставлю еще два роутера Для того, чтобы вот этот роутер Будет решать, как ему добираться до этих сетей Либо через первый роутер по одной трассе Либо через другой роутер по нижней трассе Сюда добавим еще один интерфейс Но предварительно надо его сохранить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот это у нас все будет относиться к нулевому региону. Вот эти роутеры, они тоже будут как интерналы и относятся к нулевому региону. А вот это уже, это ABR и два других региона. Просто немножко подвинул, чтобы визуально это лучше смотрелось. Теперь сразу настроим OSPF. Обе этих сетки анонсируем в нулевой регион. Сначала зададим роутер ID. То есть прямо все-все сети в нулевой регион. Все, в принципе. Второй все то же самое. Так, теперь здесь на одном из интерфейсов поменялся IP-адрес. Мы его должны поменять. Потому что вот этот вот IP-адрес раньше висел на этом интерфейсе. Мы его переместили сюда и как бы сделали другую подсеть. И анонсируем эти сети в нулевой регион. После того, как мы настроили все интерфейсы и анонсировали все сети, ситуация с DR и BDR поменялась. Дело в том, что когда вот этих вот не было, у нас все была одна канальная среда. Теперь тут стало аж целых три канальных среды вместо одной. Смотрите. Вот это вот все одна канальная среда. Вот этот треугольник это одна канальная среда. Здесь от этого роутера идет вот эта линия. Образует вторую канальную среду в первой подсети. И вот это вот образует третью канальную среду во второй подсети. Из-за того, что теперь у нас АБР находится в другой канальной среде, он больше не может считаться DR для вот этих вот. Потому что DR и BDR объявляются в пределах одной канальной среды. И нам нужно теперь переназначить... Сейчас мы назначим DR и BDR для каждой канальной среды. Для начала назначим DR и BDR для вот этой вот канальной среды. Пускай у нас будет вот это DR, а вот это BDR. Так, роль DR занимаем. Здесь для этого интерфейса. Инфа 9.0. Задаем приоритет. IP OSPF Priority 100. Для вот этого сделаем чуть меньше приоритет, чтобы он стал BDR. Интерфейс FAA 9.0. Priority 90. DoClear IP OSPF Process. Здесь тоже DoClear IP OSPF Process. Здесь тоже делаем. Вот эти роутеры тоже надо было перезагрузить. Теперь для всех вот этих роутеров вот это должен быть DR, а вот это должен быть BDR. Проверим. DoShow IP OSPF Neighbors. Так, это действительно с приоритетом 90, а DR с приоритетом 100. Значит, все правильно. Вот DR, а это BDR. Проверим таблицу. DoShow IP Root. Все маршруты есть. Теперь назначим DR вот этот роутер за вот эту канальную среду и за вот эту канальную среду. Это тоже у нас будет DR2, например. Просто за другую канальную среду. DR назначаем за канальную среду. За первую назначаем. Инфа 9.0. IP OSPF Priority 100. И второй интерфейс тоже. Инфа 6.0. Тоже IP OSPF Priority. Тоже, чтобы он стал DR за вот эту канальную среду. То есть, он будет являться DR для вот этого роутера и также будет являться DR для вот этого роутера. За несколько канальных сред. Сейчас мы посмотрим, что о себе думает этот роутер и что о себе думает этот роутер. А точнее, что он знает про DR-ов и BDR-ов. Show IP OSPF Neighbors. Как мы видим, вот этот роутер видит два DR. И это совершенно верно. Одного DR он видит за вот эту канальную среду. Вот этот роутер участник вот этой всей канальной среды. Поэтому DR-ом за эту канальную среду он видит вот этот вот роутер. А вот этот DR, это DR за вторую канальную среду. За вот эту канальную среду. Вот это тоже DR. BDR нету за вот эту канальную среду. За всю. Нету BDR-а. Потому что он сам и есть BDR. Об этом нам покажет команда doShowIPOSPF. Не OSPF, а doShowIPOSPF. За интерфейс. Вот это вот. 9.0. Вот он. Стоит BDR за эту канальную среду. А за эту канальную среду он тоже BDR. За эту канальную среду он тоже BDR. Что за ту, что за эту. Что касается таблицы соседей для этой. Душевая IPOSPF Neighbors. Здесь. За вот эту канальную среду. Для него вот этот BDR, как мы хотели. DR не показывается, потому что за вот эту канальную среду он сам и есть DR. И BDR за вот эту канальную среду является вот этот роутер. Все как мы и хотели. Все совершенно верно. То есть вот этот роутер, сидящий на границе двух регионов, скопил LSA-ки третьего типа, не то что скопил, а сформировал, для того чтобы передать их в другие регионы, кинул на BDR, а BDR является для вот этой канальной среды DR-ом, и уже DR раскидывает всем LSA-ки третьего типа. Мы сделали два пути. В результате, когда пакет приходит на BR-роутер, а BR-роутер для того, чтобы добраться до одной из этих пользовательских сетей, должен решить, по какому маршруту ему направить этот трафик. Точно так же, как и в EGRP, это решение будет приниматься на основании стоимости маршрутов, на основании метрики. Чем меньше метрика, тем маршрут лучше. Маршрут направляется по пути с наименьшей метрикой. Давайте посмотрим таблицу маршрутизации этого роутера. Show IP-root. Так, мы сейчас смотрим на этот роутер, и видим, что для того, чтобы добраться до вот этих вот сетей, у нас есть два маршрута. Через вот этот роутер, и через вот этот роутер. Например, возьмем, чтобы до первой нам добраться сети. Вот до первой сети, вот два маршрута. Почему так происходит? Потому что у нас сейчас маршруты равны стоимости. Как видите, для первого маршрута метрика 3, и для второго маршрута метрика 3. У ОСПФ формула расчета метрики другая, поэтому и значение, которое он рассчитывает, получается в других диапазонах. Если у EGRP там получалось 30 тысяч, 50 тысяч и более, а здесь в других диапазонах, здесь получается гораздо меньше. Поскольку у нас маршруты равные стоимости, оба этих маршрутов бросились в таблицу маршрутизации и получилось, что происходит балансировка по маршрутам равной стоимости. Когда этот роутер получает пакет от любой другой сети, а данные направлены в эту сеть, то он четный пакет посылает на этот роутер, а нечетные пакеты на вот этот роутер и чередует. Происходит балансировка и одновременно обеспечивается отказоустойчивость. Если вот этот роутер поломается, у этого роутера есть другой маршрут, он весь трафик будет направлять по другому маршруту. Если мы поменяем, например, вот этот канал со 100 МБ на 10 МБ, то здесь метрика станет хуже и все пакеты будут направляться только по наиболее выгодному маршруту. В отличие от EGRP, который мог балансировать трафик по маршрутам неравной стоимости, OSPF такого делать не умеет. Нет такой настройки, нет такой команды на OSPF, которая включила бы балансировку по маршрутам неравной стоимости. Поэтому OSPF может балансировать трафик только равной стоимости. И эта функция автоматически включена. Если он видит два маршрута с равной стоимостью, он начинает по ним балансировку. Теперь посмотрим, как высчитывается метрика в OSPF. Зайдем в нашу команду CISC и выберем тему конфигурации OSPF. Здесь представлена формула, по которой OSPF высчитывает метрику. Метрика высчитывается по гораздо более простой формуле, чем в EGRP. Там учитывается намного меньше параметров. Метрика OSPF основывается на стоимости интерфейсов. Вот эта формула, она на самом деле рассчитывает не метрику, а стоимость конкретного интерфейса. А уже потом стоимость всех интерфейсов, которые встречаются на пути пакета, складывается. И получается метрика. Получается конечная стоимость маршрута. Итак, вот эта вот формула высчитывает стоимость конкретного интерфейса. Например, нам нужно посчитать стоимость вот этого интерфейса. Например, Fast Ethernet 9.0. Применяется вот эта формула. Затем высчитывается стоимость другого интерфейса. Получаем такое число. Потом еще высчитывается стоимость интерфейса. Потом этот роутер раскладывает все эти стоимости интерфейсов. В голове у себя. И получает метрику. То же самое он просчитывает и для второго маршрута. И затем уже выбирает по какому маршруту направлять трафик. Компоненты данной формулы. Реферсная полоса пропускания. Reference bandwidth. Делится на скорость интерфейса. Интерфейс bandwidth. Реферсная полоса пропускания. Это константа, которая сшита разработчиками в роутер. Данную реферсную полосу пропускания можно поменять. Но по умолчанию она равна 100 мегабитам. Измеряется все в килобитах. И делится на скорость интерфейса. Выраженную тоже в килобитах. Как посмотреть стоимость интерфейса, которую рассчитал OSPF. Вот этот роутер. У него есть интерфейс FastEtherNet 9.0. Даем команду showip.ospf.interface FastEtherNet 9.0. И видим по этой формуле этот роутер посчитал стоимость вот этого интерфейса FastEtherNet 9.0. И она у него получилась единица. Можем проверить. Берем вот эту константу, которую производители зашили. Она по умолчанию равна 100 тысячам килобит. И делим на скорость интерфейса. Как посмотреть скорость интерфейса. Ставим обычную команду showinterface FastEtherNet 9.0. И вот она скорость интерфейса. Рефисную полосу пропускания делим на... И получаем единицу. И также автоматически она насчитала тоже единица. Теперь смотрите, как она будет в комплексе просчитываться. Вся эта метрика. Этому роутеру нужно добраться до вот этой сети. Он начинает расчет. Сначала он считает стоимость вот этого своего первого интерфейса. Эта стоимость у нас будет равна единице. Дальше смотрите. Вот этот интерфейс, вот этого роутера учитываться не будет. Когда два устройства соединены проводом, будет учитываться стоимость только одного интерфейса, который ближе к тому роутеру, который выплевывает пакет. Вот этот роутер выплевывает пакет через свой интерфейс. Поэтому учитываться будет тот интерфейс, через который он его выкидывает. Вот этот интерфейс учитываться не будет. Итак, здесь получается, что стоимость вот этой трассы будет равна единице, потому что стоимость вот этого интерфейса равна единице. Поэтому, так как второй интерфейс не учитывается, стоимость всей трассы будет равна единице. Потом пакет доходит до вот этого роутера, вот этот роутер просчитывает стоимость следующей трассы. Учитываться будет вот этот интерфейс, стоимость вот этого интерфейса будет учитываться. Для роутеров никакого свеча не существует, поэтому считайте, что вот этот роутер с этим соединен одним проводом. Вот это вся одна магистраль. Здесь скорость тоже 100 мегабит, то есть 100 тысяч килобит Если мы реферсную полосу пропускания поделим на эту скорость Мы тоже получим стоимость этого интерфейса равна единице И стоимость всей трассы, так как учитывается только один интерфейс Будет единица вот этой всей трассы До вот этого роутера И дальше будет учитываться стоимость трассы от этого роутера до конечного узла Здесь тоже будет единичка и стоимость будет тоже единица В результате этот роутер складывает стоимость вот этой трассы до этого роутера Стоимость трассы от этого роутера до этого роутера И стоимость трассы от этого роутера до вот этого конечного узла И получаем троечку Смотрим на эту таблицу То есть до вот этой сети он может добраться за 3 Метрику равной 3 Посчитал стоимость интерфейсов, сложил их и получил метрику По нижнему пути метрика будет точно такая же Есть возможность поменять значение Reference Bandwidth Для того, чтобы метрика считалась с другими значениями Дело в том, что она будет равна 1 стоимость При скорости в гигабит тоже будет равна единичке При скорости 40 гигабит тоже будет равна единице То есть при рефересной полосе пропускания, равной по умолчанию Для OSPF не существует разницы выше 100 мегабит Он получит единицу, если трасса 100 мегабит Он получит такую же единицу, если трасса 40 гигабит Разницы для него нету При стандартных значениях Reference Bandwidth Учитывается скорость только до 100 мегабит Вот если будет 1 мегабит, 5 мегабит, 10 мегабит И 100 мегабит, то будет получаться разное значение стоимости И, соответственно, будет считаться правильно Учитываться А при скоростях выше 100 мегабит Разницы не будет Поэтому для того, чтобы все-таки учитывать Потому что скорости в гигабит это никакая не новость Это вполне часто используемые скорости на предприятии Мы должны поменять вот эту вот Reference Bandwidth Чтобы она делилась по формуле И получалась нормальная стоимость Самый важный момент Мы должны поменять вот эту вот Reference Bandwidth На всех роутерах Иначе рассчитываться будет неправильно Кроме того, что мы можем поменять Reference Bandwidth Мы это сделаем попозже Мы можем поменять вручную просто стоимость интерфейса Мы можем стоимость интерфейса задать вручную Тогда никакая формула уже использоваться не будет Сколько мы задаем, такая стоимость и все Давайте, например, для вот этого роутера Здесь стоимость единицы поменяем на какую-то другую Заходим сюда Но для того, чтобы это сделать Для того, чтобы это наглядно увидеть Мы должны вот этот роутер пока временно удалить Чтобы он был только один Также убедимся в том, что до первой сети Мы добираемся с метрикой 3 Через один единственный роутер Инфа 9.0 Мы пишем IPOSPF, COST Мы сделаем 10 То есть была единица, стала десятка Есть куча разных значений Можно сделать от 1 до 65535 Проверим Show IPOSPF Интерфейс Фа 9.0 Действительно, стоимость стала 10 То есть раньше она рассчитывалась по формуле А сейчас мы просто вручную задали это значение Какая стоимость у нас теперь получается теперь От этого роутера до этого узла Получится единица Здесь это 11 Плюс 1 12 Теперь метрика должна быть 12 Проверяем Действительно, так оно и есть Теперь он добирается до вот этого До этой сети за 12 прыжков По метрике 12 Также, если мы здесь поменяем стоимость Давайте сделаем 335 Вот этот интерфейс стал стоить 335 И дальше смотрим Видите, какая стала метрика? То число, которое мы сделали здесь Суммировалось числами на этих интерфейсах Если же мы поменяем стоимость вот этого интерфейса То ничего не произойдет Метрика не изменится Так как этот интерфейс не учитывается В сегменте сети в соединительной линии Учитывается только один интерфейс первый Через который выплевывается пакет Также, если мы поменяем стоимость других интерфейсов То метрика до этой сети не изменится А вот если пакет пойдет уже обратно отсюда, например, в эту сеть, то начнут уже учитываться как раз-таки другие интерфейсы, которые противоположные, потому что уже через них будет это все проходить. Откроем схему, которую мы сохранили. И здесь у нас сейчас стандартная метрика. Когда у нас два роутера, две одинаковых метрики, в таблице маршрутизации два маршрута. Что произойдет, если мы, например, здесь сделаем высокую стоимость? IPOSPF, COST, ну, скажем, 5. Что будет с таблицей маршрутизации? Остался только один маршрут. А маршрут второй, вот этот вот, он стал дороже, поэтому он в таблицу маршрутизации не вбрасывается. Этот маршрут дешевле, трафик будет бегать только по нижней трассе. Давайте подумаем, с какой метрикой мы сможем отсюда добраться до вот этой конечной сети. Вот роутер получит пакет, далее отсюда сюда за единицу пройдет, дальше отсюда сюда, отсюда до сюда это будет 3, и отсюда до сюда это будет 4. Значит, по идее, этот роутер должен знать вот эту сеть за 4. Вот она, 16-я сетка, и вот она по 4-й метрике доступна, как и через первый, так и через второй, потому что мы поменяли стоимость интерфейса вот этого, а при обратном трафике он не учитывается. Поэтому получается, что оба маршрута имеют одну и ту же метрику 4. Работает оно как? На самом деле вот этот роутер, он же ведь не видит, какие коннекты от сетки и какие интерфейсы в другом регионе. Не видит, не знает, как устроена сеть. Зато знает о том, как устроена сеть этот АБР роутер. И этот АБР роутер, вот роутеру говорит, ты знаешь, с какой метрикой добраться до меня, до АБРа? Он говорит, ну знаю, до тебя метрика будет равна 2. АБР подтверждает, что да, для него она будет равна 2. Я уже просчитал, как добраться до сети 3.0. До нее метрика будет также раз-два. Так что возьми ту метрику, которую ты посчитал до меня и прибавь ту метрику, которую посчитал я. Поскольку ты не видишь, как устроен другой регион, и этот роутер берет и прибавляет метрику до АБРа плюс то число, которое ему прислал АБР. И получается метрика. Давайте снова откроем схему со стандартными значениями у SPF, когда со стандартными стоимостями. Поменяем реферсную полосу пропускания. Когда мы сейчас поменяем реферсную полосу пропускания, мы получим ту же самую метрику, но уже в других значениях. Реферсную полосу пропускания нужно менять на всех роутерах. вот эта вот реферсная полоса пропускания меняется вот этой вот командой. Рационально будет поставить 10 миллионов. Чтобы большие скоростя учитывались. Так, не хочет. А почему? А, он такой только может. И вот нас предупреждают, что убедитесь в том, что реферсная полоса пропускания изменена на всех роутерах. Иначе будет полный неразберих. Поменяем здесь. Меняем здесь. Ну и поменяем здесь. То есть меняем по той трассе, по которой пойдет пакет. А так вообще на всех надо менять. Но мы пока пробуем так. Поменяли. Посмотрим, что стало с метрикой. Была троечка. Видите, как стала считаться метрика? Совершенно в других значениях. Это та же самая тройка, но только посчитана другой константой. Получилось 128 тысяч. Вот и все. Но та же самая тройка. Почему надо ее менять? Я уже об этом говорил. Если мы стандартные значения поменяем на гигабит, на 40 гигабит, на 100 гигабит, все время будет получаться стоимость единичка. А вот если мы поделим на другое число, уже более адекватное, например, 10 миллионов, тогда при делении на скорость интерфейса будет получаться нормальная стоимость. Если у вас действительно скорости интерфейсов разные, то и стоимость будет получаться разной. Итак, вот мы получили. Кроме того, что мы можем поменять реферсную полосу пропускания, константу, это делается на всех роутерах, мы можем поменять пропускную способность интерфейса. Например, мы можем сказать, что вот этот интерфейс у нас не 100 мегабит, а, скажем, 10 мегабит. Тогда стоимость этого интерфейса получится больше. Соответственно, и маршрут станет хуже. Так, посмотрим. Show IP OSPF. Интерфейс FAS 9.0. Вот видите, какая сейчас стала стоимость. Мы не вручную поменяли, а поменяли реферсную константу. То есть константу в формуле она нам посчитала с таким значением. Сейчас, когда мы поменяем пропускную способность интерфейса, то опять другое число получится. Но если реферсную полосу пропускания нужно менять на всех роутерах, то bandwidth пропускная способность самого интерфейса. Скорость интерфейса ее не нужно менять на всех роутерах, а менять только на тех роутерах, на которых вам это нужно. И можем ему указать значение в килобитах. В результате, в зависимости от реферсной полосы пропускания, которую вы установили, и скорости которой на интерфейсе, и будет получаться стоимость интерфейса. То есть либо стоимость интерфейса можно просчитывать по формуле, либо стоимость интерфейса можно задать руками. Reference bandwidth должна быть одинакова на всех роутерах. Просто bandwidth, то есть скорость интерфейса, вы устанавливаете уже сами. Зачем это может пригодиться? Устанавливать скорость интерфейса командой bandwidth. Представьте, вы смотрите на провайдера 50-мегабитным линком. То есть физически у вас такая сетевая карта, вы воткнули туда Ethernet и смотрите на провайдера 50-мегабитным линком. А скорость, тариф ваш, интернет-тариф только 10 мегабит. То есть физически вы смотрите канал 50 мегабит, но данных по факту там бегает только 10 мегабит, потому что у вас такой тариф. И вот для того, чтобы роутер рассчитывал вот этот раз правильно, с учетом фактической скорости, используется команда bandwidth. У вас физически сетевая карта 50 мегабит, а вы указали, что у вас только 10 мегабит с помощью команды bandwidth. И тогда метрика USPF будет рассчитываться уже в правильной логике. Потому что вот эту команду сделать намного легче, чем, допустим, попробовать найти физическую там, например, допустим. Ну, 10-мегабитную карту еще, допустим, можно будет найти. А если у провайдера скорость будет 35 мегабит, где вы найдете физическую сетевую карту со скоростью в 35 мегабит, чтобы USPF правильно рассчитывал метрику? Не найдете. Поэтому есть bandwidth. Итак, метрика USPF рассчитывается на основании стоимостей интерфейсов. Стоимостей интерфейсов складываются, и получается метрика. Можно вручную прописать стоимость интерфейсов. Но если мы такого делать не хотим, то мы меняем реферсную полосу пропускания на всех роутерах, и тогда метрика считается с другими цифрами. Ну, результаты деления просто получаются другие. Либо, кроме реферсной полосы пропускания, мы можем поменять и полосу пропускания интерфейса. Интерфейс bandwidth. И тогда стоимость других интерфейсов будет просчитана уже с другим значением. Таким образом, управляя реферсной полосой пропускания и полосами пропускания интерфейсов, мы можем управлять метрикой и, соответственно, управлять трафиками. Пускать его по тому или иному каналу. В USPF нет возможности как-то по-другому высчитывать метрику. Здесь нет никаких коэффициентов. Здесь нет возможности учитывать надежность канала и загрузку интерфейсов. Метрик считается именно так, как я вам показал, и никак по-другому. Может произойти такая ситуация, что у роутера будет выбор добраться до какой-то сети через свой регион или добраться до той же самой сети в обход своего региона. Даже если метрика до вот этой сети, до которой он хочет добраться, через другой регион будет лучше, чем метрика до этой сети через свой регион, он пойдет по своему региону. Выберет плохой маршрут с плохой метрикой, но в своем регионе. То есть в этом случае метрика уже не будет играть роли, и приоритетным будет тот маршрут, который проходит через его же регион, в котором он находится. Это довольно странная ситуация, которая может возникнуть в некоторых специфичных случаях, но если она возникает, вы теперь будете знать в поведении метрики, каким образом будет выбран маршрут. Суммаризация маршрутов. Так же, как и в EJRP, мы можем просуммировать маршрут и кучу всякой мелочевки в этой сети превратить в одну большую сеть. Вспоминаем, зачем нам это нужно. Во-первых, это экономит записи в таблице маршрутизации, потому что таблица маршрутизации у роутеров ограничена. Чем слабее и дешевле роутер, тем записей в таблице у него может содержаться меньше. И второе, самое главное, это приводит к увеличению скорости работы сети, а значит и к ее оптимизации. Когда я рассказывал про EJRP, я показывал, как роутер работает с пакетом, который приходит на его интерфейс. Как он принимает решение, в какой интерфейс его выпускать. Он берет, разговаривает этот пакет, смотрит какой там IP-адрес и начинает поочередно к своей таблице его прикладывать, к таблице маршрутизации. И когда этот IP-адрес совпадет с сетью, этот пакет будет туда направлен, маршрутизирован, если он подойдет. И чем меньше в этой таблице маршрутизации всяких мелких сетей, тем быстрее будет происходить этот процесс. Тем меньше будет роутер тратить ресурсов на принятие решения о передаче пакета. Например, вот мы видим сети 3.0, 1.0 и 2.0. Все маршруты, все они здесь. Было бы их тут 255 подсетей, то здесь было бы 255 записей, относящихся к 192.168. Мы можем, вот в данном случае, все вот эти три записи превратить в одну большую запись 192.168.00. То есть превратить это все в одну большую подсеть. Было бы тут 255 записей, мы бы все 255 записей превратили бы в одну. Сэкономили бы кучу мест в таблице маршрутизации и ускорили бы работу роутера в части маршрутизации пакетов. Давайте выполним эту сумморизацию, чтобы вот на вот этих роутерах и на этих роутерах тоже вот эти вот все сети превратились в одну большую сеть. Сумморизация выполняется только на АБР роутере. Мы не можем выполнить сумморизацию на внутреннем роутере. И чтобы она заработала, сумморизация выполняется только на роутере, который находится на границе нескольких регионов. Заходим в настройку данного роутера, enable confter, роутер ospf1, то есть переходим в контекст редактирования, протокол динамической маршрутизации ospf, и даем команду area 0, range 122, 168, 0, 0, так маска у нас обычная, рассмотрим синтаксис данной команды, вот это вот указывает во что мы хотим превратить все мелкие сети за нулевой регион, то есть мы вот тут указываем за какой регион мы хотим выполнить суммаризацию, а это указывает во что мы хотим превратить, как оно в итоге будет выглядеть, если будете сдавать экзамен, будьте внимательны касательно вот этого момента, что если мы хотим в другие регионы отдать суммированный маршрут, то мы здесь указываем за какой регион мы производим суммаризацию, в данном случае мы за нулевой регион производим суммаризацию, превращаем вот в такой вид, и эта суммаризация, вот этот суммированный маршрут будет отдан вот этим двум регионам, суммаризация выполнена, теперь можем посмотреть что стало с таблицей маршрутизации, вот было три таких сети, Стала одна По 16-й маске, видите? То есть было три разных, а превратилось в одну Я сказал о плюсах с сумморизацией Есть еще, конечно же, и минусы с сумморизацией К минусам с сумморизацией относится То, что теряется детализация Касательно метрики Здесь мы смотрим этот роутер Вот этот роутер знал, с какой конкретной метрикой Он может добраться до первой подсети И до второй подсети, и до третьей подсети Про эту метрику ему рассказал предварительно АБР Здесь у нас для каждой подсети была одинаковая метрика Но здесь внутри нулевого региона Вполне могла быть такая ситуация, что До первой сети была бы одна метрика До второй была бы другая метрика И в результате еще, когда есть такая детализация Вот этот роутер в случае каких-то специфичных задач Мог бы как бы специфично выбирать Между маршрутами с разной метрикой У нас в этой сети нет таких задач Потому что у нас метрика одинаковая А когда мы превратили вот этот маршрут в суммарный Сумморизировали его То вот эта детализация о внутренних сетях Она теряется И мы уже не знаем метрику до каждого маршрута в нулевом регионе Выбирается метрика до самого маленького маршрута То есть если тут бы было, допустим, это было бы четвертым На этой сети была бы метрика 6 Тут была бы метрика 10 То при суммаризации осталась бы самая маленькая метрика, которая только была Четверка То есть теряется детализация Но в стандартных конфигурациях, такой как сделали мы Нам не страшна потеря вот этой детализации Я хочу сказать, что преимущество суммаризации выигрывает на потерь детализации Но имейте ввиду, что такой момент может быть На этом роутере маршрут точно так же был суммирован и отдался Один суммированный маршрут То есть ранее роутер за каждую подсеть Вот этот TBR генерировал в регион целых 3 LSA Рассказывал в отдельной LSA Третьего типа про этот В отдельной LSA Третьего типа про этот Подсеть и про эту То теперь, когда мы суммаризировали Генерируется только одна LSA третьего типа Которая рассказывает про сеть 192.168.00 Проверим Show IP Route Вот видим тоже здесь суммированный маршрут есть Если нужно добраться до какой-то До этой, до этой или до этой сети То мы кидаем пакет на наш вот этот вот TBR роутер А у роутера, АБР роутера Уже есть детализация Если мы его посмотрим Душу IP Route То у АБР роутера Вот эта детализация уже никуда не уходит Также нам нужно просуммировать вот эти маршруты И вот эти маршруты тоже Точно так же делается на АБР роутере Опять же видим тут, например, смотрим До show IP Route Show IP Route Кстати, внутри региона Внутри региона детализация тоже никуда не девается Значит, вот мы видим Будем суммировать вот эту 16-ю сетку И будет только одна большая Также на АБР роутере Area указываем 2 Ключевое слово Range И посмотрим, во что хотим превратить Какую сеть мы будем анонсировать вместо этой сети 172.16.0.0 По маске То есть мы анонсируем вот эту сеть По 16-й маске В результате Теперь мы видим Пока еще не просуммировалось Я пока еще не увидел результата А вот теперь просуммировалось Превратилось из мелочевки В одну большую подсеть Вот этот первый регион получает Теперь вместо мелочевки То же самое Вот эту одну большую сеть По 16-й маске А внутри региона И на АБР роутере Сохраняется детализация И последнее Суммируем вот эти подсети тоже Ну сеть, подсеть В нашем случае это не важно Подсеть мы превращаем В одну большую подсеть Area 1 Range Суммируем за первый регион И отдаем в другие регионы Через некоторое время Вот эта вот мелочевка Получится тоже в виде Суммированного маршрута Что в принципе и произошло И когда вы проектируете сеть Необходимо учитывать Возможность дальнейшей суммаризации И назначать Правильные IP-адреса В нашем случае Мы их назначили правильно Мы за каждый регион Смогли просуммировать Но мы бы не смогли просуммировать Если бы здесь допустим Сейчас сохраним На всякий случай Здесь было бы вот так вот Здесь было бы Например так А тут вот так При этом здесь бы было бы Тоже 102.168.161 Тогда бы у нас Суммаризация не получилась бы Потому что они бы не складывались В одну большую сеть То есть нужно Назначать вот эти IP-адреса Таким образом Чтобы можно было взять Какую-то группу И сложить их В одну большую подсеть Если их так сложить не получится То было бы плохо Кстати вот то что я написал Еще бы можно было просуммировать Как можно было просуммировать Вот так вот Area 0 range 102.0.0.0 По маске такой Вот так можно было бы Просуммировать Но если бы и здесь Оно абсолютно как-то По-разному было бы То тогда просуммировать Было бы их вообще Никак невозможно Вот эти все три Их никак нельзя было бы Соединить в одну Большую сеть Поэтому когда проектируете сеть Учитывайте возможность Суммаризации Перезагрузили сеть Так переходим К следующей теме Связанной с ASBR роутером Где-то здесь у нас Будет такой некий роутер У которого будет роль ASBR Будет он у нас Сидеть в любом регионе И будет у него ID-шник 12.1.2.1.2 Будет у него целых Четыре интерфейса Будет он соединяться Во-первых С нашим свечом То есть станет Участником Вот этой канальной среды Будет у него IP-шник 10.0.1.6 А здесь будет Допустим Три сервера Все эти сервера У нас будут с этим роутером Соединяться То есть это у нас ASBR Будут вот эти сервера Иметь IP-адреса Из якобы Публичного диапазона То есть это у нас сейчас Будет роутер Который будет обеспечивать Выход в интернет Сейчас мы будем Смотреть Как для всех пользователей Предоставить Выход в интернет В этой части Машутизации То есть не как Подключаться к провайдеру Это будет у нас Отдельная тема А сейчас вот в части Машутизации Как вот написать Такие маршруты Чтобы как-то Можно было бы Выходить в интернет Вот это у нас будет Роутер Якобы смотрящий в интернет А вот это у нас будут Якобы какие-то Внешние сервера Внешние ресурсы Находящиеся в интернете Здесь мы придумаем Что-то типа 217 Тут 134 Вот так вот Ну Число похоже На внешние Публичные адреса Так теперь нам нужно Настроить все интерфейсы И включить его В анонс Делаем IP-шник На вот этот интерфейс Чтобы вот этот вот Мнимый интернет сервер Мог соединиться с роутером Он должен К основному шлюзу подключаться Что мы делаем Мы пишем IP от 54 76 432 1 Так непонятно Че это он не хочет-то Ой, что же я делаю-то Ну разве может же быть Ак-тет больше чем 255 Конечно же не может Так сделали Теперь сами сервера надо настроить Их настройка заключается в настройке обычных пользовательских компьютеров Можем точно так же прописать основной шлюз И IP-шник Теперь проверим Видят ли они свой основной шлюз Можно взять и пропинговать свой основной шлюз А конкретный интерфейс Вот этот вот будет Пинг 217 4356 1 Вот пингует Это пингует с основной шлюз Значит связь с роутером есть На всякий случай здесь тоже проверим Он не будет работать Можете так же в реальных ситуациях проверять Работает ли основной шлюз Так все работает Теперь осталось анонсировать сети Анонсировать мы будем Только служебную сеть В нулевой регион Вот два соседа показала Почему показывают только два соседа А не всех соседей Потому что в этом кратком выводе Это же не дебаг Это часть дебага Которая автоматически показывается И она показывает только установление полных взаимоотношений А полные взаимоотношения установятся только с DR и с BDR Отношения с остальными это two-way Вот мы с вами сделали вот эти сервера Сделали ASBR Напомню что такое ASBR ASBR это тот самый загадочный ASBR С которым мы ранее не работали Который подключен к внешнему домену маршрутизации Я говорил что он будет бросать маршруты из EGP в USPF Сейчас он у нас выполняет другую роль Он тоже находится на границе двух автономных систем То есть он у нас находится на границе нашей автономной системы То есть всей нашей сети организации И между интернетом То есть наша организация это одна автономная система А интернет это другая автономная система И поэтому он и есть ASBR Роутер, находящийся на границе двух автономных систем То есть это тот же самый роутер Который нам обеспечит выход в интернет И вот мы сейчас будем как-то организовывать выход в интернет Как же получается выход в интернет? Ну возьмем допустим вот этот вот самый дальний компьютер У него есть допустим веб-браузер И он захочет выйти в интернет Пишет какой-то IP, адрес Но работать оно не будет Почему? Потому что нет маршрута У нас же видите роутер Он понятия не имеет как добраться До вот этих внешних IP-адресов Как же так получается, что мы можем все-таки сейчас С реального компьютера Открыть браузер И выйти в интернет? Неужели на всех наших роутерах Полная картина интернета? Неужели у каждого роутера в голове Полная таблица маршрутизации Всего интернета? Такая таблица маршрутизации Будет содержать много записей? Конечно же нет Существует такое понятие, как Дефолтный маршрут или восьминулевка Если роутер не находит сеть Конкретную, куда пустить пакет Он пускает этот пакет По восьминулевому маршруту Для начала мы его можем статически задать Мы вот этому можем статически Написать вот этот маршрут Enable.conf.ter.ip.root По маске 0.0.0 И сам 0.0.0 И делаем по 10.0.2.1 На АБР Вот эти вот восьминулей Означают Если ты роутер, не можешь найти конкретную сеть В своей таблице маршрутизации То кидай весь вот этот пакет На вот этот айпишник А там дальше разберутся Добавили в таблицу маршрутизации Душу.ip.root Это выглядит следующим образом Вот буква S Но в отличие от других Обычно статических Еще появляется звездочка Candidate Default То есть дефолтный маршрут Это называется До сети вот 10.0.2.1 То есть если этот роутер получает пакет И начинает его прикладывать к своим сетям И не находит такую сеть Он его пускает по дефолтному маршруту Вот этому роутеру тоже надо Указать как добраться до АСБР Тоже пропишем Enable Confter IpRoute 0.0.0.0.0 Так куда кидать будем Давайте кинем на этот роутер Мы не можем кинуть сразу на этот роутер Потому что в разных канальных средах Сидят И отсюда мы тоже не могли Кинуть на вот этот айпишник Это вам не BGP У которого есть такая штука Поэтому они находятся в одних канальных средах И мы можем кинуть только на соседа Кидаем на 20.0.2.1 Сделали И теперь отсюда уже можем наконец-таки кинуть на АСБР Кидаем на 10.0.1.6 Теперь чисто теоретически все должно заработать Смотрим Вот мы обращаемся по айпи адресу Который находится в интернете И получаем доступ После того как мы прописали эти дефолтные маршруты Еще раз что происходит Один конкретно взятый маршрутизатор Не может держать в своей голове Полные маршруты в интернет Потому что у него не хватит ресурсов Такое происходит только на провайдерских Магистральных роутерах Там стоят очень дорогие И очень мощные роутеры И в интернет каждый роутер у провайдеров Имеет полную карту сети А в организации такого нету Поэтому прописывается дефолтный маршрут Как добраться до вот этого роутера И до других сетей Пакет бежит от компьютера Приходит на роутер Роутер его расковыривает Видит, что он не может найти данного маршрута До вот этой сети И у него есть дефолтный маршрут Который говорит ему кинуть на другого А на этом роутере происходит то же самое Он кидает на этот роутер На этом роутере происходит то же самое И он кидает пакет на этот роутер А что происходит на пограничном роутере Зачастую на пограничном роутере Тоже нету полной карты интернета Поэтому он по дефолтному маршруту Уже кидает на провайдера Тоже по дефолтному маршруту А уже на провайдер Когда попадает этот пакет У провайдера есть уже полные карты интернета Полные маршруты всего интернета И уже дальше там пакет по большому интернету бежит дальше. Вот затем и используется дефолтный маршрут. Но в нашем случае просто роутер знает про вот эти сети, но мы их по SPF не анонсировали. Поэтому все другие роутеры, они ничего вообще не знают о том, как добраться до вот этих сетей. Но благодаря дефолтному маршруту все кидается сюда. И в реальной организации так и происходит. И все пакеты, которые не предназначены частным адресам, которые есть в нашей сети, они все отправляются на пограничный роутер. А пограничный роутер SBR уже отправляет на провайдерский роутер, а провайдерский роутер посылает дальше. Бывают ситуации, при которых пограничные роутеры организации все-таки имеют полную карту интернета. Такое мы тоже будем рассматривать. Будем это делать, но это уже не так часто. Это используется в тех задачах, когда нужны провайдеры независимой IP-адреса. Так вот, в результате нам придется сейчас на каждый роутер прописывать вот этот вот 8-0 маршрут, что крайне неудобно. Поэтому мы можем автоматически всем сразу анонсировать всем сразу вот этот дефолтный маршрут, который мы прописали. Откроем ту схему, в которой мы не писали еще статические маршруты и выполним некий анонс. Зайдем на роутер. Можно даже его сделать хостнейм. Хостнейм sbr. Так, роутеру spf1. И даем команду defaultInformation originate always. Видите, когда мы поменяли имя, у нас произошло переустановление соседских отношений. А, здесь нет такой команды. Здесь нет команды always. Это же Cisco Packet Tracer. Смотрите, когда мы дадим вот эту команду defaultInformation originate, наш sbr-роутер по SPF, всем вот этим роутерам анонсирует дефолтный маршрут. И все будут знать, что 8-0 это через него. Но дело в том, что просто так вот эта команда не сработает. Для того, чтобы она сработала, в таблице маршрутизации у этого роутера должен быть 8-0 дефолтный маршрут. Вот так вот сделано. Что вот эта команда не сработает. Если не будет здесь 8-0 дефолтного маршрута. Вот мы сейчас сделаем статический 8-0 маршрут, смотрящий в никуда. Exit, IP-root, нули. И как вы думаете, куда? Как вы думаете, куда, а не куда? Что это значит? Да ничего. Душу IP-root. У нас в таблице маршрутизации появился 8-0 маршрут, никуда не смотрящий. Но без этой записи не будет срабатывать команда defaultInformation originate, который будет анонсировать нам вот этот вот 8-0 маршрут на все роутеры. Давайте проверим. Возьмем вот этот роутер, посмотрим. EnableShowIP-root. И вот мы видим 8-0 маршрут, который уже не статический, а пришел к нам по SPF. На нормальном, на настоящем оборудовании, либо в других лабораторных средах, вот этой записи можно не делать для того, чтобы сработала вот эта команда. Можно задать. Роутер SPF1. То же самое. DefaultInformation originate. Но добавить слово always. То есть всегда анонсировать 8-0 маршрут, даже если его нет в таблице маршрутизации. И когда вот эта команда с параметром always отрабатывает, то вот этот статический маршрут, замыкающийся на 0, не нужно будет его делать. Также хочу сказать, что не обязательно он должен на 0 замыкаться. Он может быть направлен в сторону провайдера, например, что вот этот роутер кидал дальше на провайдера. Но в нашем случае у нас нету дальше провайдера. Поэтому мы его на 0 замкнули. Так, ну и все. Теперь мы можем посмотреть, что абсолютно на любом роутере у нас есть этот дефолтный маршрут. Мы с любого устройства возьмем и сможем теперь выйти в интернет. Но у нас нет DNS, поэтому обращаемся просто по IP-шнику, к интернет-серверу. По внешнему якобы публичному IP-адресу. Попадаем на веб-страницу. То же самое мы можем пропинговать. Запустить HTTP-сервер, DHCP и так далее. Должно все работать. Давайте посмотрим атрибут этого маршрута, который мы получили по OSPF. Show IP-root. Как видите, раньше мы знали просто O, которые зародились внутри нашего региона. По LSAC первого и второго типа. Потом мы узнали, что есть InterArea. Те маршруты, которые зародились за пределами нашего региона. И пришли к нам по LSAC третьего типа. А теперь мы знаем маршруты с пометкой E2. Звездочка относится к тому, что он 8-0, что он дефолтный. А вот E2 относится к тому, что он пришел из какого-то внешнего источника и был вброшен. В OSPF. В данном случае вот этот маршрут зародился на ASB роутере. Но зародился он там не в connected-сетях, не через connected-сети. А мы его статически туда прописали и дали команду default information originate. И вот этот маршрут статический, замкнутый у нас на 0, от вот этого роутера был вброшен в OSPF. Поэтому этот маршрут считается как маршрут, полученный от внешнего источника. И поэтому он называется OSPF External Type. То есть это у нас уже редистрибьюченный маршрут и получен он по LSA 5-го типа. ASBR сформировал LSA 5-го типа и рассказал всем внутри региона своего. И рассказал ОБР. А уже ОБР роутер для того, чтобы 8-0 редистрибьюченный маршрут, который придумал ASBR, кинуть другие регионы. Формирует LSA 4-го типа, вспомогательную, для того, чтобы протащить маршрут, полученный по LSA 5-го типа. Вот как-то так оно и работает. Мы с вами плавно переходим к редистрибьюции маршрутов. И первый тип редистрибьюции, который мы посмотрели, это была команда Default Information, Originate Always. И эта команда, она выполняла редистрибуцию. То есть вброс статического маршрута, который был замкнут на 0, во все другие роутеры. Но это не совсем полноценная редистрибьюция. Это просто анонсирование дефолтного маршрута, который сообщает, как выйти в интернет. Теперь мы сейчас с вами сделаем настоящую полноценную редистрибуцию. Мы сделаем еще одну автономную систему, в которой будет бегать протокол EGRP и маршруты, зародившиеся в EGRP, мы будем вбрасывать в таблицу маршрутизации всех других роутеров. Так вот, про это пока забываем. Она нам будет немножко мешаться, конечно. Раз роутер, два роутера, третий роутер. Здесь сделаем сразу четыре интерфейса. Здесь два компьютера. И сети тут будут другими. Давайте сделаем 172. Было 16, давайте сделаем. Пускай будет 30. 1, 2. Такие будут пользовательские сетки. Служебную сетку сделаем какую-нибудь 50. 50.0.1.1. 50.0.1.2. Тут 50.0.2.1. И здесь 50.0.2.2. Еще у нас будет одна связь с EBR роутером. А у EBR роутера у нас нет портов. Давайте добавим. Предварительно сохраним. Выключим. Вот мы его выключили. Раз, вся сеть развалилась. И чтобы так все у нас не развалилось, в реальной конфигурации имеет смысл ставить два роутера. АБР. Так, еще один интерфейс. На самом деле еще два можно. Давайте еще два. Теперь у нас подключится. И будет у нас тут бегать служебная сетка. 50.0.3.1. А сверху будет 50.0.3.2. Теперь все, что я буду делать, пока на данном этапе, я буду настраивать просто интерфейсы. А потом уже перейдем к дальнейшей конфигурации. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, настроили интерфейсы. Теперь для того, чтобы вот этот компьютер мог добраться до вот этого компьютера, нам нужно настроить протокол динамической маршрутизации. Здесь у нас будет бегать EGRP. И нужно понимать, что вот эта часть схемы – это имитация как бы другой автономной системы. Например, это какой-то отдельный участок сети, либо это какая-то другая организация соседняя, с которой мы недавно подружились. У них там бегает EGRP, а у нас сеть построена на OSPF. И мы хотим, чтобы вот этот компьютер без всяких там доменов мог добираться до вот этой вот сети. Так что это имитация другой автономной системы. И прошу вас обратить внимание на то, что вот этот роутер – это тоже будет роутер ASBR. В данном случае второй. Один роутер, сидящий на границе двух автономных систем. Это наша автономная система интернет. А у второй роутер, сидящий на границе двух автономных систем. Это у нас наша автономная система. И какая-то другая сторонняя организация, с которой мы хотим подружиться, с которой мы хотим отсюда получить доступ сюда. Ну, с любого конца нашей сети получить доступ к этим двум компьютерам. А так, чтобы вот эти компьютеры могли получить доступ к нам. Здесь у нас будет бегать EGRP. Сначала здесь. Exit. роутер egrp 1 и анонсируем сети network без каких-либо регионов у egrp регионов нет здесь то же самое в данном случае нам не нужно анонсировать вот эту сеть потому что дружить то мы будем по spf у нас вот на этом sbr будет запущен протокол egrp который будет осуществлять маршрутизацию внутри этой сети и протоколов spf который запущен для того чтобы осуществлять связь с нашей большой схемой так роутер egrp network 50010 сразу же сосед появился установил связь с соседом на этом роутере тоже роутер egrp 1 network чтобы сразу и служебно анонсировать и пользовательскую анонсировать теперь если мы посмотрим в таблицу маршрутизации душу айперут то старый знакомых знакомых букв кд обозначающий маршрут маршрут полученный по egrp страшная метрика это у нас он знает как добраться до ведь она у нас автоматически просуммировалась потому что мы не задали команду но авто саммари она просуммировалась и работает с классовыми сетями она берет и анонсирует целую сетку такое поведение по умолчанию у egrp для иосов младше 15 версии от cisco packet tracer я в самом начале показывал версия 12 кстати после 12 версии не был версии 13 и 14 а после 12 версии сразу появилась 15 версия так делаем роутер гиджерпи один ноу ауто саммари так здесь тоже но авто саммари смотрим что стало с таблицей ну вот пропало это безобразие да здесь было вот так вот а стало полноценно без автоматического суммаризирования на самом деле это не то чтобы автоматическое суммаризирование просто была анонсирована одна большая классовая сетка в общем механизм это надо отключать в egrp он не нужен про egrp мы уже много общались но пропингуем этот компьютер работает при этом в таблице маршрутизации душу iproot мы видим что вот этот вот роутер эти все тоже ничего не знают о ospf ну и правильно мы еще никак же не настраивали первую очередь нам нужно подружиться с этим вот роутером по ospf давайте подружим их по нулевому региону пускай он относится к нулевому региону выходим и несмотря на то что здесь уже запущен egrp запускаем еще один роутер ospf1 роутер айди давайте сделаем 13 13 13 но просто для удобства для того чтобы было все нормально чтобы было видно кто плохо работает а кто не работает так и анонсируем сеть анонсируем только сеть network 50 0 3 1 50 0 3 0 по 0 0 255 в 0 в регион здесь делаем то же самое confter роутер ospf1 network 50 0 3 0 3 0 255 area 0 и ждем установления соседства давайте переименуем этот роутер в асбр 2 так айпишник я сюда не повесил так это интерфейс 5 0 давайте повесим интерфейс 5 0 повесим сюда айпишник придется еще раз его анонсировать что произойдет мы анонсировали только вот эту сеть поэтому все другие сети не попадут в оиспев так давайте проверим на этом роутере если такие сети так нету а есть 50 тоже нету ну а давайте попробуем все эти сети анонсировать зачем нам какая-то дистрибуция если мы сейчас просто в spf анонсируем все сети и все роутер ospf1 анонсировать то мы можем только либо вот эту сеть либо вот эту сеть мы же не можем взять анонсировать вот эту сеть в spf здесь экземпляры ospf не запущены а для того чтобы можно было бы вот эти вот сеть перетащить в spf нам нужна редистрибуция как выполняется редистрибуция как же нам все-таки вот эти сети перетащить в spf заходим в роутер ospf и пишем команду redistribute redistribute и смотрим что можно redistribute то есть мы зашли в spf значит мы у него хотим какие-то сети поместить из каких других источников мы можем поместить туда только наш connected сетку мы можем поместить туда из бджп который будем проходить мы можем поместить туда статические маршруты у вас есть какой статический маршрут в таблице маршрутизации вот этого роутера мы можем его перекинуть в spf но дефолтный маршрут восьми нулевка такой команда не получится redistribute только какой-то обычный нормальный маршрут она заинтересует redistribute и trp поэтому пишем и trp дальше дальше указываем из какой автономной системы и trp а проще говоря из какого экземпляра и trp мы будем перетаскивать сети у нас же первый экземпляр значит из первого и далее указываем слово subnet почему subnet тогда сети будут анонсированы нормально иначе будет анонсирована только классовая сеть вот выполнили эту команду должны были вот эти сети вброситься в spf давайте посмотрим на любом роутере получилось или не получилось сбросить их душевой пирут пока нету возможно нужно какое-то время пока все лысейки разошлются между роутерами точнее сюда должна прийти лысейка пятого типа вот этот роутер вот эти сети понесет в spf по лысейке пятого типа точно так же как это фолтный маршрут потому что они зародились во внешнем домене маршрутизации сюда они уже попадут лысейки четвертого типа потому что бр переделывает их в лысейки четвертого типа но вот к сожалению редистрибуция не прошла может быть она прошла в нашем регионе в нулевом шой пирут так но действительно действительно так и получилось что нашем регионе вот он пришел пришел этот маршрут едва вот эта сеть и вот эта сеть из egp после редистрибуции попал net роутер она пока попал только в первый регион в нулевой регион в том же регионе и зародился серии дистрибуция и пока еще сюда не попала еще предстоит разобраться почему не обратите внимание точно так же как и в случае дефолтного маршрута такой внешний маршрут помечается буковка едва external type 2 то есть это внешний маршрут маршрут который зародился не в spf а в другой в какой-то сети в другой автономной системе он называется редистрибученный брошенный давайте посмотрим что с таблицы маршрутизации у и gp роутера душу ip root оттуда получается ничего нету если мы сейчас пытаемся пингануть пингануть 172 30 1 2 то у нас ничего не получится уж нет обратного маршрута пакет до него дойдет обратно не придет вот можно посмотреть так вот пакеты пошел дошел сюда дошел сюда все прошло теперь когда этот компьютер формирует и reply он будет перечеркнуть в роутере формируется служебное сообщение и simp в котором для этого компьютер будет написано destination host enrichable вывод вывод заключается в том что теперь мы должны бросить маршруты из-за spf в и gp то есть мы бросили из-за и gp в spf теперь наоборот из-за spf надо вбросить и gp для этого то мы заходили в роутер в spf тем мы заходим в роутер и gp 1 не даем ту же самую команду redistribute по сути свое то же самое только указываем что в и gp вбросить у spf в spf из экземпляра 1 все теперь можно попробовать добраться до этой сети не работает почему ну давайте посмотрим так нет никаких маршрутов маршруты не пришли дело в том что по умолчанию когда мы из какого-то внешнего источника выбрасываем маршруты в spf в данном случае когда мы выбрасываем и gp в spf то в spf они попадают с фиксированной метрикой вот видите метрика 20 независимо от удаленности от sbr маршрут полученный по spf вот и gp будет равен 20 и когда мы выбрасывали дефолтный маршрут я его сбил он тоже имел метрику 20 то есть если мы что-то вбрасываем в spf независимо от удаленности этого маршрута от sbr метрика получается 20 вот если мы вбрасываем что-то в gp то по умолчанию маршрут вбрасывать бесконечно плохой метрикой не работать он не будет они вообще туда не попали маршрута в spf не попали в gp то что по умолчанию они имеют бесконечно плохую метрику поэтому при редистрибуции из ospf в gp мы должны эту метрику указывать заходим в роутер egrp 1 указываем что мы хотим рельс ребутить маршрута из ospf далее указываем метрику и здесь сейчас будет очень много чисел для того чтобы указать метрику с которым будем вбрасывать все внешние маршруты мы должны вернуться к истокам работы egrp и посмотреть как рассчитывалась метрика были задержки загрузка на интерфейсах надежность учитывалась вот эти все параметры мы должны будем сейчас прописать ставим знак вопроса первое что она хочет она хочет вот это вот минимум bandwidth что мы придумали из головы пускай она будет 100 мегабит указываем в килобитах следующий параметр она хочет что мы указали ей задержку на интерфейсах пускай она будет равна 10 далее хочет надежности говорит что 255 будет самая высокая надежность 255 дальше хочет она загрузку на интерфейсе ставим цифру 1 указываем что загрузка самая минимальная дальше спрашивает про mtu у нас будет стандартный 1500 и все смотрите что это такое это параметр по которым будет рассчитываться метрика для маршрутов полученных из ospf потому что и grp он не может залезть в эту сеть и начать там замерять вот эти расстояния кто на кого как смотрит какие там queries пакеты посылаются он это не может делать у него здесь очень маленькие права там ospf там другое королевство типа а здесь не у тип свое королевство поэтому просто указываем стандартные значения которые и grp примет за истину и все маршруты полученные через ospf и grp будут иметь одну и ту же метрику так сказать искусственное задание метрики метрику задали смотрим что стало с таблицы маршрутизации наконец то увидим что маршрут побежали и если внешне маршрут для ospf помечаются как е2 то маршрут полученные с другого источника для jrp помечаются как екс и вот теперь мы видим и 20 сетки просуммированные 16 который мы ранее суммировали вот эти вот не просуммированные потому что ospf у нас подключен к нулевому региону в нулевом регионе детально показывается то есть сеть маршрут они пришли и как видите они все пришли с одной и той же метрикой вот и число посчиталось для них на основании тех параметров которые мы указали эта метрика для всех одинаковая jrp он не может посчитать метрику мы в значении какие-то указали и он их посчитал это хорошая метрика мы поставили что якобы у интерфейсов минимальная задержка и максимальная надежность и канал 100 мегабит так что это хорошая метрика ну и сразу же пингуем то что у нас не пинговался начало пинговаться давайте на всякий случай проверим насколько оптимально у нас входит пакет так вот он пошел дальше обратно видите это был допустим четный пакет он уже наверх пошел потому что он там анонсировался так обратно пошел нормально все хорошо работает таким образом маршруты зародившиеся в jrp через sb роутер попали в ospf а маршруты зародившиеся в spf попали в jrp подружили две независимые друг от друга сети по протоколам динамической маршрутизации остался еще один вопрос касательно того что в нулевой регион маршруты из jrp попали а в эти регионы не попали чтобы исправить эту ситуацию достаточно перезагрузить бр-роутер clear ipo spf процесс после загрузки все маршруты попадут во все уголки нашей сети на каждый роутер но вот они все все пришли такие двашные вот они можно взять с любого компьютера попробовать получить доступ например к этому компьютеру работает можно это компьютер получить доступ ну скажем сюда не работает почему же значит что то не так так вот этот роутер знает как добираться show ip root 172 16 3.0 видите вот если написать show ip root и написать айпи адрес она покажет информацию к этому маршруту конкретно по этому маршруту он известен через uspf пометочка с такой-то метрикой так вот он типа то есть intraria а чего тогда но может вот этот не знает шоу айпи рвут у этого маршрута что-то нету на почему он ничего не знает а вот этот вот нет все знает а это какой-то остался тормозной интересно почему он ничего не знает вы видите как вот просто он повис перезагрузили еще и видите в общем мы убедились что во все удаленные уголки нашей сети все работает первый запрос на арб теряется это нормально так задумано разработчиками так все нормально так все работает все пингуется маршрута есть в обе стороны когда мы с вами смотрели на таблицу маршрутизации мы смотрели на вот эти цифры и говорили что это что это метрика а вот эти цифры мы игнорировали ничего про них не говорили и цифра называется административное расстояние протокола эти цифры показывают насколько протокол динамической маршрутизации важнее по сравнению с другим протоколом чем меньше цифра тем протокол важнее если несколько протоколов встречается на одном роутере то по вот этой цифре определяется насколько протокол важен это константа и для uspf она всегда одна для jrp она тоже всегда одна По умолчанию она не меняется. Ее можно поменять вручную, но по умолчанию она не меняется. Она всегда одна. И вот, например, протокол USPF всегда даже для внешних маршрутов. Для маршрута InterArea, для маршрутов InterArea всегда один и тот же, 110. Протокол EJRP имеет административное расстояние 90, а значит он более важный, чем протокол USPF. Ну, конечно, ведь протокол EJRP – это протокол, который разработала сама CISCO. И, конечно же, их операционная система CISCO, IELTS, считает протокол EJRP лучше, чем протокол USPF. А вот для внешних маршрутов по USPF, вброшенных в EJRP, административное расстояние совсем плохое. Оно и понятно. Маршруты, полученные из какого-то внешнего источника, они, конечно же, хуже, чем маршруты, которые зародились где-то в нашей сети. Зачем вот эти цифры? Зачем вот это административное расстояние? Зачем разделение? Дело в том, что может быть такое, что на одном и том же роутере маршрут до одной и той же сети может быть получен по USPF, и до той же самой сети маршрут может быть получен по EJRP. В этом случае встает вопрос, а какой маршрут выбрасывать в таблицу маршрутизации? Ориентироваться на показания протокола EJRP до этого маршрута, или ориентироваться на показания протокола USPF для этого маршрута? И для того, чтобы решить этот вопрос, используется административное расстояние. Оба протокола в один и тот же роутер притащили одну и ту же сеть. Смотрим на административное расстояние этих протоколов. У того протокола, у которого это административное расстояние будет меньше, тот и лидирует. Тот маршрут и будет брошен в таблицу маршрутизации. И учитывая то, что у ОСПФ административное расстояние 110, а у EGRP оно 90, то если одну и ту же сеть притащит ОСПФ и EGRP, то выиграет EGRP. Для циска ее протокол важнее, чем протокол открытого стандарта ОСПФ. Обращая наше внимание на тот факт, что в ОСПФ по административному расстоянию не различает маршруты, полученные из внешнего источника, и маршрут, которые зародились в нем самому. Потому что видите, вот внешний маршрут, а у него административное расстояние 110, и маршрут, который внутри зародился, он тоже 110. А вот EGRP, ну тут другая ситуация. Здесь маршрут, который зародился, сам в нем 90, а по внешнему источнику 170. У статических маршрутов административное расстояние единица. То есть статический маршрут всегда имеет приоритет над любым протоколом динамической маршрутизации. Однако административное расстояние можно поменять для конкретного протокола. Административное расстояние никак не придется между роутерами и в каком пакете, поэтому его можно поменять только для одного конкретного роутера. Нельзя, например, на одном роутере поменять расстояние, и чтобы на другом роутере оно тоже поменялось. Только на одном роутере. Вот сейчас мы видим, что маршрут до 172.30.2 имеет административное расстояние 90. Если мы хотим его поменять, ну например у нас возникла такая ситуация, что до вот этой же сети, до 32.0, появился еще один маршрут, который пришел с другого источника, и он стал по каким-то причинам лучше. А мы хотим, чтобы он был получен по EGRP и ходил через EGRP. Нам нужно будет поменять вот это вот административное расстояние. Если мы хотим поменять административное расстояние, мы должны сделать следующее. Зайти в контекст confter router EGRP, 1, дальше написать distance, еще раз указать, что это EGRP, и далее указываем административное расстояние для внутренних маршрутов, то есть для таких с обычной буквой D. Был 90, давайте сделаем допустим 20. Дальше второе число для внешних, то есть вот для таких, полученных из других источников было 170, ну сделаем допустим 50, все, сделали. Изменение административного расстояния должно привести к переинициализации нужного процесса EGRP. Вот оно, появилось. Ну просто еще раз соседские отношения переустановили. Душе IP-root, и мы видим, что все административные расстояния поменялись на те, которые мы указали. Мы указали для внешних маршрутов 50 и для внутренних 20. Для внутренних 20 так и стало. А было вот так вот, если вспомнить, 170 было и 90. Вот так вот мы можем поменять административное расстояние. На другом роутере он ничего об этом не знает, административное расстояние не переносится. По этому шоу IP-root мы видим все те же стандартные значения административного расстояния. Обычно задача как раз требует только один роутер настроить, чтобы он посылал трафик по какому-то другому маршруту. В нашей ситуации таких задач нет, и поэтому административное расстояние мы не трогаем. В случае с OSPF абсолютно все то же самое. Enable.conf.tr, роутер.OSPF1, Distance.OSPF. И далее пишем, что мы хотим. Если мы хотим, мы можем поменять значение административного расстояния для маршрутов, полученных из внешнего источника. Несмотря на то, что по умолчанию оно равно маршрутам, полученных из внутренних источников. Можем поменять расстояние для маршрутов внутри региона. И можем поменять расстояние для маршрутов, полученных из других регионов. По умолчанию они все 110. Все три типа, независимо от типа 110. Можно вот так вот поменять. Вот таким образом. Кроме того, если поменять административное расстояние не для вообще всех маршрутов, а конкретного протокола, динамической маршрутизации, а для одного конкретного маршрута, синтаксис команды в данном случае выглядит следующим образом. Мы писали как? Distance.OSPF и так далее. В случае, если нам нужно для конкретного маршрута, мы пишем команду Distance. Дальше мы пишем то административное расстояние, которое хотим установить, например, 12. После чего мы пишем сеть, до которой мы хотим изменить административное расстояние. Например, до сети, там скажем, 172, 21, 0. И указываем перевернутую маску. Команда применяется, но в Cisco Packet Tracer она не работает. Cisco Packet Tracer, к сожалению, не меняет административное расстояние для конкретного маршрута. Возможно, какая-то недоделка. Как видите, мы уже столкнулись где-то с десятком таких мелких ограничений, которые не поддерживают Cisco Packet Tracer. Я же довольно часто говорил, что вот это не поддерживается, это не поддерживается. Мы многие эти вещи будем компенсировать, когда мы будем в другой среде строить большую корпоративную сеть, когда будем собирать все знания воедино как бы. Это мы сейчас с вами рассматриваем отдельные проекты, которые между собой не связаны. А вот в будущем мы будем уже все вот эти знания, которые получали в отдельных проектах, собирать в единое целое. У нас как бы сейчас, допустим, кирпичики есть, да, мы в них знания накапливаем. Потом вот эти кирпичики будем заливать цементом, будем их связывать в единое целое. Здесь вот еще, если мы знак вопрос поставим, что ничего больше нельзя ввести, вообще можно сюда еще добавить аксесс-лист. Аксесс-лист, который будет использован для инициализации маршрутов. Аксесс-листы мы еще с вами не проходили, поэтому сейчас вам это не совсем понятно. То есть с помощью аксесс-листа можно будет выбрать некий критерий IP-адресов. И сначала IP-подсеть должна будет попасть под условие аксесс-листа, а затем по условию аксесс-листа еще будет после этого проверяться критерий попадания вот под эту. И только тогда она заработает. Может быть она как раз не зарабатывает, потому что здесь невозможно задать аксесс-лист. Ну да ладно. Главное, что мы с вами научились менять административные расстояния и можно двигаться дальше. Сейчас сюда мы поставим еще один роутер. Он будет у нас стоять здесь. И соедним этот роутер с SBR и с канальной средой нулевого региона. Зачем? Что будет происходить? Мы сделаем так, что кто реально ближе к этому роутеру, будут пропускать трафик через него, если нужно обратиться к SBR, ну вот к этим сетям. А те, кто ближе к этому роутеру, будут ходить через вот этот роутер, по вот этому каналу. Сделаем это для того, чтобы понять разницу между маршрутами Е2 внешними и маршрутами Е1 внешними. До этого момента я об этом умалчивал. Сейчас мы это разберем. Так, какой у нас будет здесь IP-адрес? Последний был, по-моему, 1.6. Это будет 10.0. 1.7. Он будет бегать здесь. Для него DRM вот этот будет роутер. А здесь? А здесь будет у нас бегать. Не бегать, а будет под сеть. Пускай будет 2.4.2. А тут будет 50.0.4.1. Настроим два этих интерфейса. Вот смотрите, если вы неправильно что-то ввели, и у вас вот получилось такое. Чтобы это отменить, нужно нажать Ctrl-Shift плюс 6. Можно нажать Ctrl-Shift плюс 6. Команда отменится. Роутер ID 14.4.14. И включаем в анонс по SPF. Будем дружить по SPF. Все сети. В нулевой регион. Нетворк 0,0,0,255,255,255 Р,0 Так, он сейчас с этим DR и BDR должен установить Full отношения Интересно, с кем-то он таким 217,43 Что же у нас такое-то оказалось? Это по всей видимости у этого, что ли? Шоу IP в SPF Да, у него ID-шник какой-то неправильный А почему? Видимо, из большого ID-шника он BDR-ом выбрался Не очень хорошо, после перезагрузки Оно у нас нормально все станет Не будем сейчас перезагружать Так, и вот этот роутер MintFa6.0 У нас вот этот вот ASB роутер Полностью в нулевом регионе сидит Вот это у нас все же нулевой регион Исключая, конечно, EGRP, который вообще в другой организации Находится Так, соседство установилось Посмотрим, что у нас в таблице Так, маршруты все пришли Что у нас происходит? У нас происходит, что до 20-й сети, вот до этой Мы можем добраться либо через 1.4 Либо через 1.5 Через этот Либо он даже может добраться через вот так вот Если нам такое поведение нежелательно Мы не хотим, чтобы он ходил вот так вот А ходил, например, только так вот То тогда мы можем изменить стоимость этого интерфейса Сделать ее, например, даже 5 И все Ходить он будет только через эти два Для этого и нужно понимание метрики Когда будем строить сложные проекты Потому что когда два роутера соединили вместе Зачем нам метрика? Она и так вся работает А вот когда уже какие-то связи появляются Здесь уже и нужно управление вот этой метрикой Понимать, как она сделала, чтобы маршрут пошел в нужную тебе сторону Так вот Если мы сейчас посмотрим на этот роутер До show IP root То мы видим, что до 30 сети 30.1.2 Он будет сразу добираться через 1.7 И до этой тоже А что, например, вот этот роутер Что он думает? Show IP root Что он думает, как добраться? До 30 Он думает добираться Значит, либо через вот этот вот он Часть пакетов будет посылать сюда Допустим, четные А нечетные он будет посылать вот сюда На этот интерфейс На BR Обратите внимание на тот факт Что метрика одинакова Что вот с этого роутера мы смотрим На маршрут до вот этой сети И метрика равна 20 Что вот отсюда мы смотрим Здесь тоже метрика равна 20 Даже если мы посмотрим здесь Даже вот тут вот откуда-то с дальнего То до 30 сети Все равно метрика будет 20 С какого бы угла сети мы не смотрели Метрика будет 20 Потому что маршрут типа E2 Что такое маршруты типа E2? Это такие внешние маршруты Которые не учитывают стоимость Транспорта по внутренней сети Что это означает? Это означает, что вот этот вот Дорогой товарищ ASBR Вот эту вот сетку Узнал за метрику 20 И вбросил ее в OSPF И в OSPF Вот эта вот стоимость Пути до ASBR Не учитывается Вот он ее как бы Вбросил с метрикой 20 И вот она пошла, пошла, пошла На вот эту сеть распространяться И ни один из роутеров Не учитывает Количество прыжков До того, чтобы добраться до этой сети То есть стоимость транзита По внутренней сети Не учитывается Для того, чтобы она начала учитываться Мы должны перевести E2 в E1 Мы должны сказать ASBR Чтобы он вбрасывал бы Такой маршрут Который учитывал бы Стоимость транспорта по сети То есть метрик уже здесь будет Тогда не 20 Он вбросит маршрут Например с 20 метрикой Дальше вот первый интерфейс Его стоимость 1 Потом 2 И вот этот роутер Должен знать будет Эту сеть не за 20 А за 22 То есть понятно, да? Когда маршрут E2 Стоимость транзита по сети Не учитывается Метрика внутри сети не учитывается А если мы сделаем E1 То транзит по сети будет учитываться Давайте сделаем У нас вот эта E2 превратится в E1 Зайдем на ASBR Роутер И скажем Роутеру SPF1 Теперь даем команду Redistribute То есть мы можем просто руками указать метрику Мы это делаем для EJRP Потому что она плохая А для SPF это не было необходимости Но мы можем так же Тогда она придет сюда Не с 20 метрикой А с такой, которую мы ему поставим А можно сделать по-другому Включить метрик type Метрик type И указать на какой тип Именно первый тип Учитывает стоимость транзита по сети Зададим сейчас метрик type И слово subnets То есть безклассовые сети Учитываются маски под сетей Вот мы когда применили Посмотрим, как Вот эти маршруты полученные Вот EJRP вброшенные по OSPF Теперь учитываются Show IP root Вот, ребята, видите E2 превратился в E1 И метрика стала не 20, а 22 Потому что в той метрике С которой я SBR Вбрасывал этот маршрут Прибавилась еще стоимость транзита По сети Как мы с вами и считали Что раз интерфейс И два интерфейс А вот это вот не учитывается Потому что это как будто Проводом соединено Эту мы с вами метрику проходили И я об этом вам подробно рассказывал То есть вот он есть 22 А для этого роутера Будет теперь То вот она была 20 А теперь Вот видите Ну тоже получается 22 Потому что раз и два Может быть найдем кого-то Кто с большей метрикой Будет знать Вот этот компьютер будет С большей метрикой знать Если бы мы еще сколько-то роутеров подключили У нас бы тогда там 23, 24, 25 началось В общем В такой ситуации Когда до одного Того же SBR Есть два роутера Два пути По которым можно ходить В случае если Будет маршрут второго типа Который не учитывает Стоимость транзита по сети Роутеры находящиеся Внутри регионов Не будут понимать На какой роутер На этот Или на этот Им кидать трафик Для того чтобы Быстрее добраться До сети Которую анонсировал SBR Вот если SBR анонсирует сеть С метрикой первого типа Который учитывает стоимость Транзитов по сети То тогда Каждый роутер Уже знает Как ближе всего Добраться до той сети Которую анонсирует SBR То есть данной ситуации Не получилось показать А так вообще Если бы была какая-то Действительно большая сеть То те кто ближе К этому роутеру Ходили бы через него Те кто ближе к этому роутеру Ходили бы через него Вот и все То есть стоимость транзита Учитывается Либо не учитывается Существуют задачи Когда нужно запретить Какой-то один Конкретный маршрут Из одного региона Анонсировать другой регион Это называется Фильтрация маршрутов Когда мы можем взять И например Сеть 1.2 И 2.2 Анонсировать например В первый регион А вот эту сеть Мы по каким-то причинам Не хотим анонсировать Если мы сделаем Такую фильтрацию То соответственно Внутри региона Вот эти роутеры Смогут добраться До вот этой сети Но из этого региона Вот эти компьютеры До вот этой сети Добраться не смогут Они смогут добраться Только до вот этого И до вот этой сети Cisco Packet Tracer Полностью не поддерживает Фильтрацию маршрутов Ни в одном его виде Ни одна команда По фильтрации маршрутов В Cisco Packet Tracer Не работает Мы когда будем Строить большую Корпоративную сеть В другой лабораторной среде Там будут реальные задачи По фильтрации маршрутов Мы будем защищаться От каких-то нежелательных маршрутов Мы будем убирать анонс Вот этих служебных сетей Они у нас в итоге Не будут попадать В таблицу маршрутизации А в таблицу маршрутизации Будут попадать только Пользовательские сети И там мы будем Настраивать вот эту фильтрацию Уже на конкретных примерах А здесь сейчас я просто покажу Как она делается Есть несколько способов Фильтрации маршрутов Первый из них это Мы создаем специальный Фильтр-лист Префикс-лист А потом этот префикс-лист Применяем к протоколу Динамической маршрутизации Например Нам нужно запретить сеть Вот эту вот 3.0 Вот ее только запретить А все остальные сети Разрешить Для этого мы переходим В общий контекст Конфигурирования роутера Фильтрация выполняется На АБ-роутере Confter И пишем IP-префикс-лист OSPF Permit И здесь мы идем от обратного Указываем те сети Которые мы хотим Чтобы они были анонсированы А те, которые мы не указываем В префикс-листе Анонсированы не будут Указываем сети Которые мы хотим Чтобы они попадали В регион первый Далее мы могли бы указать маску Им уже надо понимать Какую подсеть мы хотим Разрешить К анонсированию Но дело в том Что такая маска Она не поддерживается Вот это у нас 24 маска Запись в десятиличном виде Не поддерживается Поддерживается запись В виде префикса Мы знаем, что это 24 маска Поэтому мы вот так вот пишем Когда мы нажмем на Enter У нас эта команда применится На реальном оборудовании Либо в другой Более продвинутой Виртуальной среде После того, как мы указали Вот эту сеть Нам нужно еще раз Написать точно такую же команду Префикс-лист будет Иметь точно такое же имя Но просто мы уже укажем Другую подсеть Которую мы хотим Разрешить к анонсированию То есть вот эта часть команды Та же самая Но сеть Указываем другую И потом в running.config Будет записано Две команды Одна команда такая С такой подсетью А другая команда С такой подсетью То есть мы указали Те сети, которые мы разрешаем К анонсированию После этого После того, как мы создали Вот этот префикс-лист Мы должны Применить этот префикс-лист К протоколу динамической Маршетизации USPF Для этого пишем Роутер USPF1 Зайдем в контекст Редактирования USPF Синтексис команды Будет иметь следующий вид Здесь мы указываем Регион 1 Указываем имя префикс-листа Который мы создали Он называется у нас USPF И указываем направление In Вот это вот In Обозначает, что Будет происходить Фильтрации сети, которые передаются От ABR роутера В указанную зону Вот мы указали Цифру 1 То есть мы хотим Профильтровать маршруты Которые передаются В указанную вот эту зону То есть в регион 1 Фильтр-лист Это просто такая служебная команда После команды Фильтр-лист указываем Еще одно служебное слово Префикс И указывается Имя префикс-листа Который мы предварительно создали Когда мы нажмем на Enter У нас все роутеры В первом регионе Будут знать про сети 2.0 и 1.0 Но ничего не будут знать Про сеть 3.0 Можно сделать по-другому Можно сделать Вот при таком синтаксе Все команды Будут отфильтрованы Только те маршруты Которые передаются В зону 1 А вот зона 2 На зону 2 Команда распространяться не будет И зону 2 получит Маршруты До всех вот этих сетей А вот если мы сделаем Вот так вот Поменяем на out То вот это out Обозначает фильтрацию маршрутов Которые передаются Из указанной зоны Вот это в указанную зону А это из указанной зоны И получается, что Теперь вот этот префикс-лист Условие префикс-листа Будет попадать под маршруты Которые передаются Из-за нулевого региона И при таком синтаксисе Команды И первый регион Не получит третью сеть И второй регион Не получит третью сеть Почему? Еще раз объясняю В первом случае Мы фильтровали маршруты Которые передаются В указанную зону У нас эти маршруты Передаются отсюда Сюда И сюда Но фильтр-лист Мы повесили только На маршруты Которые передаются В первую зону Поэтому только первая зона Теряет доступ к сети 3.0 А вторая зона Этот доступ не потеряет В первом случае В фильтр-лист попадают Только те маршруты Которые передаются В зону 1 В регион 1 А во втором случае Фильтр-лист Применяется К маршрутам Независимо от того В какую зону они идут Если любые маршруты Попадающие под префикс-лист Идут из нулевой зоны В любую другую зону Они будут блокироваться Согласно условиям Префикс-листа Здесь Независимо от того В какой зоне зародились Эти маршруты Они будут блокироваться Только в том случае если они направлены в зону 1. Достаточно поэкспериментировать, чтобы до конца понять этот момент. Вот это вам я сейчас показал способ фильтрации маршрутов номер 1, когда мы с помощью префикс-листов задаем правило перемещения маршрутов между зонами. Не хотим мы из нулевого региона, чтобы попадал какой-то маршрут, соответственно делаем префикс-лист, и он с одного региона не будет попадать в другие регионы, либо наоборот. Вторым способом фильтрации маршрутов является запрет конкретному роутеру получать, вбрасывать в свою таблицу маршрутизации те или иные маршруты, маршруты тех или иных сетей конкретному роутеру. Здесь мы делали на Bayer, мы ему говорили, что не посылай в первый регион третью сеть из нулевого региона, и он ее просто не посылал. Можно делать по-другому, что Bayer будет посылать все маршруты, а конкретно взятый роутер будет их фильтровать. Если мы, допустим, не хотим, чтобы нас какой-то злоумышленник накачал какими-то левыми маршрутами, вот мы можем таким способом защититься. Значит, способ второй в текстовой инструкции тоже записан. Вот он. Альтернативный способ фильтрации маршрутов. Нам нужно сделать Access List, который будет разрешать сети, и потом этот Access List применить к OSPF. Access List — это такой лист, в данном случае такой список маршрутов, который будет запрещать получать те или иные маршруты, но в данном случае оно идет от обратного. Мы указываем в Access List только те маршруты, которые мы хотим получать, а те, которые мы не хотим получать, мы их не указываем, и они к нам приходить не будут. Значит, вот, например, скажем, вот на этом роутере Хотим защититься от каких-то посторонних маршрутов Для этого мы переходим в confter и делаем access-list Здесь этот access-list поддерживается в Cisco Packet Tracer Но применить на роутер мы его все равно не сможем Мы это сделаем, но он не применится Access-list Дальше задаем номер access-листа Если у префикс-листа мы могли задать имя и называли мы его SPF То здесь мы задаем номер Так как это стандартный access-list Access-listы, они используются далеко не только для фильтрации маршрутов У нас будет отдельный урок, посвященный access-листам В данном случае они делают определенную защиту и фильтрацию трафика Дальше указываем ключевое слово permit Разрешить И перечисляем сети, которые мы разрешаем Те сети, которые будут вброшены вот этим роутером в таблицу муштизации Опять же мы хотим разрешить вброс только вот этих двух сетей Допустим, а все остальные сети вброшены не будут Вообще ни одна сеть вброшена не будет Кроме тех, которые мы здесь укажем Укажем 12.168.2.0 И здесь уже маска записывается не в виде префикса А в виде десятичного значения указывается маска перевернутая 0.0.0.2.5.5 Указали эту сеть и указали вот эту сеть Вот эти две сети мы разрешаем вбрасывать в таблицу муштизации Вот мы сделали вот этот access-лист Мы его можем посмотреть в running-конфиге, как он выглядит Do show run Run то же самое, что running-конфиг Просто сокращено У нас все команды, которые мы вводим попадают в running-конфиг И вот мы видим, как они записаны То есть два access-листа с одним и тем же номером Записываются друг по другу Теперь мы переходим в роутеру SPF1 И применяем этот access-лист Команда будет distribute-лист Указываем номер access-листа, который мы создали десятый И указываем направление Мы фильтруем маршрут, который приходит к нам Поэтому in Здесь команда не применяется из-за ограничений Вот это уже, видите, мы столкнулись с вами с непредалимыми ограничениями И здесь мы не можем полноценно посмотреть, как работает фильтрация В результате, когда мы выполним вот эту последнюю команду То в таблице маршрутизации вот этого роутера Мы увидим маршруты только до вот этой подсети И до вот этой сети Все остальные маршруты будут запрещены Мы просто берем и указываем все сети, которые нам нужны Которые мы хотим видеть в таблице маршрутизации нашего роутера Не обязательно же указывать вот так вот По маленьким подсетям Мы можем указать одну большую подсеть Вот так вот Мы будем указывать не кучу разных мелочевок А одну вот эту большую подсеть К нам придут в итоге все мелкие вот эти 1, 2, 2, 2, 3, 2 Но укажем мы их не таким конкретным перечислением А вот одной большой такой командой За счет маски под сети Мы здесь указываем, что разрешаем все сети В этом октете от 1 до 255 Вот и все Потом вторая сеть, которая нам нужна Это сети 172 Можно вообще не заморачиваться А подписать 172, 0 Вот так вот сделать И у нас будут разрешены все 172 сети Либо можно более конкретно указать 20 Потом у нас есть еще 16 Дальше 16 указать и так далее И нам нужно будет вот так вот все сети описать И те, которые мы не опишем Если злоумышленник, например Будет нам пытаться вбросить в нашу таблицу марштизации Из-за того, что стоит вот это ограничение Вбросить их не получится Но если мы говорим про OSPF То удобнее, наверное, все-таки делать на АБР роутере Если на конкретном роутере То мы будем это делать для каждого роутера в отдельности А на АБР роутере Мы можем с помощью первого способа Более просто это сделать Что еще касательно префикс листов Которые мы рассмотрели Что аксесс листы, что префикс листы Нам указывали те сети, которые мы разрешаем А те, которые мы не указали Они не будут передаваться из одного региона В другие регионы И указывали мы здесь вот такой вот жесткий префикс Что вот только те сети, которые попадают в эту маску И будут фильтроваться Сделаем немножечко по-другому Мы можем указать не такую жесткую маску Мы можем сделать вот так вот И написать сюда Ли, ну, например, 20 Что это будет означать? Это будет означать, что префикс лист будет фильтровать Под его условия будут попадать все сети 192.168.00 Но при условии, что их маска будет меньше 20 Вот это вот ли Less or equal Меньше или равно Под условии префикс листа будут попадать Все сети 192.168.00 По 16 маске Но при условии, что эта маска будет меньше или равна 20 Лучше это можно будет понять на таком примере Предположим, что вы хотите отловить и разрешить Все сети по 24 маске Но какие конкретно сети по 24 маске Вы не знаете Может быть это будет сеть 192.168 По 24 что-то там Может это будет сеть 172.20 По 24 маске Может это будет сеть 5476 По 24 маске Вы не знаете Но вы хотите, чтобы все сети по 24 маске Попадали под условия префикс листа Для этого вы пишете 0.0.0.0.0 По нулевой маске Больше или равно 24 И при этом Меньше или равно 24 То есть мы написали, что мы не знаем Какие сети должны попадать Но мы точно знаем, что их маска должна быть и не больше 24 И при этом не меньше 24 И вот такая строчка скажет вот этому префикс листу Что он будет срабатывать на любую сеть с 24 маской Вот это вот меньше или равно 24 Больше либо равно 24 Вот это вот преимущество префикс листов Над аксесс листами В аксесс листах Можно только жестко задавать маску А вот в префикс листах Можно уже манипулировать Кроме того, что Можно фильтровать маршруты Между регионами Можно и на конкретный роутер Задать вот эту фильтрацию Еще можно фильтровать маршруты По редистрибуции Например, мы при редистрибуции Хотим, чтобы вот эта сеть попадала В SPF с EGRP А чтобы вот эта сеть Не попадала в SPF Из EGRP Точно так же Не работает в пакеттрейсере Вот вам пример. Мы опять же создаем префикс-лист с именем, но я в качестве примера взял имя field и указываем сеть, которую мы хотим разрешить на вброс из EJRP в SPF. Здесь с жесткой маской можно сделать вот так вот, например, li. Тогда попадут все сети, у которых маска либо меньше, либо равна 16. Либо можно написать j, и это будет означать, что попадут все сети, маска которых либо больше, либо равна 16. В нашем случае создаем жесткое указание. Дальше переходим в роутер SPF1, включаем редистрибуцию, конечно, и вешаем вот этой командой вот этот фильтр-лист на вот эту вот редистрибуцию. И она будет указывать, что маршруты из EJRP, попадающие в SPF, будут фильтроваться с помощью вот этого листа. Те маршруты, которые попадают под условия вот этого префикс-листа, будут отфильтрованы. И попадут только те, которые здесь явно перечислены. Таким образом, в нашей конфигурации, если хотите, чтобы вот эта сеть не попадала в SPF при редистрибуции, а вот эта, чтобы попадала, мы должны будем написать в префикс-листе. Вот так вот, и все. Понятно, что вот эти две команды, они выполняются на ASBR роутере. Таким образом, мы рассмотрели три вида фильтрации маршрутов. Фильтрация внутри автономной системы, либо с помощью префикс-листов на Bayer, фильтрующей между регионами. Второй способ – это фильтрация с помощью аксесс-листов на роутере, на любом роутере, например, внутри какого-то региона. И третий способ – это фильтрация маршрутов при редистрибуции. Из одного экземпляра какие-то сети, которые мы укажем, будут попадать в SPF, а которые мы не укажем, не будут попадать в SPF. Можно сделать наоборот. Сейчас мы запрещали все под множество и разрешали только одну конкретную сеть, которая может быть вброшена из EJRP в SPF. А запрещали мы как? Как только мы в префикс-листе указали statement permit, то есть мы написали вот эту строку permit, то автоматически все остальное было запрещено. И разрешается только что-то одно. Давайте посмотрим ситуацию от обратного. Если мы хотим разрешить все, а запретить только что-то конкретное, какую-то конкретную сеть запретить, а все остальное разрешить. Делается это следующим образом. Давайте так для наглядности. Здесь у нас… Сейчас я добавлю модуль, чтобы было более понятно. Настраивать ничего не будем. Так, ну вот, допустим, у нас есть какой-то компьютер. Здесь у нас есть. И сеть будет, допустим, 172.30.3.2. А пишник сети будет 3.0. Вот мы хотим какую-то одну сеть запретить, только одну сеть запретить, а все остальные сети разрешить. То есть наоборот. И тогда будет выглядеть следующим образом. В префикс-листе вместо слова permit мы пишем слово deny, то есть запретить, и указываем ту сеть, которую мы хотим запретить. А мы хотим запретить, допустим, вот эту сеть. Запретить, а все остальные разрешить. 172.30.3.0. То есть запрещаем одну какую-то конкретную сеть. А второй строкой будет ip-префикс-лист с тем же самым именем field permit any. То есть первая строка будет запрещать одну конкретную сеть, а другая, вторая строка, будет разрешать любые другие сети. К этому мы еще с вами вернемся, когда будем рассматривать аксесс-листы. Будет отдельный урок на эту тематику, что в префикс-листах, что в аксесс-листах, и диалоги одна и та же. Мы можем либо указать только те сети, которые мы разрешаем, и тогда все другие сети будут запрещены. Либо мы можем сделать наоборот. Мы можем указать, какие конкретные сети мы запрещаем, а все остальные разрешить. Как еще можно управлять редистрибуцией, кроме как тем способом, который вы сейчас видели? Как еще можно менять и назначать метрику на маршруты, которые мы получаем при редистрибуции? Как еще можно выполнять фильтрацию маршрутов и так далее? Опираться над маршрутами. Это можно сделать с помощью механизма, который называется Roadmap. Roadmap это намного более гибкий и намного более функциональный, интересный механизм, нежели чем вот тот простой вариант, который мы видели. Roadmap используется не только при редистрибуции, но и используется во множестве других технологий. Например, они используются в BGP. Можно сказать, что BGP это и есть Roadmap. Там очень много политик, которые применяются на маршруты с помощью Roadmap. Roadmap используется в NAT, в NAT. Когда мы конфигурируем NAT, мы можем использовать Roadmap. Roadmap используется в Policy Based Routing. И Roadmap используется в Zone Based Policy Firewall, который является мощнейшим фейерволом, который работает на Cisco IOS. Мы будем конфигурировать такой фейервол, когда будем заниматься безопасностью. Вот там полностью вся конфигурация будет происходить с помощью Roadmap. Но на данном примере мы рассмотрим Roadmap в части редистрибуции. Как с помощью Roadmap можно управлять маршрутами при редистрибуции? Первым делом нужно создать Roadmap. Создаем Roadmap. Здесь будет название Permit 10. После того, как мы сделали Roadmap, мы переходим в контекст конфигурирования Roadmap. Заходим в него. Дальше мы должны указать условия попадения под этот Roadmap. То есть, что такое должно произойти, чтобы данный Roadmap сработал. На какие маршруты, на какие адреса будет срабатывать этот Roadmap. Например, нам нужно, чтобы какой-то IP-адрес попадал. Например, 192.168.02 мы пишем. Match IP-адрес, там 192.168.02. И дальше, когда он попадет, ну и что? И вот здесь вот в SetStatement мы указываем, что будет происходить с этим маршрутом, с этим IP-адресом и так далее. Соответственно, сначала мы матчим что-то. И потом то, что мы поймали, мы к этому применяем какое-то действие. И если здесь вот будет стоять Permit, то это будет какое-то разрешающее действие. Если же будет вместо Permit стоять Deny, это будет какое-то запрещающее действие. Теперь рассмотрим Roadmap при редистрибуции. Только что мы с вами делали фильтрацию. Сейчас мы посмотрим, как можно сделать фильтрацию с помощью Roadmap. Здесь у нас есть протокол EGRP. Здесь у нас протокол OSPF. Вот этот роутер, сидящий на границе, допустим, ASBR, который выполняет редистрибуцию. Из EGRP выбрасывает OSPF. Например, нам нужно вбросить только вот эти две сети. 192.168.1.0 и 2.0. А вот эти сети не вбрасывать. Кроме того, что мы можем указать, какие сети вбрасывать, а какие не вбрасывать, можем применить к ним и дополнительные какие-то атрибуты. Например, можем установить метрику, с которой они будут вброшены в OSPF. Либо тип метрики, с которой они будут вброшены в OSPF. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Как нам сделать так, чтобы вот эти две сети были вброшены сюда в OSPF, а вот эти сети вброшены не были? Конечно же, вся конфигурация создается на роутере R2, который выполняет вот эту редистрибуцию. Вот этот вброс. Так же, как и при обычной фильтрации, создаем префикс-лист. Здесь мы указываем то, что мы разрешаем эту сеть. И второй префикс-лист с очень таким же названием указывает на то, что мы разрешаем вот эту вторую сеть. Что происходит дальше? Дальше мы создаем roadmap. Roadmap. RedistIn.OSPF. То есть, редистрибуция в OSPF. Это просто имя. Имя можно любое, что вы хотите. Permit 10. Дальше. Вот тот самый загадочный match statement. В данном случае мы пишем match IP address, префикс-лист, лист 1. То есть, что получается? Мы будем match IP address, либо те подсети, которые написаны в этих префикс-листах. Если roadmap сработал, условие подпало, условие совпало, то к этим маршрутам мы установим метрику 25. То есть, маршруты, которые попадут в OSPF, точнее маршруты до вот этих сетей 1.0 и 2.0 будут иметь метрику 25. Кроме того, тип метрики будет первой. То есть, с учетом транзита по сети. После чего нам нужно вот этот roadmap повесить на процесс дистрибуции. Опять же, на том же роутере R2. Заходим в роутер OSPF1, redistribute egrp1, subnets. И дописываем roadmap, redistin OSPF. И имя роутмапа, который мы только что сделали. Вот этот роутмап, который мы сделали, вот мы его сюда и вешаем. Таким образом, из egrp в OSPF попадут только две сети. При этом, вот этот роутер будет знать маршрут до этих сетей с метрикой 25. Плюс учет транзита по его собственной сети. Еще раз, как оно работает. Здесь мы просто создали префикс-лист, в котором указали те подсети, с которыми мы хотим произвести какие-то действия. Мы как бы отбираем сеть 192.168. 1.0 и 2.0. С этими сетями мы хотим что-то сделать. Пока неизвестно что. Просто сделали префикс-листы. После чего мы создаем роутмап и привязываем вот эти префикс-листы к роутмапу. То есть, вот это условие матч, если попадутся вот эти все сети, указанные в префикс-листе, с ними будут производиться какие-то действия. Итак, значит, роутмап, биты трафика бегут, бегут, бегут. Вот у него тут матч, он смотрит, смотрит и видит, что мимо него проходят вот эти вот указанные в префикс-листе сети. 1.0 и 2.0. Раз у него эти сети записаны как матч, он их матчит, значит с ними надо что-то делать. И когда он эти сети ловит, он на них ставит метрику 25, ставит для них тип метрики 1. То есть, с учетом транзита трафика по сети и все. Роутмап отработал. На сети, которую он поймал, он установит метрику 25 и учет транзита по сети 1. И после того, как мы вот этот роутмап повесили на процесс редистрибуции, вся схема в связке начала работать. Другой вопрос, а как выполняется фильтрация? Сеть, которая не указана в префикс-листе, которые не были замачены роутмапом, не будут редистрибутаться вообще. Вот и все. То есть, здесь мы сделали и фильтрацию, и установку метрики, и установку типу метрики с помощью всего лишь одного роутмапа. Также с помощью SET можно устанавливать кучу других параметров. Роутмапы в Cisco Packet Tracer не поддерживаются, поэтому показываю на слайде. Через один урок, после RIP мы начнем с вами BGP протокол, протокол маршрутизации интернет. Там мы установим новую лабораторную среду, там будут роутмапы. И с этими роутмапами мы будем работать очень плотно. Потому что, как я уже сказал, в BGP роутмапы используются довольно-таки часто. Что касательно следующего. По какой логике будут работать роутмапы? Вот тут вот в MATCH STATEMENT их в одной строке можно написать несколько. И тогда они будут работать в логике или. Это означает, что роутмап будет срабатывать или такое условие, или такое условие, или такое условие. Если же эти условия будут написаны не вот так вот в строку, а будет несколько этих матчей. То есть MATCH STATEMENT 1, MATCH STATEMENT 2, MATCH STATEMENT 3 и так далее. То тогда роутмап будет работать в логике I. Если он будет работать в логике I, то для того, чтобы роутмап сработал, должны будут совпасть все условия. Для того, чтобы сработал роутмап, должно будет совпасть и статемент первый, и статемент второй, и статемент, допустим, третий. Также здесь видно вот эти вот числа 10, 20, 30. И дальше можно продолжить. Это называется ветка роутмапа. Она позволяет написать несколько роутмапов с одним и тем же названием и выполнять их поочередно. Например, вот мы сделали роутмап названия PERMIT 10. Здесь что-то отловили, здесь что-то установили, применили, какое-то действие. Дальше роутер будет просматривать следующую ветку. Что-то отловили, что-то применили. Дальше. Что-то отловили, что-то применили. То есть роутер будет просматривать ваши роутмапы с одним и тем же названием. По порядку сначала посмотрит 10, потом 20, потом 30 и так далее. Последняя тема, которую нам нужно изучить в SPF, это тема про стабы регионы. Стаб регион в SPF это совершенно другая вещь, нежели стаб в EJRP. В EJRP стаб это был такой роутер, у которого другие роутеры не должны были спрашивать о том, знает ли он какие-то сети или не знает. Если помните, у нас была цепочка роутеров, и чтобы не быть голословным, сейчас откроем наш проект с EJRP. Вот у нас была цепочка роутеров, и вот этот роутер у нас был стабом. Если какой-то роутер теряет какую-то сетку, он посылает queries пакеты, запускается таймеры. Вот это спрашивает у этого, знаешь ли ты, как добраться до сетки, которая я потерял. Это спрашивает у этого, и по идее вот это должен был спросить у этого роутера. Но если этот роутер помечен как стаб, то вот этот роутер у этого роутера уже не будет спрашивать. Про сетку, которую потерял он нулевой роутер. А в SPF стабы это совершенно другое, никак не связано со стабом в EGRP, потому что никакие queries пакеты роутер не посылает, потому что роутеры и так видят всю карту сети, потому что все-таки это link state, и каждый роутер, когда теряет сетку, он поскольку видит всю сеть, он и так знает, сможет ли он как-то по-другому добраться до этой сети или нет. В отличие от EGRP, стаб назначается не на конкретный роутер, а на регион. Сейчас мы сделаем вот этот первый регион как стаб и посмотрим, что нам это даст и для чего это нужно. Пометим, что это у нас будет стаб-регион. Стаб-регион нужен для того, чтобы LSA-ки пятого типа, сформированные ASBR роутером, заменить на LSA-ки третьего типа. То есть, сейчас если мы посмотрим таблицу муштизации вот этого роутера, пока он еще не настроен как стаб, мы увидим, что до сети, брошенной в OSPF, мы видим детализацию. То есть, вот это знает, что через ВАБР, а уже АБР знает, что через ASBR можно добраться до вот этих вот дистрибученных сетей. Достигается это за счет того, что вот этот роутер формирует LSA-ку пятого типа, а вот этот роутер с помощью вспомогательной LSA-ки четвертого типа посылает их на вот эти роутеры. И в этой LSA-ки четвертого и пятого типа вот эти роутеры получают вот эти вот маршруты. Если мы сконфигурируем вот этот регион как стаб, то все LSA-ки пятого типа вот этим АБР роутером будут заменены LSA-ками третьего типа, одной LSA-кой третьего типа. В результате вместо вот этой вот детализации мы просто получим дефолтный маршрут до вот этих вот сетей. То есть, до вот этих сетей вот эта запись заменится на дефолтный 8.0 маршрут. Сейчас мы это сделаем, потом посмотрим, зачем нам это нужно. Для того, чтобы сконфигурировать регион как стаб, во-первых, нужно на Б роутере сказать, что первый регион будет стабом. И на всех других роутерах тоже обязательно нужно указать, что этот регион будет стабом. Что первый регион будет стабом. То есть на всех роутерах, относящихся к одному региону, если мы его хотим сделать стабом, нужно на всех роутерах это указать. Начнем с Б роутера. Convter router ospf1 и пишем area1 stub. Как только мы это делаем, у нас происходит процедура переустановления соседства. На самом деле, что такое стаба? Когда мы пишем стаб, если мы будем рассматривать на самом низком уровне побитого, с чего состоит пакет, то вот эта пометка будет 1 бит. 1 бит в последовательности бит, который передается. И когда другой роутер получает последовательность в виде нулей и единиц, и видит там вот эту пометку стаб, бит, которая отвечает за то, что это стаб, то он понимает и становится стабом. Но два роутера должны быть обязательно настроены в одной и той же логике. Чтобы этот посылал бит стаба сюда, и чтобы этот тоже посылал бит стаба сюда. Тогда не подружится. Так, на этом роутере сконфигурировали как стаб первый регион. Здесь тоже это делаем. Давайте посмотрим, что стало с таблицей маршрутизации, когда мы объявили стабом этот регион. Была вот такая вот детализация. Теперь душу IP-root, USPF, или можно просто IP-root. И вот мы видим, что теперь детализация до EGRP-сети пропала, и она была заменена одним 8-0 маршрутом. Для чего такое может понадобиться делать? Но это опять же у нас здесь только две сети. Допустим, мы дружим с другой автономной системой, с другой сетью, который будет сотни и тысячи различных подсетей. И чтобы нашу сеть, наш регион, не загружать каждый роутер вот этим огромным количеством сетей, вот это огромное количество сетей, полученных из другого протокола динамической маршрутизации, из другой автономной системы, должен превратить в один 8-0-ый дефолтный маршрут. И до всех сетей, до которых роутер не знает, как добраться, он будет посылать по 8-0-ому дефолтному маршруту, то есть до АБР. АБР уже разберется. То есть это опять-таки некая суммаризация. Только мы ранее выполняли суммаризацию в пределах нашей автономной системы между регионами, а тут, так сказать, суммаризация такая, превращение всех вообще всех сетей в нули и отправка их в регион. Если мы посмотрим другой регион, который не конфигурирован как стаб, show iproot, то мы увидим, что здесь детализация осталась, потому что роутер в этом регионе не был сконфигурирован как стаб. Если мы его тоже сконфигурируем как стаб, тогда и здесь тоже маршрут до вот этих сетей заменится 8-0-кой. Если лезть уже в корни, то за счет чего это достигается? За счет того, что LSA 5-го типа, LSA 5-го типа, они формируются за каждую сеть. Вот у нас будет, допустим, 3 сети, и чтобы вот этот роутер мог рассказать о БРу, о этих 3-х сетях, он формирует LSA 5-го типа. Если мы не конфигурируем как стаб, опять же, с помощью 3-х LSA 4-го типа, вот этим роутером все рассказывается. А если мы конфигурируем как стаб, то тогда вот эти все 3 LSA 5-го типа на БРе превращаются в 1 LSA 3-го типа, 8-0-ку вот эту вот, и она попадает на все вот эти роутеры. И теперь встает другой вопрос. Получается, что вот 8-0-ый маршрут, который анонсирует АБР, а у нас же есть еще один СБР, который имеет выход в интернет, и он тоже анонсирует 8-0-ый маршрут с помощью команды default information originate. Получается, что и вот этот, и вот этот. То есть если нам нужно обратиться к какой-то сети, которая зародилась в EGRP, нам нужно на этот роутер послать. А если нам в интернет что-то надо послать, на вот эти сервера, то нам нужно на этот роутер послать. У нас в таблице только один 8-0-ый маршрут. Как же быть-то с этим? А все очень просто. Дело в том, что у БР сохранится всегда полная детализация, АБР получает от вот этого действительно 8-0-ый маршрут, а от этого он уже получает не 8-0-ый маршрут, он получает конкретную детализацию всех сетей и превращает в 8-0-ый маршрут. Поэтому трафик будет направлен отсюда, независимо от того, куда этот компьютер обращается в интернет или в сети EGRP, он будет направлен по 8-0-ому маршруту на БР, а у АБР уже сохраняется полная детализация. И АБР уже знает, посылайте трафик на этот роутер или посылайте на вот этот роутер. Можно открыть таблицу маршрутизации и посмотреть, что там происходит. Мы увидим 1-8-0-ый маршрут, который действительно анонсирует этот тест БР, а те сети, которые анонсируют EGRP, они так и остаются детализированными. Для АБРа. И можно проверить. Можно взять пингануть какую-то сеть из EGRP. И можно пингануть какую-то сеть из интернета. Ну, пингуем мы не сеть, мы пингуем конкретный ресурс. То есть вот все прекрасно работает. Итак, второй тип стаб-регион называется Totalist TAB Area. Вот здесь был обычный стаб-регион, а второй мы превратим сейчас в Totalist TAB Area, во второй тип региона, полный стаб-регион. Несмотря на то, что протокол SPF является открытым стандартом, в стандартной реализации протокола SPF Totalist TAB Area нету. Есть только обычный стаб. Обычный стаб-регион поддерживает все вендоры. А вот Totalist TAB Area – это собственная разработка CISC. Она придумала такой регион и модифицировала стандарт SPF на то, чтобы он поддерживал такие регионы. Сейчас посмотрим, что же за такой регион. Нам нужно точно так же всем роутерам сказать, что в пределах второго региона, сказать, что второй регион будет Totalist TAB Area. Для этого, опять же, сначала на BR роутере, в контексте настройки роутера, мы пишем команду area2, опять же, стаб, но потом добавляем слово no summary. Вот это будет означать, что мы включаем Totalist TAB Area. Прежде чем мы его включим, посмотрим, что у нас сейчас в таблице маршрутизации. show iproot. Вот мы видим тут разные сети, абсолютно разные сети, в том числе и 8-0, но это от этого 8-0. Мы можем вообще все сети превратить в один-единственный дефолтный маршрут. Что происходит сейчас? То есть до того момента, как мы с вами сделали вот этот вот Totalist TAB Area. Что происходит сейчас? Сейчас BR, когда получает все сети, которые зародились в этом регионе, он их все получает в LSA 1-го и 2-го типа, и для того, чтобы направить их в другой регион, он преобразует их в LSA 3-го типа. За каждую сеть он формирует свою LSA 3-го типа, и все LSA 3-го типа посылает на вот эти вот роутеры. Мы можем сделать так, чтобы он выключил вот эту детализацию, и вместо того, чтобы множить LSA 3-го типа за каждую сеть, чтобы он посылал только 1 LSA 3-го типа, 8-минулевую, за все сети, которые он знает. вообще за все. В итоге мы получим то, что получим. Все вот эти сети мы сможем заменить одним восьми нулевым маршрутом. Так и сделаем. Здесь мы уже подготовили Area 2 Stab No Summary и на всех остальных роутерах данного региона сделаем то же самое. Посмотрим, что стало с таблицами маршрутизации на роутерах, входящих во второй регион, когда мы включили регион в Stab. Помните регион как Stab. Душу IProot. Видите, мы видим, что все сети превратились в одну восьминулевку. Мы не смогли превратить connected-сети в восьминулевку, потому что они от LSA вообще никак не зависят. Мы также не смогли внутренне превратить в восьминулевку. Сети получены внутри нашего региона, потому что они там приходят по LSA первого и второго типа, а Stab регион влияет на LSA третьего типа. А вот все маршруты, которые мы получаем по LSA третьего типа, мы превратили в одну большую LSA за восьминулевый маршрут. Видите? То есть вот эти все сети, сколько их было, за каждую конкретную сеть по одной LSA третьего типа присылалась на вот этот роутер от ABR. А теперь все вот эти LSA, все вот эти сети превратились в один восьминулевый маршрут. И опять же это приводит нас к оптимизации. Несмотря на то, что мы теряем детализацию по части метрики, но зато мы получаем оптимизацию и экономим огромное количество ресурсов и записей в таблице маршрутизации. Теперь вообще до всех сетей, полученных из других регионов, а также полученных из других источников маршрутной информации, мы посылаем по восьминулевому маршруту на наш ABR. АBR разберется. У него детализация никуда не пропадает. Еще раз, чтобы понять различие между обычным Stab регионом и Total Stab area регионом, когда регион просто Stab, то мы получаем в этот регион из других регионов за каждую сеть свою LSA, а трогается только LSA 5 типа. Только LSA 5 типа, который идет из другого источника маршрутной информации, превращается в LSA 3 типа и становится восьминулевкой. А здесь Total Stab area не только LSA 5 типа превращается в LSA 3 типа, а вообще все LSA 5 и LSA 3 типа превращаются в одну LSA 3 типа и посылаются в данном виде восьминулевого маршрута. Сейчас мы видим, что метрика, с которой был анонсирован этот маршрут равна 2. Но вот этот роутер ее с такой метрикой анонсировал. Может быть такое, что будет, допустим, два АБР и мы хотим чтобы трафик все время посылался только на один АБР роутер, а другой роутер АБР был просто запасной. Если первый роутер откажет об обслуживании, то второй роутер его бы подхватил. Но по умолчанию два АБР роутера будут анонсировать вот этот дефолтный маршрут с одной и той же метрикой. Если мы хотим сделать, чтобы один был запасным, а работал только другой, мы должны у запасного ухудшить метрику вот этого 8-минулевого маршрута, который он анонсирует. Для этого мы переходим на ABR роутер, который мы хотим сделать, на котором мы хотим ухудшить метрику, и пишем команду default cost за тот регион, за который мы хотим вот эту метрику анонсировать. Мы пишем area2, default cost, и ставим метрику, например, 200. В результате, если мы посмотрим, что стало с этой метрикой, вот она была 2, стало 201. То есть 200, который анонсировал ABR роутер, и стоимость, которую мы знаем до ABR роутера. Мы знаем ABR роутер за единицу, ABR прислал нам 200. Сложили, получили 201. Таким образом, теперь, если у нас есть второй ABR роутер, то он будет анонсировать вот этот вот 8-0 маршрут с метрикой равной единице, а второй, такой же 8-0 маршрут, они будут знать с метрикой 201. И, соответственно, направлять трафик по маршруту с лучшей метрикой только на один из роутеров. Если роутер погибнет, то не останется ничего, как посылать трафик на роутер с большей метрикой. Следующий тип региона будет называться NSSA, Not-So-Stabby Area. В русском переводе получается смешной перевод, стаб, но не совсем. Not-So-Stabby Area. Почему он так называется, вы сейчас поймете. Но для этого, чтобы это сделать, нам с вами потребуется еще один SBR и еще один внешний источник маршрутной информации. Нам нужно выполнить еще одну редистрибуцию. Для этого сейчас мы соберем еще маленькую сеточку. Просто поставим роутер. Роутер у нас это будет тоже SBR. И в первый регион он будет вбрасывать маршрутную информацию. Будет достаточно двух интерфейсов. Сюда он будет вбрасывать маршрутную информацию. От вот этого сервера. У сервера будет публичный IP-шник. Вот такой, например. Здесь будет в той же канальной среде 2.5. Теперь нужно его включить в OSPF. Пишем, соответственно. Сейчас они у нас подружатся. Мы могли бы просто еще в анонс включить эту Connected-сетку. И она бы, так сказать, стала нативной OSPF. Но мы так не хотим. Мы хотим сделать именно редистрибуцию. Мы сейчас вот эту Connected-сетку, мы ее сделаем не нативной по отношению к OSPF. А мы ее сделаем редистрибученной по отношению к OSPF. И она у нас будет как External Type получаться. Я здесь ошибся. Здесь же не Area 2. У нас же здесь первый регион уже. Поэтому никак соседство не хочет устанавливаться. Так, ну и пока она установлена соседство, сделаем редистрибуцию. И опять же, можно с какой-то конкретной метрикой указать. Можно указать с учетом и без учета по транзитной сети. Вот Connected укажем Subnets. Это мы вот эту Connected-сетку вбросили в OSPF. Но что-то не так мы устанавливаем. Не устанавливают, потому что мы же пометили регион как стаб. А этому мы не сказали, что он в стаб смотрит. Area 1, стаб. У нас здесь обычный стаб в фермарегионе. Сейчас установится соседство. До дебага не дошло. Но если бы мы включили дебаг, то все бы увидели. Почему не хочет устанавливаться? Так, значит, получили мы. Давайте посмотрим, что здесь. И что мы теперь знаем о вот этом вот. Ничего не знает, потому что такая конфигурация неправильная. Нельзя ASBR роутер подключать к стаб-региону. Если уж мы и делаем ASBR, то он обязательно должен быть подключен к обычному региону, который не помечен как стаб. А мы его подключили к региону стаб. Что делать нельзя. Однако есть выход из этой ситуации. И называется выход из этой ситуации NSSA Stab Region. Регион NSSA. Сейчас мы пометим, что этот регион будет не просто стабом, а еще и к тому, что он стаб-регион. Он еще будет и NSSA. Not so stubby Area Region. На всех роутерах указываем, что это будет не только стаб, но и NSSA. Area 1 NSSA. Ругается, что уже сконфигурирован этот регион как стаб. Так отключим стаб. Ну, Area 1 Stab. И скажем, что Area 1 NSSA. На других роутерах сделаем то же самое. Еще нужно АБР. Посмотрим на таблицу маршрутизации любого из этих роутеров. Что мы здесь увидим? DoShow IPRoot. Здесь мы видим некий маршрут N2 с пометкой N2. С таким мы еще ранее не встречались. И он у нас вот до вот этого, до этой сети. Раньше ее не было. Благодаря тому, что вот этот регион мы сделали NSSA, то у нас появилась возможность в этот стаб-регион вбрасывать маршруты от АСБР. А по умолчанию в стаб-регион нельзя вбрасывать маршруты от АСБР. И что у нас получается? Получается, что LSA 5 типа заменяются на LSA 7 типа, с которыми мы еще не сталкивались. Вот LSA 7 типа, о которых я сказал, что скажу потом. Вот время пришло. То есть вместо того, чтобы информацию о сетях, которые зародились в другой автономной системе, вбрасывать LSA 5 типа, LSA 5 типа, которые запрещены в стаб-регионе, он его вбрасывает с помощью LSA 7 типа. А уже на АБРе они могут быть заменены уже на LSA либо 5 типа, либо на LSA 3 типа. Но поскольку внутри стаб-региона не могут жить LSA 5 типа, они заменяются на LSA 7 типа. Вот и все. И маршруты, полученные по LSA 7 типа, обозначаются буквой N. Опять же, есть N1 и N2. Это то же самое, что и E1 и E2. То есть N2 это те маршруты, которые не учитывают стоимость транзита внутри ОСПФ. А N1 учитывает стоимость транзита по сети. Вот мы можем здесь поменять, поменять вот этот тип, когда мы давали команду. Redistribute connected subnets. Вот мы можем здесь указать, опять-таки, metric type 1. Дело в том, что обычный стаб-регион и NSSA не могут жить вместе. Вместе может жить только NSSA-регион, позволяющий содержать в себе АСБРов. И totalist-stab area-регион. Поэтому возьмем и поменяем. Напоминаю, что обычный регион это когда от АСБРа LSA 5 типа превращается в LSA 3 типа. А totalist-stab area это когда вообще все LSA 3 типа превращаются в один нулевой маршрут. Как подружить между собой два таких типа регионов? Для этого нужно указать следующее. Area 1 NSSA и задать команду no summary. Будет объединять в себе два вот этих региона. Здесь, здесь, здесь. Здесь. Посмотрим, что случилось с таблицей маршрутизации после того, как мы этот регион объединили на от соус-stab area. И при этом мы его еще сделали totalist-stab area. Смотрим. Видим следующую картину. Во-первых, все другие маршруты, которые не в нашем регионе, а отсюда-отсюда из всех регионов, все заменены нулями. Одну LSA 3 типа. Затем мы видим маршрут E2. E2 это вот этот вот, который мы сделали, который вброшенный. Почему он E2 обозначается, а не N2? Потому что N2 это маршрут, полученный по LSA 7 типа. А E2 это маршрут, полученный по LSA 5 и 4 типа. Что происходит? Происходит то, что AdRouter посылает LSA 7 типа, так как он смотрит в NSSA. Она попадает на DR сначала, вот это вот DR для него, а потом уже вот этот DR в виде LSA 5 и 4 типа посылает их сюда. Поэтому вот этот вот выглядит как обычный внешний маршрут. А если мы посмотрим на него, на вот этот DR, ABR, то мы увидим, что здесь он уже обозначен правильно, правильно обозначен как N2. Все другие роутеры. И этот маршрут видит его тоже как E2. Еще хотелось бы сказать про аутентификацию в SPF. Она намного более простая, чем в EJRP. Здесь нет аутентификации по ключевым цепочкам. Здесь создается только один ключ, один пароль, который действует на все роутеры. То есть она менее безопасная, потому что не меняются автоматические пароли, но более проста в настройке. Для настройки нужно зайти на интерфейс и указать две команды. На какой интерфейс заходить? Надо заходить на интерфейс, который смотрит на другие роутеры, то есть в сеть. А на клиентский интерфейс тоже можно сделать аутентификацию. Но вполне достаточно будет интерфейс, смотрящий на клиентскую сеть, сделать пассивным. А интерфейс, смотрящий в сеть, мы пассивным сделать не можем, потому что все отвалится тогда. И по этой причине мы делаем аутентификацию. Заходим enable.conf.tr.info. Это интерфейс, смотрящий на клиента. И даем команду ip.ospf.authentification. Message.digest. Сокращенно MD5. Это алгоритм хэширования, который будет использоваться для передачи паролей между двумя роутерами. Когда будем рассматривать криптографию, будем про это говорить. Пока нам достаточно знать то, что вот эта команда обозначает включение аутентификации на интерфейсе. При этом указываем, какой алгоритм хэширования будет использован. Как только включили аутентификацию, у нас сразу все соседи поотваливались. Потому что мы включили аутентификацию, мы больше не разрешаем без пароля к нам подключаться. Нам пароль никто не присылает, потому что на других роутерах мы не настраивали. И поэтому все соседи теперь для нас стали врагами и доступа нету. Теперь задаем пароль, который будет использоваться. Команда следующая. ip.ospf. Дальше. Message.digest.key. Номер 1. MD5. И указываем непосредственно сам этот пароль. Например, это будет циска. Все. Задали. Теперь те же самые две операции нужно проделать. И на другом роутере тоже. На всех роутерах. Например, на этом роутере. Даем команду для включения. И задаем сам пароль. Через некоторое время соседи отвалятся. У нас останется только один сосед, с которым мы настроили парольную аутентификацию. Можно не дожидаться, а сразу сделать. Так, смотрим, что с таблицей соседей. Show IP o SPF Neighbors. Вот он. У нас сосед только один. Потому что мы включили аутентификацию. К нам никто из других не может подключиться. Потому что, чтобы к нам подключиться, мы должны указать пароль. Видите, все работает. Теперь злоумышленник, если какой-то роутер принесет и захочет подружиться с нами по SPF, если пароль он не знает, то не сможет подключить роутер к другому роутеру нашей сети. И не сможет бросить левую маршрутную информацию. А даже здесь как-то попытается. У нас еще есть, во-первых, пассивные интерфейсы. Во-вторых, у нас есть еще и фильтрация маршрутов для этого. Так что злоумышленнику становится все сложнее. И сложнее нам как-то навредить. Все. На этом заканчиваем с вами тему, связанную с SPF. Посмотрели мы все моменты, и не только основные моменты, а еще много дополнительных моментов. Посмотрели. Тема про SPF была одна из самых больших тем. И это был один из самых больших уроков. Вообще, тема динамической маршрутизации как таковой, она одна из самых главных. Потому что сеть, вот сеть, а что сеть? Вся идеология работы сети построена на коммутации и маршрутизации. Маршрутизацию мы очень детально рассмотрели. Потому что сетевой инженер, он должен прекрасно понимать, как она работает. Понимать, как таскаются маршруты между роутерами. Как ими управлять. Метрик, редистрибуция, фильтрация и так далее. То есть маршрутизация это очень важная тема. У нас следующей темой идет BGP. Они будут значительно меньше. И следовательно, они будут значительно проще. Будут еще подобные большие темы. Например, когда будем рассматривать 4 или 5 типов разных VPN. Криптографию, когда будем рассматривать, будет что-то подобное. Вилан еще будет такая приличная тема. Все остальные темки будут уже поменьше, полегче. Там не будет такого объема информации, которого у SPF.